Восьмая глава. Зимние сны длинного клыка. «Мы убийцы на службе у всеотца», — сказал рунический жрец. «Вы солдаты», — ответил Хавсер. «Астартес, лучшие воины, когда-либо появлявшиеся на Терри, вы все убийцы». Длинный клык закашлялся. Кровавый пар, который он выдохнул, начал скапливаться на губах и оседать на бороде. Алая влага закапала на паутинно-белую шкуру, которую тот носил. «Это слишком поверхностный взгляд», — произнес воин. «Я уже говорил об этом. Каждому сыну-примарху отведена своя роль. Каждому легиону отведена своя роль. Защитники и рыцари, штурмовики и претарианцы. У всех нас свои обязанности. Шестой легион, палачи. Мы — последняя линия обороны. Когда остальных не станет, мы должны сделать то, что должно. Но разве это нельзя сказать обо всех легионах? Ты все еще не понимаешь, Скальп. Я говорю о пределе. Есть границы, которые другие легионы не пересекут. Есть рубежи чести, достоинства и верности. Некоторые поступки столь жестоки, что совершить их может лишь волка Фенрика. Именно для них нас и создали. Вот в чем наше предназначение. Без сомнений или эмоций, без колебаний или прихотей, наша гордость в том, что мы единственные Астартес, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не откажутся нанести удар, исполняя приказ всеотца, какой бы ни была цель и причина. Вот почему шестой легион Астартес считается таким свирепом, вырвалось у Хавсера. Это не главное, ответил длинный клык. Побочный эффект нашей беспощадности. Мы вовсе не кровожадные дикари. Свою славу мы обрели из-за того, что два столетия делали работу, неприемлемую для остальных легионов. Другие легионы считают нас дикими, необученными псами, но на самом деле мы прошли самую жестокую подготовку из всех возможных. Длинный клык хотел еще что-нибудь добавить, но внезапно задрожал и закрыл глаза. Тебе больно? Спросил Хавсер. Ерунда. Тот лишь пренебрежительно отмахнулся. Пройдет. Астартес вытер кровь с губ. Мы, убийцы на службе у всеотца, повторил жрец. Ради чести мы готовы уничтожить любого. Быть может поэтому другие считают нас безумцами. Мы не приемлем страх. В наших жизнях ему нет места. Стоит нам оказаться на поле боя, и страх перестает для нас существовать. Он не следует за нами, не мешает нанести удар. Мы изгоняем его из сердца и головы. О истории? Спросил Хавсер. Наша жизнь походит на лезвие ножа, сказал длинный клык. Беспощадность Фенриса. Бесконечное сражение с врагами человечества. В чем нам искать отдушину? Уж точно не в утонченных удовольствиях смертных. Не в вине или песнях. Женщинах или пирах. Но в чем тогда? Лишь в том, что мы отвергаем. В страхе. Длинный клык хохотнул. И из его рта вновь потекла кровь. Вот теперь ты понял. Лишь в Эйтке, у очага, под рассказа скальдов, мы позволяем страху вернуться. И только если сказание будет достаточно хорошим. Вы позволяете себе ощутить страх? В этом ваше отдушина. Длинный клык кивнул. Так какие должны быть сказания? Истории о войне или об охоте на морского орма? Нет-нет, поморщился длинный клык. Всех этих существ мы можем убить. Даже если это не всегда просто и не каждый раз получается. Их нечего бояться. Скальд же должен найти историю о чем-то, что мы убить не можем. Я тебе уже говорил об этом. Нечто. Против чего бессильны наши клинки или болт-снаряды. То, что не умрет, даже если его ударить изо всех сил. Создание, нить которого мы не в силах перерезать. Малефик, сказал Хавсер. Малефик, согласился жрец. Он поднял глаза на Хавсера и вновь закашлялся, сплевывая сгустки крови. Постарайся как следует, произнес он. Я родился на Терри, сказал Хавсер. Как и я, гордо вставил длинный клык. Как и ты, кивнул Хавсер. Он начал вновь. Я родился на Терри, старой земле, как ее называли в первую эру. Большую часть жизни я проработал консерватором для объединительного совета. Когда мне было около тридцати лет, я трудился в старой Франкии, в центре крупного городского узла, под названием Лютеция. Большая часть города лежала в руинах, просто исчезла или же превратилась в подулейные трущобы. У меня был друг, вернее коллега, его звали Навид Мурза, он уже умер, погиб в Осетии примерно 10 лет спустя. На самом деле он мне был совсем не другом, мы соперничали. Мурза был очень опытным и необычайно талантливым ученым, но также весьма безжалостным. Он использовал людей, готов был перешагнуть любого, лишь бы получить желаемое. По стечению обстоятельств мы оказались партнерами. Я всегда его опасался. Мурза часто заходил слишком далеко. «Продолжай», — сказал длинный клык, — «опиши этого Мурзу так, чтобы я смог его увидеть». Играл клавир. Запись была одним из аудиофайлов. Который Силия вынуждала слушать в пансионате абсолютно всех. Хавсер был уверен, что ее поставил Мурза. Он не сомневался, что Мурза спал с Силией. Она была эффектной темнокожей женщиной с копной рыжекаштановых волос. В первые пару дней пребывания в Лютеции, казалось, ее не на шутку заинтересовал Хавсер. Но затем Мурза подключил свое очарование, и все изменилось. Если Мурза поставил музыку, значит, он успел прийти в пансионат раньше него. В какой-то момент стремительного бегства они разделились. Хавсер вошел через боковой вход, использовав генетический код, и убедился, что ставни опущены. Банда рабочих, которая хотела схватить их на месте старого собора, знала, где они разместились. Некоторые из них приходили в пансионат, чтобы обсудить детали с членами группы консерватории. Хавсер стянул себя пальто. Его руки дрожали. Их едва не убили. Им угрожали и чуть было не напали. Поэтому ученым пришлось спасаться бегством. Адреналин до сих пор клокотал в теле. Но потрясенным Хавсер чувствовал себя не из-за этого. На улице вечерело, поэтому он включил пару светосфер. Вся группа разбежалась по закоулкам. Им придется возвращаться в пансионат поодиночке, полагаясь лишь на удачу. Хавсер плеснул себе омасик. Его любимая бутылка с напитком, десятилетней выдержки, исчезла с подноса. Пришлось обойтись чем-то попроще. В его дрожащих руках горлышко графина пару раз звякнула о стакан. «На вид!» – позвал он. «На вид!» Ответом ему послужила лишь старая пасторальная мелодия. «Мурза!» – уже громче крикнул он. «Где ты?» Он налил себе еще омасика и поднялся по лестнице на жилой уровень. Пансионат представлял собой большой укрепленный особняк в обособленном квартале под названием Боборг, недалеко от улицы Сан-Ан-Тун. Это было одно из многих безопасных зданий крупного торгового дома «Уропан», в которых селили торговых агентов, и которые консерватория арендовала на три месяца. Оно было амеблировано со штатом сервиторов, настолько безопасное, насколько это вообще возможно в Лютеции. Сам город лежал в развалинах. Он был грязным, опустевшим, потрясающе древним, но почти целиком обращенным в трущобы. Хотя Хавсер ценил это место за его грандиозную историю, он не понимал, почему люди продолжали здесь жить, если могли переселиться. Для богачей и аристократов, еще живущих в Лютеции, построили множество обособленных анклавов, хотя атлантические платформы предлагали куда более высокий уровень жизни, а сверхорбитальные станции были во сто крат безопаснее. Там, где лестница сворачивала на полпути, из высокого окна открывался вид на город, раскинувшийся за квартальной стеной. В темноте бугристые черные скаты крыш походили на чешуйчатый хребет ящерицы. Самая большая, зазубренная глыба, торчавшая, словно обломанный шип, была трупом собора, который походил на клык, затмевающий окружающие его дома-горы. Заходящее солнце окрашивало горизонт за ним яркими розовыми мазками. По большей части свет был искусственным. Он исходил от станции, которая скользила по небу на северо-запад. Хавсер не знал точно, что именно за станция это была. Но, судя по времени суток и направлению полета в сторону побережья, предполагал, что это Лемурия. Отхлебнув из стакана, он бросил взгляд наверх. «Мурза!» Ученый поднялся. Музыка стала звучать громче. Хавсер заметил, что в пансионате очень тепло. И дело было не только в Амасике. Кто-то включил на полную мощность систему отопления. «Мурза!» «Ты где?» В большинстве спален было темно. Свет и музыка доносились из комнаты, которую Мурза выбрал во время заселения команды. «На вид!» Хавсер вошел внутрь. Все комнаты были небольших размеров. А Мурза к тому же превратил ее в настоящую душегубку. Номер был завален горой сумок со снаряжением, разбросанной одеждой, книгами, инфопланшетами. Музыка лилась из небольшого устройства рядом с кроватью. Среди вещей на полу Хавсер заметил женскую одежду и рюкзак, который не принадлежал Мурзе. Селия переехала к своему новому любовнику, доверив ему свои вещи. Мурза бросил ее, и теперь женщине придется в одиночку идти по закрытым комендантским часам трущобам лютеции. Типично для навида Мурзы. Пытаясь унять гнев, Хавсер сделал еще глоток. Мурза подверг их всех опасностей и уже не в первый раз. Но это было не самым плохим. С самым плохим ему разбираться совершенно не хотелось, но он знал, что придется. В спальне было не просто жарко, там было душно, влажно. Хавсер резко открыл дверь в ванную. Мурза сидел голым на полу маленькой душевой кабинки, подобрав колени к подбородку и обхватив их руками. Вода, горячая вода, хлестала по нему с потолка пластиковой кабинки пузыря. Он казался печальным и опустошенным. Темные волосы прилипли к голове и шее. Мурза держал за горлышко графин с амасиком десятилетней выдержки. «На вид, что ты делаешь?» Мурза не ответил. «На вид!» Хавсер постучал пальцами по прозрачному пластику душевой кабины. Мурза посмотрел на него, медленно фокусируя взгляд. Казалось, он узнал его не сразу. «Что ты делаешь?» повторил Хавсер. «Я замерз», ответил Мурза. Он говорил невнятно и настолько тихо, что Хавсер едва расслышал его из-за шума воды. «Замерз?» «Я вернулся, и мне нужно согреться. Мне так холодно, Кас!» «На вид, что произошло? Это же катастрофа!» «Знаю!» «На вид, выйди из душа и давай поговорим!» «Мне холодно!» «Вылезай из этого проклятого душа, на вид!» «Вылезай и расскажи мне, о чем ты думал, когда сотворил все это?» Мурза лишь удивленно заморгал, отчего с ресниц закапала вода. «Остальные вернулись?» «Еще нет!» «Селия!» «Пока никто не пришел!» «С ними ведь все будет хорошо, да?» пробормотал Мурза. Его голос снова стал невнятным. «Из-за тебя нет!» отрезал Хавсер, но немного смягчился, увидев затравленный взгляд Мурзы. «Уверен, с ними все будет хорошо, с ней все будет в порядке. Мы готовились к таким ситуациям. У нас ведь есть запасной план для подстраховки, мы же не дураки!» Мурза кивнул. «Но вот насчет тебя я не уверен», добавил Хавсер. Мурза скривился и приложился к графину, а масика в нем уже значительно убавилась. Мурза сделал один большой глоток, а потом с шумом прополоскал им рот, словно простой водой. Когда он сплюнул, Хавсер заметил, как в хромированный сток вместе с амасиком потекла кровь. «Что ты сделал, Навид?» спросил он. «Что, черт возьми, ты сделал с тем человеком? Где ты научился этому?» «Пожалуйста, не спрашивай!» «Что ты сделал?» «Спас твою жизнь!» «Я спас твою жизнь!» «Не так ли?» «Не уверен, Навид!» Мурза впился в него взглядом. «Мне не стоило делать этого, но я спас твою жизнь!» Он снова сплюнул, и в воде оказалось еще больше крови. «Выходи оттуда!» приказал Хавсер. «Ты должен мне все объяснить!» «Не хочу!» разозлился Мурза. «Сейчас же выходи из кабинки. Я вернусь через десять минут. Ты должен быть готов объясниться. Тогда я решу, что мы скажем остальным. Кас, никто больше не должен знать! Выходи, и мы обсудим все это!» Хавсер спустился в гостиную, снова наполнил стакан и сел в кресло, пытаясь собраться с мыслями. Он просидел так пять минут, когда начали возвращаться другие. Первыми пришли Ольг и Лешер, затем близнецы из Одессы. Следом Зириан и его бледный, заплаканный помощник Мэрис. Наконец, когда Хавсер действительно начал волноваться, вернулась Селия в сопровождении Тхаммера. «Все здесь?» спросила она, стараясь казаться уверенной, несмотря на усталость и страх. Несколько человек уже ушли мыться и переодеваться. «Да», — сказал Хавсер. «А на вид?» спросила она. «Да», — ублюдок, — пробормотал Тхаммер. «Я собираюсь поговорить с ним», — сказал Хавсер. «Не вмешивайтесь, пожалуйста». «Хорошо», — сказал Тхаммер, но, судя по всему, это его не убедило. Хавсер попросил Полька и близнецов приготовить ужин и заставил Лешера с Зирианом начать обдумывать другие варианты, чтобы их путешествие не оказалось пустой тратой времени. Он знал, что в конечном итоге именно таким оно и окажется. Но работа хотя бы отвлечет их от сегодняшних неприятностей. Хавсер не мог выбросить из головы образ пистолета. Перед глазами у него до сих пор стояла черная дула, направленного на него оружия. Он поднялся наверх, душ был выключен, а сам Мурза сидел на краю кровати, уже одев майку и камуфляжные штаны. Судя по всему, на вид не потрудился вытереться. С его волос капала вода. Мурза налил амасик в небольшую фарфоровую чашечку и, осторожно взяв сосуд в ладони, немного отхлебнул. Графин стоял на полу рядом с ним. Нам не стоило в это ввязываться, без предисловий начал Хавсер. Да, не поднимая глаз, согласился Мурза. Это была твоя идея, и она оказалась плохой. Согласен. Ты убедил нас, что все разведал, и нам ничего не грозит. Не стоило тебя слушать. Нужно было самому все проверить и пригнать машину на случай отступления. Мурза взглянул на него. Да, сказал он, «Но ты не сделал этого, потому что доверял мне. Зачем ты делаешь это на вид?» Мурза пожал плечами, поднес к рту палец, провел им под губой, словно у него там шатался зуб, и вздрогнул. «Ты стал жадным?» спросил Хавсер. «Жадным? Я знаю, каково это на вид. Мы одного поля ягоды. Нами движет настоящий голод. Мы жаждем найти и сохранить потерянные сокровища нашей расы. Это достойное и благородное дело, но также навязчивая идея. Уж я-то знаю. Ты же понимаешь, что мы похожи друг на друга куда больше, чем на самом деле хотелось бы признать». Брови Мурзы удивленно поползли вверх. «Иногда ты заходишь слишком далеко», сказал Хавсер. «Я тоже так делал. Боролся слишком жестко. Платил слишком много взяток. Заходил туда, куда не следует. Подделывал документы». Мурза насмешливо фыркнул. Хавсер сел на кровать рядом с ним. «Но ты переходишь границы на вид», сказал он. «Извини». «Такое чувство, будто тебе все равно, кто пострадает. Такое чувство, что ты пожертвуешь кем угодно, лишь бы только заполучить желаемое. Извини, Каз. Это совершенно иная степень жадности. Я знаю. Это заставляет меня думать, что твоя жадность совсем другого толка, недостойного, эгоистичного». Мурза потупил взор. «Я прав?» спросил Хавсер. «Это действительно эгоизм? Как ты думаешь?» «Да». «Да, думаю, ты прав». «Хорошо». Хавсер поднял стоявший у ног Мурзы графин и наполнил свой стакан. Потом плеснул немного Амасика в чашку Мурзы. «Послушай меня, на вид», сказал он. «Сегодня из-за тебя мы все могли пострадать или даже вообще погибнуть. Это полный провал. Подобное случалось и прежде. Но я не допущу, чтобы это повторилось вновь. У нас есть правило. С этого времени мы больше не пренебрегаем безопасностью и не рискуем понапрасну. Ладно?» «Да, да, Кас». «Тогда на этом все. Конец. Разговор закончен. Завтра начнем с чистого листа. Но на самом деле меня беспокоит не это. Ты понимаешь, о чем я?» Мурза кивнул. «Этим вечером в тени трупа собора ты кое-что сделал. Я не знаю, что это было. Я никогда не видел и не слышал ничего подобного. По-моему, ты сказал слово или что-то вроде него». «Тому головорезу с оружием и его сбило с ног». «По-моему, очень спокойно произнес Мурза. По-моему, я вполне мог его убить, Кас». «Фук, меня подери», пробормотал Хавсер. «Я должен узнать, как подобное возможно на вид». «Нет, не должен», ответил Мурза. «Разве мы просто не можем забыть об этом? Если бы я ничего не сделал, он бы убил тебя». «Это я понимаю», сказал Хавсер. «Я понимаю, что у тебя были веские причины. Понимаю, что ты спас мою жизнь и отреагировал на чрезвычайную ситуацию. Но я должен знать, что ты сделал». «Но зачем?» спросил Мурза. «Будет лучше, если ты не будешь ничего об этом знать». «По двум причинам», возразил Хавсер. «Если мы собираемся и дальше работать вместе, то с этого момента я должен тебе доверять. Я хочу знать, на что ты способен». «Справедливо», согласился Мурза. «А вторая причина». «Я тоже жадный», сказал Хавсер. Хавсер замолчал. На миг он подумал, что длинный клык уснул, или даже хуже. Но рунический жрец открыл глаза. «Ты остановился», прошептал длинный клык на ювике. «Продолжай. Мурза, о котором ты говоришь, в нем сидел Малефик, но ты беседовал с ним, как с братом. С каждым болезненным выдохом изо рта длинного клыка вырывался кровавый пар. Складка белой шкуры под его подбородком стала темной и влажной. Хавсер глубоко вздохнул. У него пересохло в горле. Грохот и пламя пришедшего в города тишины рока неслись по громадной, дышащей огнем пустоте. За высокими плитчатыми стенами особняка на дальней стороне пропасти вздымались апокалипсические огненные бури, пожирая цитадели, будто горящий валежник. Неподалеку слышались выстрелы болтеров и плазменного оружия. «Этот человек», — с усилием произнес длинный клык. «Этот Мурза, ты убил его? Из-за его малефика я имею в виду. Ты обрезал его нить? Я спас ему жизнь», — сказал Хавсер. «Ты никогда не рассказывал о своем детстве и учебе», — заметил Хавсер. «И теперь не собираюсь», — ответил Мурза. Он замялся. «Прости, прости, я не хотел быть резким. Просто все настолько сложно, что для объяснений не хватит времени. Вот простая версия. У меня частное образование, традиционная школа, в которой смешалось классическое обучение с упором на эзотерику. Эзотерика очень важная часть классического образования», — сказал Хавсер. «Оккультное знание страстно и ревностно охраняли на протяжении многих тысячелетий». Мурза улыбнулся. «А почему, Касс, как ты думаешь?» «Потому что люди всегда верили в сверхъестественные силы, которые подарили бы им великую силу и господство над космосом. Мы думали подобным образом еще с тех пор, когда наблюдали за игрой теней на стенах пещер. «Но есть ведь и другая причина», — спросил Мурза. «Ведь если подумать логично, она должна быть». Хавсер отхлебнул Амасик и взглянул на собеседника. «Ты сейчас серьезно?» «А я разве кажусь несерьезным, Касс?» «Ты улыбаешься, как идиот», — сказал Хавсер. «Хорошо. Было ли то, что я сделал сегодня серьезным?» «Ты намекаешь на что-то, что-то, но что, трюк?» «Думаешь?» спросил Мурза. «Какой-то трюк?» «А если нет, Касс, что если нет?» «Тогда существует другая, логическая причина, почему определенное знание всегда очень ревностно охранялось. Не находишь?» Хавсер встал. Он сделал это неожиданно для самого себя, и покачнувшись удивился, насколько Амасик ударил в голову. «Это смешно, на вид. Ты говоришь, что можешь колдовать? Ты серьезно думаешь, будто я поверю в то, что ты колдун?» «Конечно нет». «Хорошо. Я недостаточно долго для этого проучился». «Что?» Слово «колдун» здесь неуместно. Лучше использовать термин адепт или магус, а на моем начальном уровне Акалит либо ученик. «Нет, нет, 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 у тебя было какое-то оружие, маленькое, неприметное, под манжетой или в кольце, что-то на пальце». Мурза опять взглянул на него. Потом провел левой рукой по мокрым волосам, стараясь пригладить их. В его глазах возник притягательный хищный блеск. На вид Мурза всегда извлекал выгоду и своего обаяния. Именно благодаря ему он поднялся столь высоко. «Ты попросил объяснить, я пытаюсь рассказать тебе. Хочешь услышать правду?» «Да». Пока Мурза одевался, Хавсер спустился вниз и извинился перед всеми, сказав, что им с на видом нужно отойти, чтобы серьезно поговорить о его недостатках. Мурза ждал на небольшой покрытой ржавчиной посадочной платформе позади пансионата. Ночь была на удивление прохладной. Вонь выхлопных газов смешивалась запахами из харчевин вдоль санан-твун. За безопасными стенами Боборга огни лютецей мерцали, будто созвездия. Мурза надел длинное пальто, а за плечо закинул небольшой рюкзак. Вызванный им Скайк уже ожидал на платформе. Его компактные мощные двигатели работали на повышенных оборотах. Они договорились с охраной Боборга, подписали генетические пропуска на выход из охраняемого периметра и взяли небольшой маячок, благодаря которому позже смогут войти обратно в воздушное пространство пансионата. Куда летим? спросил Хавсер. Когда они нырнули под колпак машины и заняли места позади вмонтированного пилота сервитора. Это секрет, улыбнулся в ответ Мурза, застегивая ремни безопасности. Все один большой секрет Касс. Он нажал кнопку пуск и Скайк взрывев двигателями, два из которых находились под пассажирской кабиной, а еще один под носом взлетел с платформы. Поднявшись до уровня крыш, машина развернулась на север и быстро набрала скорость. Жмурясь от бьющего в лицо холодного ветра, Хавсер взглянул вниз, где раскинулась сокрытая под вуалью ночи лютеция. Во мраке мимо них то и дело проносились яркие точки других скайков и спидеров. Не нервничаешь? спросил Хавсер. С чего бы? Точно? Мурзара смеялся. Немного, признался он. Это великая ночь, Касс. Время пришло. Я много лет хотел рассказать тебе об этом. Еще со времен нашей первой встречи. Я думал, ты поймешь. Я знал, что ты поймешь. Но ты такой серьезный. Я всегда боялся, что ты неодобрительно к этому отнесешься. Разыграешь из себя старшего брата и все испортишь. Я действительно так себя веду. Ты ведь знаешь, что да, усмехнулся Мурза. Значит, ты заинтересовался этим вопросом уже довольно давно. Когда я был еще совсем молод, в самом конце своей учебы я стал членом тайного общества. Которая посвятила себя поиску и восстановлению сил, которыми может овладеть человек. Какой-то глупый школьный клуб. Нет, само общество старое, ему по меньшей мере пару сотен лет. А название у него есть? «Конечно», улыбнулся Мурза, «но тебе его рано пока знать». «Но оно, по сути, занимается тем же, чем и консерватория». «Да, но не намного более специфичным». «Его интересует лишь то, что можно счесть оккультными знаниями». «Да», ответил Мурза, «и поэтому ты присоединился к консерватории на вид». «Да, эта работа предоставила мне полный доступ к данным, которые интересуют общество». Хавсер, разозлившись, отвернулся. Он выглянул из скайка, чтобы унять раздражение. Сверхорбитальная платформа Лемурия давно скрылась за горизонтом, но огромная лунная тень Гондваны беззвучно проплывала над землей с востока на запад, подобно гигантскому циклону. Чуть ниже меньшая тень Ваальбара двигалась с юго-запада на северо-восток. «И какой же я могу сделать вывод, Мурза?» спросил Хавсер после длительного молчания. «Что ты многие годы передавал информацию своему тайному обществу, что работа в консерватории для тебя лишь прикрытие, что в личных целях использовал капиталовложения совета и... Видишь, вот видишь, вылитый старший брат, послушай, Кас, я никогда не предавал консерваторию, я никогда ничего не утаивал, ни одной находки, книги, страницы, кнопки или бусинки, я посвятил себя работе, я не давал обществу ничего, что не дал бы консерватории, но ты делился. Да, в свое время я поделился некоторыми открытиями с обществом, но разве смысл не в том, чтобы делиться, разве это не главный принцип консерватории, но не втайне же, на вид, в этом вся суть, и ты это знаешь, ты придерживаешься буквы, но не духа, возможно, это было ошибкой, угрюмо произнес с Мурза, мы можем приказать Скайку вернуться. Нет, мы зашли слишком далеко, ответил Хавсер. Да, думаю, ты прав, согласился на вид. Длинный клык резко дернулся, когда его тело содрогнулось от новой болезненной судороги. Хавсер отшатнулся, он не знал, что делать. Скальд практически ничего не мог сделать, он не мог устроить рунического жреца поудобнее, и немного опасался его конвульсии. Облаченный в доспехе Астартес, даже умирающий, был не из тех, кого обычный человек смог бы прижать к груди. Я не умираю, выдавил длинный клык. Никто и не говорил, что ты умираешь, ответил Хавсер. Я вижу это в твоих глазах, Скальд. Я знаю, о чем ты думаешь. Нет. Не говори мне нет, ты боишься моей смерти. Боишься, что не знаешь, как тогда поступить. Боишься остаться наедине с мертвецом. Нет. И я не умираю, это просто исцеление, иногда оно приносит боль. Где-то неподалеку Хавсер услышал резкий звук. Он взглянул на длинного клыка. Рунический жрец тоже услышал этот звук. Прежде чем воин успел что-либо сказать или подать знак, Хавсер приложил палец губам. Взяв ближайшее оружие, он поднялся на ноги. Выставив его перед собой, он медленно обошел весь дворик, заглядывая в проходы и аркады. Все было спокойно. Скорее всего, шум вызвали упавшие сверху обломки. Ложная тревога. Хавсер вернулся к длинному клыку. Снова сел рядом и вернул оружие обратно владельцу. Извини, сказал он, мне нужно было чем-то вооружиться. Длинный клык посмотрел сначала на морозный клинок в своих руках, а затем перевел взгляд на Хавсера. Ты понимаешь, что я убил бы любого другого человека за то, что тот взял мой меч без спросу. Но для начала тебе пришлось бы встать, верно? Нашелся Хавсер. Длинный клык рассмеялся. Смех превратился в кровавый кашель. Я не помню Терру, сказал он. Что? Я не помню ее. Я самый старый из всех братьев, но не помню ее. Я один из немногих, созданных там, и был живым напоминанием для всех о нашей связи с родительским миром. Но по правде говоря, я почти ничего не помню. Темные крепости бараки, тренировочные лагеря, зоны боевых действий, экспедиции на другие миры, и все. Я не помню Терру. Возможно, однажды ты вернешься, предположил Хавсер. Возможно, однажды ты закончишь это сказание и расскажешь мне о ней, ответил длинный клык. Скайк приземлился на освещенной прожекторами площадке перед уродливым зданием в западном квартале городского узла. Библиотех, узнал Хавсер. Верно. Мурза улыбнулся, хотя нервничал все сильнее. Я уже сообщил, надеюсь, они тебя встретят. Они? Мурза повел его по ступеням в широкий портик. Древние каменные колонны терялись во мраке у них над головами. Пол покрывала черно-белая плитка. Хавсер ощутил сухой воздух из кондиционеров. Прежде он не раз бывал в библиотехе ради научных изысканий, но ночью никогда. Натриевые лампы освещали все морозно ярким светом. Общество наблюдало за тобой, сказал Мурза, уже довольно давно. Я рассказал им о тебе, и они думают, что ты мог бы им пригодиться. Полезный союзник, как и я. Они платят тебе на вид? Нет, быстро ответил Мурза, никаких денег. Меня не вознаграждают материально. Но как-то вознаграждают же, как именно? Тайнами. Например, как убить человека словом? Мне не следовало этого делать. Да, не следовало. Мурза покачал головой. Нет, я имею в виду, что это было выше уровня моих способностей. Намного выше. Я переступил предел своих сил. У меня нет нужного уровня контроля, и поэтому я повредил рот. Кроме того, энунцию нельзя использовать во вред. Что еще за энунция на вид? Мурза не ответил. Они уже приняли лекарства, чтобы избавиться от алкогольного опьянения, и с помощью энзимных спреев убрали запах амасика изо ртов. Облаченные в церемониальные одеяния книжные жрецы библиотека безмолвно ожидали их. Мурза с Хавсером сняли ботинки и верх и верхнюю одежду. И книжные жрецы одели в костюмы посетителей. Мягкие комбинезоны кремового цвета с пришитыми перчатками и тапочками. Жрецы застегнули одежды вокруг их шеи, после чего собрали волосы и уложили под специальные шапочки. Мурза вытащил из рюкзака два инфопланшета. Жрецы раздвинули перед ними высокие двери. Огромный зал пустовал. За длинными столами для чтения никого не было. С высокого потолка на медных цепях в два ряда свисали триста светильников, освещая всю комнату. Казалось, будто они спускаются в очрево кита. Свет подвесных ламп тусклыми пятнами отражался от деревянных столов для чтения и влажно отблескивал от полированных черных железных стеллажей. выстроившихся вдоль стен. И где они, спросил Хавсер. По всему миру, самоуверенно заявил Мурза. Но, надеюсь, те, кто работает в лютеции, смогут сегодня встретиться с нами. Так вы хотите завербовать меня? Эта ночь может стать самой восхитительной в твоей жизни, Каз. Ответь на вопрос. Хорошо, хорошо, прошипел Мурза. «Только тише, а то книжные жрецы уже смотрят на нас». Хавсер оглянулся и увидел лица жрецов, неодобрительно смотревших сквозь декоративные отверстия раздвижной двери. Он понизил голос. «Вы собирались завербовать меня? Да. Слушай, я не знаю, Каз. Я просто не могу дать им все, чего они требуют. Они хотят все больше и больше. Я думал, если приведу им тебя... Все это мне очень не нравится на вид. Добром это не кончится. Просто подожди здесь, ладно? Жди здесь, а потом выслушай их. Возможно, ты не можешь их удовлетворить потому, что тебе нечего предложить на вид. Я не хочу, чтобы меня втянули в ваши игры. Пожалуйста, Каз, пожалуйста, мне нужно это. Я должен доказать им, что могу выполнять обещания. И ты увидишь, увидишь, что это может тебе дать. Я ни с кем не встречаюсь наугад. Мурза протянул ему один из инфопланшетов. Посиди здесь, прочитай это. Я отметил нужный файл. «Вернусь через минуту». С этими словами он поспешно вышел. Хавсер вздохнул и затем выдвинул кресло из-за ближайшего стола. Он включил инфопланшет, увидел раздел, который Мурза назвал для Каспера и открыл его. Рядом с разделом находилась иконка в виде игрушечной лошадки. Хавсер предпочитал читать на большом экране, а потому вставил планшет в разъем на столе. На торце стола открылась незаметная щель, и перед Хавсером вспыхнул метровый квадрат гололитического экрана, развернувшийся под оптимальным углом. На нем возникли и задвигались изображения. Поначалу это были обрывочные заметки, электронные страницы Фоксимиле, скопированные из потрепанного рабочего журнала Мурзы. Это Хавсер уже видел, так как за минувшие годы перечитал и обработал немало материалов Мурзы. В этом они рассчитывали друг на друга. Довольно часто после очередной экспедиции консерватории один занимался физическим архивированием найденных артефактов, а другой сопоставлял и редактировал их рабочие заметки для имперского каталога и научной публикации. Он привык к стенографии Мурзы, его раздражающим сокращениям, привычке к пропускам и комментариям на полях. Это определенно был черновик Мурзы. Хавсер улыбнулся древнему готическому шрифту, который Мурза всегда использовал для работы, и зарисовкам, которые тот сделал по памяти. Хотя страницы, похоже, были взяты из нескольких источников. Они представляли собой выдержки, отрывки, которые Мурза собрал из своих журналов за разные периоды. Хавсер узнал записи из более чем десятка экспедиций, в которых они были вместе за прошедшую пару лет. Если это связано с навязчивой идеей Мурзы, то его безумие длится уже действительно долго. Хавсер заметил ссылку на экспедицию в Тартус, в которую Мурза отправился за год до их встречи. Ученый оторвался от экрана. Звук. Возможно, один из книжных жрецов, но вокруг никого не было. Хавсер продолжил читать, пытаясь понять, что Мурза загрузил в файл. Казалось, между фактами и местами, отмеченными на видом, не было никакой связи. Что же он упускает и что здесь увидел Мурза? Просто безумие. Хавсер взглянул снова. Он мог поклясто, что услышал «Кто-то шел к нему, тихо ступая по каменной плитке библиотека. Возможно, это Мурза. Не души». Встав, Хавсер прошелся к дальнему концу стола и обратно. Он остановился, а затем резко повернулся. Ему показалось, будто какая-то тень проскользнула сквозь освещенную щель между раздвижными дверями. Всего лишь тень, закутанный в мантию человек. На вид позвал Хавсер «Молчание». Он сел обратно и вновь начал просматривать страницы. Здесь были аннотируемые изображения мест раскопок, а также артефактов, извлеченных из земли по всему миру. Все записи были сделаны в стиле Мурзы. Два артефакта были найдены во время лунных раскопок. Мурза был на Луне, он никогда не говорил об этом. Для такой работы требовалось специальное разрешение. Нужно было получить прямое указание от совета. Хавсер облокотился на спинку кресла. Возможно, Мурза просто изучал артефакты, добытые другими полевыми работниками. Он попытался найти даты раскопок и исходные коды, их не было. Все артефакты представляли с тобой статуэтки или амулеты из камня, глины либо металла. Собранные без всякого порядка, они были предметами бесчисленных культур, которые формировали огромное и слабо изученное лоскутное одеяло истории человечества. Одни насчитывали тысячу лет, другие десятки тысяч. Иные были настолько старыми или из неизвестного источника, что их происхождение было невозможно определить. Они не совпадали ни по возрасту, ни по географическому расположению. Их не объединяла ритуальная важность или религиозная практика. В них не было единства стиля или языка. Боевое знамя Пан-Пацифика Дума 500-летней давности находилось в файле между церемониальным синапсным шунтом нано-теритской доминацией, которому насчитывалось четыре тысячелетия, и обетной чашей из византийского Константинополя, изготовленной 30 тысяч лет назад. Их не объединяло совершенно ни. Кое-что их все же объединяло, теперь Хавсер начал видеть. Его учили замечать подобные вещи, и со своей работой он справлялся на отлично. Его память приближалась к эдетической, и прокручивая голоизображения, вращая некоторые из них в трех измерениях, Хавсер наконец увидел то же, что и Мурза. Глаза, стилизованные глаза, весь многообразный символизм глаз, походивших на глаза точек, циркумпунктов, монат, амфалов, символов оберегов. «Везде глаза», прошептал Хавсер. «Ты идиот, Навид. Это же так упрощенно. Каждая культура в истории человечества отмечала и отражала значение глаз в ритуалах и искусстве. Ты создаешь связи там, где их нет. Небольшие сходства свидетельствуют лишь о том, что эти вещи создали люди. Фуга ради, Навид. Ты видишь в истории некий умысел, какие-то традиции просветительства, оккультную непрерывность. Но все это чушь. Твой разум просто пытается увидеть смысл в тенях на стенах пещеры. Но смысла-то нет. Просто тени на вид. Это всего лишь... Хавсер моргнул. Его кожа защипала. Скорее всего, из-за сухого тепла, библиотека и слишком плотной одежды. Он остановился на изображении Урея или Оаджета. Это был частично поврежденный амулет в традиционной форме глаза и слезы. Здесь на вид особо отметил, что амулет был создан 30-35 тысяч лет назад и состоял из сердолика, золота, ляпис, ляпис, лазури и фарфора. Уаджет Урея прекрасно отображает абсолютную двусмысленность глаза. Как символ мотива бежало хаотичное помечание на вида. Особенно фаровскую эру, когда он был талисманом защиты, покровительства и гнева, злого умысла. Он одновременно зло и добро, добро и свет с тьмой. Он позитивный и отрицательный. Уаджет позже известный как Око Гора, можно сказать, является собой двуличие. Предмет или особа, у которого есть два совершенно разных аспекта. Но это предательское и изменчивое значение может быть сглажено, переиначено, особенно тем, что Уаджет космологически нейтрален. Глаз агрессивный и пассивный, защитный и атакующий. Значение зависит от того, кто или что его использует. Это было упрощенное заключение. Мурза как ученый определенно был способен на куда большее. Но почему Навид делал эти записи с такой спешкой и неточностью? Хавсер удивлялся, почему не может оторвать взгляд от глаза на гололитической проекции. Глаз смотрел прямо на него, словно призывая отвести взгляд и бросая вызов его пренебрежению каракулям Навида Мурзы. Он смотрел на него немигающим взором. Зрачок не двигался, его окружала небесно-синяя радужка. У Хавсера заслезились глаза. Он не мог ни моргнуть, ни отвести взгляд. Он попытался повернуть голову или перебороть силу, державшую его веки и заставлявшую глазные яблоки зудеть. Руки Хавсера вцепились в столешницу. Хавсер хотел отодвинуться, разорвать контакт, как будто изображение было живым электрическим проводом, который он задел и теперь не мог отдернуть руку. Это походило на попытку вырваться из объятий дурного сна, не желавшего отпускать его. Глаз больше не был синим. Он стал золотым с черной точечкой зрачка. Он треснулся затылком о пол. Череп пронзила жуткая боль. Хавсер сумел опрокинуть стул и упасть на спину. Его войлочные туфли торчали в воздухе, что казалось бы смешным, если бы не боль. Кажется, он неплохо приложился головой. Возможно, он получил сотрясение мозга. Хавсер чувствовал себя плохо. Он чувствовал себя странно. Что сейчас случилось? Мурза встроил в файл какой-то гипнотический образ, влияющий на подсознание изображение. Ученый встал и тяжело облокотился на край стола. Затем Хавсер вытащил инфопланшет из разъема, стараясь не смотреть на гололитический дисплей. Изображение погасло, он сделал несколько глубоких вдохов, а после нагнулся и поднял стул. От этого движения у него закружилась голова и к горлу подступила тошнота. Хавсер выпрямился, стараясь успокоиться. В дальнем конце комнаты кто-то был. Фигура стояла в 20 метрах от него в конце ряда столов у внутренних стеллажей, которые располагались по ту сторону раздвижных дверей. Она смотрела на ученого. Хавсер не видел ее лица. Фигура носила те же мягкие бежевые одеяния, что и он, но ее голова была скрыта под капюшоном, подобно монашескому клобуку. Ее руки были прижаты к телу, ее пропорции казались мягкими и почти округлыми. В одежде библиотеха фигура напоминала голого человека, который резко похудел и теперь на нем складками повисла кожа. В полутьме силуэт походил на призрак. «Кто ты?» спросил Хавсер. Его голос эхом прокатился по сумрачной пещере библиотеха. Фигура не шевельнулась. Она смотрела прямо на него. Хавсер не видел ее глаз, но знал, что так и есть. Ученый хотел увидеть ее глаза. Он чувствовал, что ему это нужно. «Эй!» позвал он снова. Хавсер шагнул вперед. «На вид!» «Это ты?» «Что происходит?» Ученый пошел к фигуре. Та не двигалась, продолжая смотреть на Хавсера. В сумраке бежевый силуэт был столь тусклым, что казался едва ли непрозрачным. «На вид!» Фигура в карпюшоне вдруг развернулась и направилась к декоративной железной раздвижной двери во внутреннее книгохранилище. «Стой!» крикнул Хавсер. «На вид!» «Вернись!» «На вид!» Закутанная фигура продолжала идти. Она прошла за дверь и исчезла в тени. Хавсер бросился за ней. «На вид!» Он вошел во внутреннее книгохранилище. В тусклом свете перед ним во все стороны расходились длинные ряды красивых деревянных стеллажей по 12 метров высотой. На равных промежутках к каждому стеллажу крепились медные стремянки, которые на безинерционных перилах могли двигаться вверх и в стороны, позволяя читателю добраться до самых дальних полок. Стоило Хавсеру войти, как от тепла его тела включился электронный каталог соседних полок. Загорелись гололитические метки и откуда-то раздался приятный голос. Восточная литература Холл Хом Восточная литература подраздел Томицель Томас Работы Восточная литература Хом Хом Продолжение Тишина приказал Хавсер Приятный голос пропал. Гололитические метки продолжали вспыхивать впереди и гаснуть, когда он проходил мимо. «Эй!» крикнул он. Хавсер пошел назад и проверил другой ряд. Как мог тот человек исчезнуть так быстро? Краем глаза он заметил движение и повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как фигура в капюшоне пересекла проход между стеллажами. Он бросился за ней, но когда добрался до нужного перекрестка разделов, там никого уже не было. Только у полок медленно гасло несколько гололитических меток, словно их перед этим активировало тепло недавно прошедшего здесь человека. «На вид! С меня хватит!» завопил Хавсер. «Заканчивай свои игры!» Что-то заставило его обернуться. Фигура в капюшоне стояла позади него, прямо позади него, бесшумная и призрачная. Человек медленно развел руки, будто крылья, словно жрец, призывающий божество. В руке он сжимал нож. Это был ритуальный клинок, а там Хавсер сразу узнал его, орудие для жертвоприношений. «Ты ненавид!» прошептал он. «Выбор должен быть сделан!» Каспер Хавсер произнес голос. Говорил не Мурза, но и не фигура в капюшоне. Сердце ученого сжал страх. «Что за выбор?» выдавил он. «Ты можешь многое предложить, и мы будем рады сотрудничать. Мы получили бы взаимную выгоду, но ты должен сделать выбор, Каспер Хавсер». «Я все еще не понимаю», ответил Хавсер. «Где Мурза?» Он сказал, что привез меня встретиться с людьми, с которыми работает. «Это так!» На вид Мурза разочаровал нас. Он опрометчив, ненадежен, ненадежный слуга, ненужный свидетель. И мы ищем кого-то более подходящего для наших задач, кого-то, кто знает, что ищет, кого-то, кто может узнать правду, кого-то, у кого лучшие глаза, тебя. «Думаю, ты спутал меня с идиотом, который захочет вступить в жалкое тайное общество», яростно ответил Хавсер. «Сними этот глупый капюшон, покажи лицо. Это ты, Мурза? Это еще одна твоя глупая игра». Фигура в капюшоне шагнула вперед. Казалось, она почти скользила. «Ты должен сделать выбор, Каспер Хавсер», сказал голос. Хавсер понял, что звук раздается со всех сторон. Он определенно исходил не от фигуры. Это был мягкий и стилажей. Как может что-то или кто-то говорить с ним через систему библиотеха? «Ты должен сделать выбор, Каспер Хавсер». Хавсер услышал вскрик Навида. Это был не просто возглас, но крик боли. Он повернулся спиной к человеку в капюшоне и направился вдоль прохода, не переходя на бег, но шагая очень быстро. «Ты должен сделать выбор», по пути на нас и мы многое откроем тебе. «На вид», позвал Хавсер, игнорируя голос. Впереди показался перекресток. В конце одного из проходов стояла библиотечная стремянка. Мурза был привязан к ее медным поручням за запястье. Полусогнутый он лежал на полу, его ноги были вытянуты к центру перекрестка. Руки задраны вверх, туго затянутыми путами. Он казался одурманенным или скорее оглушенным. Возле него неровным полукругом стояло еще шесть фигур. «Ты должен сделать выбор», произнес голос. «Что вы с ним собираетесь сделать?» потребовал Хавсер. «Ты должен сделать выбор, посмотри на нас, и мы многое откроем тебе. То, что ты и вообразить себе не мог». Мурза слабо застонал. Не обращая внимания на фигуры в капюшонах, Хавсер присел рядом с Мурзой и приподнял его голову. Лицо Навида раскраснелось и вспотело. В его глазах читался страх. «Кас!» пробормотал он. «Кас, помоги мне, мне так жаль. Ты им понравился, ты их заинтересовал. Почему?» «Не знаю, они не говорят мне, я лишь хотел представить тебя, показать, что полезен для них, что могу приводить нужных им людей». «Ох, Навид, какой же ты дурак!» «Пожалуйста, Кас!» Хавсер взглянул на стоящие позади фигуры в капюшонах. «Мы уходим отсюда», сказал он с большей уверенностью, чем чувствовал на самом деле. «Мы с Навидом собираемся покинуть это место». «Ты должен сделать выбор, Каспер Хавсер», сказал приятный искусственный голос. «Нет, не должен». «Должен. Мы пригласили тебя. Мы не разбрасываемся подобными приглашениями. Ты исключительное существо, а это исключительное предложение. Ты недооцениваешь силу того, что мы предлагаем разделить с тобой. Именно это ты искал всю жизнь». «Это ошибка», произнес Хавсер. «Единственная ошибка сказать «нет, Каспер Хавсер», ответил голос. «Сказать «да», куда проще. Значение ответа «да» должно быть понятным для человека с твоим образованием. Оглянись». Хавсер моргнул. Он посмотрел на Мурзу. Фигуры вздымавшиеся силуэты стеллажей, уходящие вдаль проходы. «Разумеется», сказал он, «ритуал на пересечении путей, символизирующий единство сходящихся направлений. Восемь адептов делают предложение одному послушнику. Их лица скрыты под масками. Знамения тайны, которые откроются после инициации. Это вариация посвящения колдовские культы эра раздора». «Какого? Сектор окновер? Иллюминаты? Когнете?» «Это неважно», ответил голос. «Нет, потому что все это показное, верно?» отозвался Хавсер. «Покупатель будет бдителем. Новичок ничего не узнает, ни истин, ни названий, ни имен, до завершения инициации, когда уже будет слишком поздно. Разглашение ведь нарушит секретность. Я знаю, чего вы от меня хотите. Ты должен сделать выбор. Восемь адептов, но их всего лишь восемь, священное число. Чтобы принять кого-то, другой должен уйти, и один совершил ошибку, нарушил секретность. Мурза вновь застонал. Он слабо дернулся в узок, отчего поручни стремянки задребезжали. Человек в капюшоне протянул Атам Хавсеру. «Только не это, касс!» захныкал Мурза. «Пожалуйста!» Хавсер взял нож. «Ты ведь сам влез в это болото на вид!» произнес он. Хавсер резко взмахнул ножом. Мурза завизжал. Связывающий его запястье шнур распался. Выставив перед собой Атам, Хавсер обернулся к фигурам в капюшонах. «Проваливайте к фугу!» выкрикнул он. На миг полукруг фигур заволновался. Потом они задрожали. Мягкие, кремового цвета костюмы начали подергиваться, словно к ним подвели шланги, накачивающие их воздухом. Они начали раздуваться, становясь уродливыми, комковатыми, искажаясь от неестественных внутренних движений. Костюмы раздувались, круглели, будто воздушные шары. Вдруг раздался громкий вой, который становился все громче и громче. Он доносился из голосовой системы стеллажей. Мурза и Хафсер зажали уши. Достигнув пика, виск оборвался. Капюшоны содрогающихся фигур откинулись, и из них вырвался пар. Он был золотистого цвета и улетучился практически сразу, будто дым. Опустевшие и обмякшие семь комбинезонов бесшумно упали на пол. Хафсер пораженно уставился на скомканные одеяния. В них ведь только что были люди. Даже наиболее совершенная телепортация не смогла бы извлечь их из одежды. Он судорожно выдохнул, пытаясь унять нарастающую панику. Это был особый страх, который он очень редко чувствовал. Водившийся за ним еще со времен детства в общине из-за кошмаров. в которых нечто скреблось ему в дверь. Захныков мурзав цепился за нестремянки, которые ранее был привязан. «Вставай», произнес Хафсер. Он почувствовал что-то на щеке, но оно было слишком холодным для слезы. В библиотеке начал падать снег. Он опускался мягко и тихо. Снег летел из затхлого мрака над стеллажами, блестя в свете ламп, словно звездный свет. «Снег?» прошептал Хафсер. «Что?» пробормотал мурза. «Снег! Откуда здесь снег?» удивился Хафсер. «Ты о чем?» безучастно спросил мурза. Хафсер отошел от него и, глядя во тьму, поднял руки ладонями вверх, чтобы ощутить холод снежинок. «Великая терра!» прошептал он. «Это неправильно, снега же не было». «Этого ведь не было», произнес Хафсер. «Твоя история настолько правдива, что и снег здесь покажется уместным», ответил длинный клык. Рунический жрец тра лежал в проходе слева от Хафсера, откинувшись на стеллаж, будто на оранжевую стену особняка на планете у далекой звезды. Кровь на боку запеклась подобно рыжей ржавчине, и он больше не выдыхал кровавый пар. Важными и красными, резко контрастируя с почти бесцветной кожей. «Как ты можешь быть здесь?» спросил Хафсер. «Я не могу», вздохнул длинный клык. «Это ведь ты со мной, помнишь? Это же твое сказание». «Каз», произнес Мурза, «Каз, с кем ты говоришь?» «Не с кем», отозвался Хафсер. Снегопад немного усилился. Хафсер опустился на колени рядом с длинным клыком. «Так тебе понравилась моя история?» «Да, я почувствовал твой страх, но его страх я почувствовал еще больше». Длинный клык кивнул на Мурзу. «С кем ты говоришь, Каз?» крикнул Мурза. «Каз, что происходит?» Он прыгнул выше головы, сказал Хафсер длинному клыку. «Он никогда не заслуживал доверия», ответил жрец. «Тебе следовало почуять это с самого начала. В твоей истории он казался более лучшим и надежным другом, чем я вижу сейчас. Ты слишком доверчив, скальп, из-за этого люди используют тебя». «Не думаю, что это правда», сказал Хафсер. «Что за правда?» взвыл Мурза. «Ты кажешься старым», сказал длинный клык, взглянув на Хафсера. «В этой истории я куда моложе, чем ты меня знаешь». «Мы сделали тебя лучше», ответил длинный клык. «Почему здесь идет снег?» спросил Хафсер. «Я люблю снег», сказал длинный клык. «Это снег Фенриса, снег близящейся зимы. Помоги мне встать». Хафсер протянул воину руку. Жрец ухватился за нее и поднялся. На этот раз скальп не почувствовал никакого веса. На полу библиотеке осталась лужа крови. Снегопад усилился еще больше. «Пошли», сказал воин и побрел по проходу. Хафсер пошел следом. «Каз, Каз, куда ты идешь?» крикнул Мурза. «Что будет дальше?» спросил длинный клык. «Я заберу его в пансионат, приведу в порядок. Мы поговорим по душам. Попытаюсь оценить ту пользу, которую он представляет для программы консерватории с точки зрения его знаний, способностей и чистого упорства против огромного недостатка в том, что он якшался с оккультистами дилетантами. И что ты решишь? То, что он ценный товар, то, что не нужно выносить ссор из избы. Я поверил ему, когда он поклялся порвать со старыми связями и окружением, чтобы посветить все. Ты должен был почуять его предательство. Возможно. Но в течение десяти лет после той ночи мы работали вместе. Проблем больше не было. Он был превосходным полевым исследователем. Мы продолжали сотрудничать, пока он не погиб в Осетии. Проблем больше не было? Спросил длинный клык. Нет. Никогда? Никогда, ответил Хавсер. Кас! Эхом разнесся голос Мурзы. Казалось, будто он донесся издалека, заглушаемый расстоянием и снегом. Кас! Кас! Тебе понравилось сказание? Спросил Хавсер. Оно развлекло тебя? Отвлекло? Оно было довольно забавным, сказал длинный клык, но явно не лучшим из твоего репертуара. Уверяю тебя, что лучшим, ответил Хавсер. Длинный клык покачал головой. В его бороде блеснули капельки крови. Нет, у тебя будут лучшие сказания, произнес он. Куда лучшие? Но даже теперь это не лучшее из того, что у тебя есть. Это самое поразительное событие, произошедшее со мной в старой жизни, сказал Хавсер с некоторым вызовом. В нем было наибольшее малефико. Ты знаешь, что это не так, ответил длинный клык. В глубине души ты знаешь это. Ты отрицаешь себя. О чем ты? Снег стал густым. Он лежал на полу и хрустел под ногами. Хавсер видел, как дыхание паром вырывается изо рта. Светлело. Стеллажи казались теперь лишь черными плитами среди снежной бури. Словно каменные монолиты или невероятно огромные стволы деревьев. Куда мы идем? спросил Хавсер. В зиму ответил длинный клык. Значит это тоже сон. Не больше чем твой рассказ скальп. Смотри. Неоново белый снег обжигал глаза. За краткий яркий миг зимнего дня отражая лучи стоящего в зените солнца. Воздух был прозрачным словно стекло. К западу за мощным снегопадом и могучим хвойным лесом возвышались горы. Они были белыми, столь же чистыми и острыми, как клыки. Хавсер понял, что темные свинцовые небеса позади них вовсе не были грозовыми облаками. то были другие горы, еще более высокие, столь необъятные, что при одном их виде человек чувствовал себя насекомым. Там, где утесы подобно шипам пронзали небо, сгущались ужасающие штормы зимнего сезона Фенриса, суровые, словно отцы боги, и непредсказуемые, как и лживые демоны. Через час, в лучшем случае через два, солнце скроется, а вместе с ним погаснет и свет, после чего штормовые тучи смертоносной волной захлестнут вершины гор. Их ярость будет смертоубийственной, словно у воинов, бросающихся на нерушимую стену щитов, а снежные облака, наколотые на скальные пики, просыплют свое содержимое на долину. Асахеем от холода Хавсер едва мог говорить. Казалось, его кровь обратилась в лед. Да, произнес длинный клык. Я прожил в Эдте целый великий год, но так ни разу и не побывал снаружи. Я никогда не видел вершину мира. Но теперь видишь, сказал длинный клык. Что мы здесь делаем? Молчим, ответил длинный клык. Это уже мой рассказ. Рунический жрец стал спускаться вдоль снежного намета посреди бескрайнего снежного поля. Он шел широким шагом, опустив голову. Из-за паутина белой шкуры на плечах длинный клык казался невидимым. В руке он сжимал длинное стальное копье. Пригнувшись, Хавсер старался идти след в след с длинным клыком. Снег был настолько слежавшимся, что следов практически не оставалось. Дыхание вырывалось изо ртов длинными струями пара, походившими на реющие шелковые знамена. Снег замедлил свое медленное нежное падение. Из гор пришла метель. На ветру закружились хлопья, сплетаясь в потрясающий узор. Хавсер ощутил на лице покалывание. Вдруг все вокруг потускнело. Небо заволокло тенями. На горизонте возник серый туман. Казалось, словно солнце отвратило от них свой лик. Как будто кто-то накинул пелену или задернул ширму. Солнечный свет не исчез полностью. Обжигающие ярко желтые лучи отражались от заснеженных вершин горного хребта. Но внизу, там, где был Хавсер, снег внезапно приобрел темно-холодный жемчужный цвет. Длинный клык поднял руку. Внизу у леса медленно брело стадо огромных зверей. Это были гигантские травоядные животные, помесь бизона и лося, покрытые черной шкурой. Их костяные рога походили на раскидистые кроны деревьев. Хавсер услышал их сердитое фырканье. «Саинеки!» прошептал длинный клык. «Не шуми! Их рога действуют, как акустические отражатели. Они услышат нас задолго до того, как мы подберемся на бросок копья». Хавсер понял, что также сжимает в руках копье. «Мы охотимся?» «Мы всегда охотимся», ответил длинный клык. «Если они услышат нас, то убегут?» «Нет, нападут на нас, чтобы защитить детенышей. Их рога острее и длиннее наших копий, скальт. Не забудь упомянуть об этом сказании». «Я думал, это твое сказание», длинный клык усмехнулся. «Я лишь хочу, чтобы ты разобрался в деталях». «Хорошо, следи за опушкой», добавил длинный клык. Хавсер повернулся, чтобы посмотреть на край леса. Сквозь метущий снег он видел вечно зеленую, высокие стволы деревьев походили на торцы стеллажей библиотеха. Он знал, что даже в полдень солнечные лучи не могли проникнуть сквозь мшистую тьму еловых полян. «Зачем?» спросил он. «Затем, что возможно, охотимся не только мы», ответил длинный клык. Хавсер сглотнул. «Жрец?» «Да». «В чем смысл этой истории? Зачем мне ее рассказывать?» «Смысл в ее смысле. Очень поучительно. Я имею в виду, что мне следует извлечь из нее. Пора поведать тебе одну из наших тайн», ответил длинный клык, «хорошую тайну, кровавую». Словно подчеркивая последнее слово, Хавсер почуял запах крови. Он чуял кровь длинного клыка. Чуть позже до него донесся и другой запах, запах навоза. Он почуял Сейнеки. Ветер изменился. Он принес с собой вонь стада. Клубящиеся облака неслись на крыльях ветра. Солнце засияло вновь, словно включенная лампа. Они были черными точками на бескрайнем неоновом поле. Они были как на ладони. А огромный самец, возглавляющий стадо, повернул бородатую морду и громогласно затрубил через ноздри размером с коллекторной трубы. Он тряхнул раскидистыми рогами. Стадо заволновалось, а затем огромные тела с ревом и криком сорвались в голову, подняв за собой клубы снежной пыли. Вожак отделился от убегающего стада и понесся вверх по склону. «Вот дерьмо!» выкрикнул Хавсер. Размер животного не укладывался в голове. Четыре или все пять метров в высоту сколько тонн и огромные рога шириной с крылья десантного корабля. «Уходи!» закричал длинный клык. Сам он не собирался убегать, уже приготовившись метнуть копье. Вожак приближался. Он был слишком крупным, высоким и тяжелым, чтобы развить сколь-нибудь приличную скорость. Но ее заменяли решительность и свирепость. «Я сказал «Уходи!» повторил длинный клык. Хавсер побрел по снегу за спину жрецу. «Нет! В сторону! В сторону!» приказал длинный клык. Хавсер постарался убраться как можно дальше от жреца и атакующего вожака стада. Если зверь растопчет длинного клыка, то его и подавно. Поэтому Астартес приказал ему сменить направление, чтобы не оказаться у зверя на пути. Учитывая размах рогов, уходить ему придется довольно далеко. Бежать по снегу было трудно, скальд уже запыхался. Казалось, будто он оказался в своем прежнем человеческом теле, которое носил перед Фенрисом. Скальд вновь стал старым, слабым Каспером Хавсером. Для каждого шага ему приходилось как можно выше поднимать ноги. Снег цеплялся в него мертвой хваткой. Флюоресцентно яркий свет сжег глаза. Он оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть бросок длинного клыка. Копье вспыхнуло на ярком солнечном свете. Похоже, оно попало в гигантское животное, но утонуло в черной косматой шерсти. Вожак продолжал наступать. Длинный клык пропал в поднятых клубах снега. Хавсер невольно выкрикнул имя жреца. Вожак стаи повернулся к нему. Хавсер развернулся и побежал. Он знал, что это бесполезно. До скальда доносился приглушенный топот, фырканье, пыхтение и плескание жидкостей в желудке. Он почуял зловонное дыхание зверя и брызги слюны, слетающие с гигантского лилового языка. Зверь вновь взревел, подобно Карниксу. Хавсер знал, что ему не скрыться, в любой момент ожидая удара рогов в спину. Хавсер развернулся и метнул копье. Оружие было слишком тяжелым. Копье даже не долетело до вожака, хотя тот был всего в пяти метрах. Хавсер упал на спину. Беспомощный, он широко открытыми глазами смотрел на приближающуюся смерть. Сбоку на Саенеке набросился черный волк. Он походил на обычного волка, пока Хавсер не сравнил его с Саенеке, который был размером с крупнейших тиранских динозавров. Хищник бросился на загривок жертве и сомкнул челюсти на ее сгорбленных плечах, где находились запасы зимнего жира. Вожак поднял голову и мучительно заревел. Он принялся мотать головой, пытаясь зацепить хищника рогами и сбросить его, но волк продолжал держаться. Из сжатых челюстей вырвалось влажное рычание леопарда, частично приглушенное шкурой Саенеки. По бороде животного побежала черная, как смоль кровь, и оросила снег перед его передними копытами. Она потекла по густой темной шерсти. Саенеки снова фыркнул, его рот и нос наполнились розовой пеной. Налитые кровью глаза, скрытые под нависающей бахромой зимнего меха, наполнились отчаянием и безумием. Сначала зверь тяжело упал на передние колени, затем подогнулись и его задние конечности. Наконец вожак накренился и рухнул на бок, словно опрокинувшаяся яхта. Хавсер увидел, как огромный вываливающийся язык Саенеки судорожно облизывает оскаленные желтые зубы. Дыхание зверя вырывалось облаками пара, будто сломавшаяся паровая машина. Вытекавшая из его пасти кровь дымилась на снегу. Волк держал свою добычу, пока та не испустила последний ракочущий вздох и лишь затем разжал челюсти. С его пасти стекала кровь. Принюхавшись, зверь дважды оббежал вокруг туши. Остановившись у морды добычи, он поднял голову со стоящими торчком ушами и взглянул на Хавсера. У волка были золотые глаза с черными точечками зрачков. Хавсер посмотрел на него в ответ. Он знал, что даже если встанет, зверь все равно окажется выше него. На Фенрисе нет волков. Хавсер огляделся. Длинный клык стоял рядом с ним, внимательно смотря на зверя. Очевидно, это не так, пискнул Хавсер. Длинный клык усмехнулся. Ну же, Скальт, думай, на Фенрисе не было волков до нас. Длинный клык взглянул на волка. Он дважды помог защитить тебя, произнес жрец. Что? Когда ты видел его в последний раз, он носил другое имя, продолжил длинный клык. Тогда его звали Бром. Черный волк развернулся и понесся к лесу, мгновенно набрав скорость, как это умеют только лучшие из хищников. Затем зверь исчез во мраке огромных елей. Спустя пару секунд Хавсер увидел во тьме волчьи глаза, яркие, желтые с черными точечками зрачков. Ему потребовалось еще пару мгновений, чтобы понять, что из лесных теней за ним следят десятки тысяч глаз. «Объяснись, будь добр», сказал Хавсер. Он был зол и чувствовал странный холод, несмотря на омывающий двор волны жара. «Что значит, тогда его звали Бром? Что ты хотел этим сказать?» Длинный клык молчал. Он насмешливо смотрел на Хавсера, словно все отрицая. «Но это же смешно», воскликнул Хавсер. «Ты все выдумал. Это история меда, обычная история меда». Он надеялся, что его слова вызовут хоть какую-то реакцию, заденут некую струну в старом жреце и что тот откроет ему истину. Но длинный клык молчал. «Что ж, думал, твое сказание будет лучше», произнес Хавсер. Услышав шаги позади, скальт обернулся. К ним шли медведь и эско разбитая губа. Обоих воинов покрывала засохшая кровь воинов тишины. Хавсер вновь стал слышать непрестанный гул, лязг последнего боя, который бушевал вокруг пропасти. «Скажи ему, чтобы он рассказал мне правду», воскликнул Хавсер, поднимаясь навстречу медведю. «Скажи ему, чтобы он не оскорблял меня загадками». Медведь присел возле жреца. Он прислонил топор к оранжевой стене и коснулся горла старого воина. Эско наблюдал за действом, вытирая бегущие из носа тонкие струйки крови. Медведь поднялся и взглянул на Эску. «Что?» спросил Хавсер. «Хиарот длинный клык умер», произнес Эско. «Как?» «Нет, ему было больно, но он исцелялся». Судя по биоследу доспехов, его нить оборвалась двенадцать минут назад, констатировал медведь. «Но я ведь только что говорил с ним», возразил Хавсер. «Я ведь только что говорил с ним, я видел, как он исцелялся». «Нет, скальп, ты видел длинного клыка сквозь остаток его боли», сказал Эско. «Надеюсь, твое сказание было хорошим». «Но я смотрел за ним, пока он выздоравливал», настаивал Хавсер. Медведь покачал головой. «Он продержался достаточно долго, чтобы приглядеть за тобой», ответил воин. Хавсер пристально взглянул на подпирающую стену тело рунного жреца. Ему было что сказать, но он не мог выдавить из себя ни звука. К ним приблизились остальные. Хавсер узнал на йота плетущего нити, волчьего жреца Тра. Он пришел в сопровождении свиты Трелла, облаченных в лоскутные кожаные плащи. «Отвернись», приказал Эско разбитая губа. Девятая глава. Двенадцать минут. Все сорок недель путешествия он думал о тех двенадцати минутах. Сделав свою работу, Тра оставили сороковую экспедицию защищать Аламскую тишину. Невеселая работа похоронной команды, которая займет три года и фактически закончит странствие самой экспедиции. Тра вызвали на следующее задание. Хавсеру не сказали, на какое именно. Он не спрашивал и не ожидал, что ему расскажут. Чего он действительно ждал, так это недовольство за смерть Хиарота длинного клыка. Он чувствовал, что вина за его гибель падает на него. А если добавить к этому высокий статус ветерана, Скальд не надеялся, что продолжит общаться с волка Фенрика. Или если на то пошло, что останется в живых. Но упреков не последовало. Когда корабль отправился в путь, рота всего лишь собралась обсудить насущные дела. Хавсеру дали простые указания. Они придут к тебе, сказал медведь. Выслушаешь их сказания. Кто придет, спросил Хавсер. Все они, ответил медведь, словно это был глупый вопрос. Это был глупый вопрос, уточнил Хавсер. Других у тебя не бывает, фыркнул медведь. Выслушай их сказания. И они действительно начали приходить к нему. Каждый воин тра по одному или небольшими группами. Они приходили и рассказывали Хавсеру сказания о хиароте длинном клыке. Их было множество. Некоторые были просто разными версиями одного события, пересказанного очевидцами. Некоторые противоречили друг другу. Некоторые были короткими. Некоторые длинными и нескладными. Некоторые забавными. Некоторые жуткими. Большинство устрашающими и кровавыми. Многие описывали случаи, когда длинный клык спасал рассказчику жизнь или давал ценный урок. В них выражались благодарность и уважение. Хавсер запоминал их все, полагаясь на эдетические приемы и обучение консерватории. В конечном итоге у него накопилось 432 различных сказаний о руническом жреце. Некоторые сказания являлись сухой и невыразительной констатацией фактов. Другие были поведаны опечаленными воинами, переживающими гибель Хиарота. Иные из волков оказывались очень скверными рассказчиками, и ему приходилось просить их по нескольку раз повторять одни и те же эпизоды, чтобы понять, о чем идет речь. Кое-кто стремился настолько быстро рассказать историю, что упускал ключевые моменты. Встречались сказания, больше походившие на запутанные клубки, которые ему приходилось распутывать. Слышал он из сказания исполненные веселья, в которых длинного клыка вспоминали с большой любовью. В таких случаях Хавсеру часто приходилось делать паузы, пока рассказчики изо всех сил пытались справиться со смехом и закончить рассказ. И все время, пока он слушал истории, серьезные или шутливые, Хавсер думал о 12 минутах. Хиаро длинный клык остался с ним на протяжении 12 минут, чтобы закончить историю и поделиться истиной. 12 минут после угасания биоследа, 12 минут жизни после смерти. Хиаро длинный клык украл 12 минут у земель мертвых не без причины. Но для чего? Чтобы уберечь его, показать что-то или доказать? После истории начались поминки. Тело длинного клыка, помещенное в стазисную капсулу, отошлют обратно на Фенрис, где его сожгут посреди ледяных полей Асахейма, на каком-нибудь высоком холме, с видом на лесные тропы Саенеки, где старому жрецу нравилось охотиться, но это будет иное прощание. Рота собралась в одном из основных отсеков корабля, где будет справлять тризну о длинном клыке столько дней и ночей, сколько будет продолжаться сага Хавсера. Багобой немного пожалел Хавсера. Он предупредил, что тому следует попрактиковаться в драматической декламации и выстроить сказания таким образом, чтобы небольшие фрагменты шли между длинными эпичными историями. Воин сказал, что Скальп ни при каких обстоятельствах не должен спешить. В рассказе необходимы долгие перерывы, часов по десять и более. Эти периоды раздумий также удлиняют церемонию. Декламация должна вестись на ювике, жаргоне для очага, потому что это было одно из его торжественных и священных предназначений. Кермины Вургена могли использоваться лишь для того, чтобы украсить повесть специфическими деталями. Корабль, на котором летела Тра, назывался Нитхёг. Хавсер не рассчитывал, что военные корабли Влкаф-Энрико будут напоминать крейсеры остальных легионов Астартес, кроме, возможно, основ конструкции. Скальп не видел других кораблей Астартес, но ему доводилось путешествовать на нескольких имперских кораблях. И в сравнении с ними Нитхёг казался действительно иностранным. У Хавсера сложилось впечатление, что Влкаф-Энрико считает свои корабли и трансатмосферники чёлнами, а космос частью терзаемых штормами океанов родного мира. Изнутри корабль был отделан костью, полированными бивнями и деревом, будто вэтье. Это был крейсер времён эры объединения, который постепенно улучшали и дорабатывали так, что практически все старые отличительные особенности стёрлись, а на их месте возникли совершенно иные. Микроклимат был установлен ниже имперских стандартов, поэтому на Нитхёге было темнее и прохладнее, чем на любом корабле, на котором Скальд прежде путешествовал. «Слишком много тепла», вспомнил Хавсер, дрожа в углу жилого отсека, делает человеком медлительным. Слишком много света и зрение человека ухудшается. На большинстве палуб царил сумрак. Место для поминок являло собой трюм, который использовали только для особых случаев. Лишь столь почётный воин волка Фенрико, как длинный клык, заслуживал такого торжественного прощания. Трюм напомнил Хавсеру подулийные трущобы, Фавилу на помойке города Старой Терры. В нём было грязно, замусорено и темно. Практически все поверхности почернели от сажи. Ворох незакреплённых кабелей, изоляции, сломанных металлических штанг, потолочной прокладки и запутанных проводов свидетельствовали о том, что место за прошедшие годы было заброшено или переоборудовано, а возможно и то и другое. Принесённую растопку зажгли под закопчёнными трубами вытяжки трюмной вентиляции. Отсек наполнился едким дымом. Хавсер решил, что на этом уровне аварийные системы давно вышли из строя или были отключены. Он сидел у стены, наблюдая за подготовкой к церемонии. По поверхностям прыгали выхваченные языками пламени тени. Панели из кости, покрывавшие большую часть трюма, были украшены замысловатыми узорами из узелков, созданными по тому же древнему способу, что был виден на доспехах, оружии стаи и особенно на защитных кожаных масках воинов. Хавсер ощупал во мраке поверхность стен, касаясь их там, где заканчивался один рисунок и начинался другой. Работы резчиков отличались, словно почерк или голос. Он понял, насколько Нитхёк древний. Двести, возможно, даже двести пятьдесят лет. Скальд считал волка Фендрика хорошо организованным механизмом, с древними благородными традициями. Но этот корабль спустили со стапелей еще до того, как Шестой Легион покинул Теру и оказался на хладном Фенрисе. Хавсер посвятил большую часть своей жизни истории. И вот теперь она была у него прямо перед глазами. Он осознавал масштаб событий, но никогда прежде не думал о том, насколько разнится скорость, с которой они разворачиваются. Долгие, медленные промежутки неизменных эпох технологий походили на бесконечное жаркое лето. Они были тусклыми и непримечательными по сравнению с двумя пышущими жизнью столетиями, которые успел повидать на своем веку Нитхек. Изменение судьбы человечества, возвращение его владений. Был ли другой такой корабль, который просуществовал так долго, или стал свидетелем стольких знаменательных событий. Постепенно начали собираться воины тра. Все они были облачены в шкуры и кожаные одеяния. Они были тенями с мордами животных, призраками в масках. Хавсер чувствовал резкий нефтяной запах меда. Меда было очень много. Вокруг незаметно передвигались треллы в рогатых шапках и длинных рваных плащах из лоскутов кожи. Снова и снова наполняя чаши воинов. Они также принесли корзины с сырым мясом, чтобы подпитывать ускоренный метаболизм астартес. Зазвучали барабаны, хотя в них не было единого ритма. Казалось, для барабанщиков было делом чести не вопасть в такт с другими инструментами. Грохоча одновременно с грубыми свирелями и трубами из костей рогов барабаны предназначались для шума, своего рода бури антимузыки. Некоторые инструменты представляли собой обручи из дерева или кости, либо даже разогретых и согнутых клыков с натянутой между ними кожей. Другие были гигантской рыбьей чешуей или же пластинами прокованного металла, которые, как позже понял Хавсер, являлись частями вражеской брони, взятых в качестве трофеев. Эти барабаны звенели, словно цимбалы и сестры. Ни о какой субординации не было и речи. Воины подходили к костру и оставляли подношение в пепле. Они клали бусинки или небольшие трофеи, когти и рыбьи зубы, небольшие фигурки из костей и воска, а также панцири, покрытые вычурным узором и украшенные перьями морских птиц. Оставив дар, волки набирали горсть пепла, снимали маски или весь головной убор и наносили на лице знаки. На йод плетущей нити, лицо которого было скрыто под маской с двумя огромными зимнечерными рогами, стоял у огня и следил за действом. С некоторыми воинами он беседовал и, коснувшись плеча, собственноручно наносил им узоры. Иногда он делал это пеплом, иногда красной пастой на бровях или под глазами. «Что я должен оставить?» спросил Хавсер. Фит-богобой сидел рядом, вкрызаясь в кусок мяса. Хавсер чуял металлический запах крови, от которого сводило живот. «Ты можешь оставить ему сказание, этого достаточно», ответил богобой, «но жрецу следует тебя пометить». «У меня плохое предчувствие», начал Хавсер. «Какое?» спросил Ойе, сидевший с другой стороны от скальда. «Что это закончится принесением меня в жертву длинному клыку?» «Хьёльда!» рассмеялся Ойе. «Некоторым эта идея может понравиться». «Здесь этого не нужно», вытерев рот, сказал богобой. «Но если хочешь, я поговорю с ярлом». Хавсер хмуро взглянул на воина. «Думаешь, мы виним тебя в смерти длинного клыка?» богобой. Хавсер кивнул. «Это не так», ответил воин. «Иногда вюрт забирает, а иногда отдает. Некоторые вещи кажутся важнее других, хотя это и не так. Другие же вещи кажутся менее значимыми, но на самом деле они важнее прочих. Не ты отнял у нас длинного клыка, просто пришло его время, а ты дал стае то, за что она благодарна. «Например», богобой пожал плечами, «меня». «Ты высоко себя ценишь, фит из эскаманов», сказал Хавсер. «Не в этом дело», ответил богобой, «но я полезен, полезное оружие. Я не раз хорошо послужил ярлу и стае. Меня бы здесь не было, не будь, это предначертано, но меня бы здесь не было, не упади ты свыж неземья той весной. «Никто из нас не попал бы сюда, не будь этого предначертано», произнес богобой. «Понимаешь, к чему я веду? Думаю, я здесь лишь по вашей милости». «О чем ты?» «Думаю, что я здесь лишь потому, что вы не знаете, что со мной еще можно сделать», сказал Хавсер. «О, мы очень даже знаем, что с тобой еще можно сделать», будничным тоном ответил Ойе, вгрызаясь в мясо. «Не обращай на него внимания», произнес богобой. «Смотри, они уже заканчивают, вставай, скальп, покажи нам свою ценность, и ты поймешь, что находишься здесь не по нашей милости». Возле каждого входа в трюм воины тра высекли пласт столевыми топорами символы обереги, похожие на тот, который нанес медведь в ремонтном доке. Теперь отсек начание церемонии. Антимузыкальный шум достиг своего пика и умолк. Хавсер приблизился к огню. Волчий жрец на йод плетущей нити выселся над ним, подобно вожаку Саинети. Его рогатую голову озаряло пламя. Несмотря на потрескивающий костер и лезущий в горло дым, Хавсеру было холодно. Дорожа в своем нательнике, он подтянул в горло шкуру, подаренную битуром Беркау. Кто-то, возможно, жрец, бросил в огонь стручки и сушеные листья, и воздух наполнился неприятным приторным запахом. «Назови себя», приказал на йод плетущей нити. «Ахмат ибн Русте скаль тра», ответил Хавсер. «Что ты принес к очагу?» Сказание об Улвуруле Хиароте, прозванном Длинный мое призвание, сказал Хавсер. Жрец кивнул и нанес на щеки Хавсеру серую пасту. Затем он наклонился к нему, держа в руках небольшую трубочку из полой рыбьей кости. Хавсер едва успел зажмуриться, прежде чем на йод плетущей нити, прыснул черной краской прямо ему по глазам. У Хавсера потекли слезы, но тем не менее он повернулся к окружившей костер Роти, со всей смелостью, на которую только был способен. Он пытался успокоить дыхание, пытался не забыть о темпе и модуляции голоса. У него пересохло в горле. Скальд уверенно и повелительно вытянул руку. Один из треллов тут же вручил ему чашу. Хавсер выпил, даже предварительно не проверив, что это не мед. Все было в порядке. Треллы знали о его биологических возможностях и не хотели случайно отравить. Хавсер глотнул еще раз разбавленного вина, прополоскал рот и вернул кубок обратно. Первое сказание произнес он История Алафера Алафер поднялся со своего места посреди одной из групп и кивнул подняв чашу. Раздались одобрительные возгласы. На Прокофьеве начал Хавсер сорок великих лет назад Алафер и длинный клык сражались с зеленокожими. Суровая зима, темное море, черные острова, где не счесть зеленокожих было, что гальки на берегу. Тяжелая битва Тому, кто там был, вовек не забыть ее. В день первый Одни части сказания приветствовали восторженным ревом, другие же мрачным молчанием, некоторые вызывали смех, а иные вздохи горя и сожаления. Постепенно скальт вошел во вкус и начал понимать, какие обороты работают хорошо, а какие не вызывают ни малейшего впечатления. Он совершил ошибку лишь единожды, когда в очередном сказании описал поверженных врагов как пиршество для червей. Кто-то прервал его, а гвай. Ярл поднял руку, украшенную тяжелыми кольцами. Его озадаченный вид подчеркивал массивный пирсинг в нижней губе. Что это за слово? Спросил он. Хавсер понял, что ни один из волков не знает слово червь. Почему-то он перешел с ювика на низкий готик. Это было тем более странно, поскольку название червя на ювике он знал прекрасно. «Ах-а-а-а-а-а», хивнул агвай и сел обратно. Теперь ясно. Почему же ты сразу так не сказал? «Прошу прощения», произнес Хавсер «Я проделал длинный путь и собрал слов столь же много, сколь и историй». «Продолжай», сказал агвай. Хавсер продолжал. Он делал перерывы, когда ему это советовали, и спал по несколько часов к ряду, пока воины пили мед и разговаривали. Иногда вновь начинался бой барабанов и антимузыка, и тогда некоторые волки танцевали яростный антитанец, дикое бешеное, экзальтированное безумие, походившее на одержимость и левитову пляску. В отсеке стало настолько жарко, что когда его звали, Хавсер выходил к очагу уже без шкуры. Это было испытание на выносливость. Он ел все, что приносили ему треллы, и старался как можно больше пить. Казалось, все истории, даже самые короткие и обрывочные, проходили сквозь всю жизнь длинного клыка, словно узор из узелков. Чтобы поведать все четыреста тридцать два рассказа, требовалось немало времени. Последним станет сказание о смерти длинного клыка, которое будет состоять из воспоминаний Хавсера и Йормунгендра «Два клинка». Скальд знал, что когда дойдет очередь до него, он уже будет очень уставшим. А еще он знал, что это сказание должно быть лучшим. До него оставались еще больше шестидесяти историй, когда Агвай встал. Перерыв окончился. Эска разбудил Хавсера. После очередного безумного грохота барабаны несколько поутихли, и танцоры со смехом повалились на палубу, тут же схватив чашу с медом. «Что происходит?» — спросил Хавсер. «Часть поминок — выбор преемника», — ответил Эска. В Тра было несколько воинов, обладавших способностями, как у длинного клыка. Все они служили руническими жрецами, но теперь один из них должен стать старшим. Они вышли вперед и опустились на колени вокруг Агвая. Рассеченные на прямой пробор волосы, обрамляли лицо Ярла, словно черные потоки. Он был обнажен до пояса. Запрокинув голову, Агвай вытянул руки и стал разминать плечи и шею. Его белоснежную кожу покрывал узор из серого пепла. Как и у Хавсера, на глаза Агвая была нанесена черная краска. В правой руке он держал церемониальный клинок. А там... Ярл начал нараспев перечислять достоинства каждого кандидата. Хавсер едва слушал его. А там... То, как Агвай сжимал его в вытянутой руке. Все это до ужаса напомнило ему о фигуре в библиотеке лютеции. Историю, которую он хранил в секрете на протяжении многих десятилетий. Историю, поведать которую он решился лишь хиароту длинному клыку. Он не сводил глаз с сатама. Ножи были не просто похожими. Каспер Хавсер знал толк в подобных вещах. Знал об их видах и стилях. Тут не могло быть ошибки, основанной на внешнем сходстве. Это был тот самый нож. Он резко встал. — Что ты делаешь? — спросил богобой. — Сядь, скальт, — сказал Ойе. — Сейчас не твой черед. — Почему он тот же самый? — спросил Хавсер, наблюдая за церемонией. — Кто тот же самый? — раздраженно сказал Эска. — Сядь и заткнись, — зарычал другой волк. — Почему нож тот же самый? — указал Хавсер на Атам. — Сядь, — сказал богобой. — Хьольда, ты сейчас у меня получишь, если не сядешь. Агвай сделал выбор. Другие кандидаты пали ниц, признавая решение. Избранный воин поднялся с колен. Новый рунический жрец Тра был молод. Одним из младших по возрасту кандидатов. Аун Хельвинтер получил свое имя из-за длинных, и, несмотря на юность, белых, как снег посреди суровой зимы волос. Он носил черную кожаную маску, а на плечах золотистую шкуру какого-то зверя. Жрец был известен своими отстраненными манерами, необычным поведением и привычкой необдуманно встревать в поединки, из которых он чудом выходил живым. Вюрт сплавился в Аунури Хельвинтри таким способом, что Агвай решил использовать его как можно лучше. Намечалось какое-то действие. Вокруг Хасера сгустилась тишина. Он думал, что это все из-за него. Скальд ошибался. Волки обернулись к одному из ведущих в отсек входов. Их золотые глаза злобно блестели в свете огня. Группа треллов завела в трюм перепуганного офицера Нитхёга. Они вошли, невзирая на символы обереги. Агвай Агвай Хельмшрот переложил Атам в другую руку и взялся за секиру. Ярл зашагал по трюму, готовясь зарубить нарушителя. Но на полпути он замер. Только идиот не обратил бы внимание на символ и нарушил столь важную церемонию. Только идиот или человек с настолько важным сообщением, что оно не могло ждать. — Тебе понравилось сказание? — спросил Хасер. — Оно развлекло тебя? Отвлекло? — Оно было довольно забавным, — сказал длинный клык. — Но явно не лучшим из твоего репертуара. — Уверяю тебя, что лучшим, — ответил Хасер. Длинный клык покачал головой. В его бороде блеснули капельки крови. — Нет, у тебя будут лучшие сказания, — произнес он. — Куда лучшие? Но даже теперь это не лучшее из того, что у тебя есть. — Это самое поразительное событие, произошедшее со мной в старой жизни, — сказал Хасер с некоторым вызовом. — В нем было наибольшее... малефика. — Ты знаешь, что это не так, — ответил длинный клык. — В глубине дыши ты знаешь это, ты отрицаешь себя. Хасер проснулся. В один напряженный миг он думал, что вновь оказался в библиотехе. Или на ледяных полях вместе с длинным клыком. Или даже в горящем дворе гибнущего города тишины. Но это был сон. Успокоившись, он снова лег, пытаясь замедлить учащенное дыхание и дико стучащее сердце. Это просто сон. Просто сон. Хасер растянулся на кровати. Он чувствовал себя усталым и невыспавшимся. То ли из-за кошмара, то ли из-за лекарства. Руки и ноги болели. Искусственная гравитация всегда действовала на него подобным образом. Сквозь ставни пробивался золотой свет, придавая комнате теплый и уютный вид. Раздался электронный перезвон. — Да, — сказал он. — Сэр Хасер, пять часов. Ваше время пробуждения. — произнес мягким, модулированным голосом сервитов. — Спасибо, — ответил Хасер и сел. Все его тело затекло. Он чувствовал себя изможденным. Ему давно не было так плохо. Вновь разболелась нога. Возможно, в ящике найдутся болеутоляющие. Он доковылял до окна и надавил на кнопку, чтобы открыть ставни. Те поднялись с низким гулом, и в комнату хлынул золотистый свет. Он выглянул в окно, из которого открывалось потрясающее зрелище. Над полусферой внизу вставало солнце. Хасер смотрел прямо на Терру во всем ее великолепии. Он созерцал ночную сторону планеты с ярко светящимися созвездиями городов Ульев за Терминатором. Видел искрящиеся в лучах солнца океаны и кремово-белые завихрения облаков, а также мерцающие огни сверхорбитальной платформы Родиния, величественно скользящей под той, на борту которой он находился. И это была Лемурия. Да, точно, Лемурия. Роскошный люкс на нижней стороне платформы Лемурия. Хасер взглянул на само окно. В толстом стекле он увидел собственное, освещенное солнцем отражение. Старый. Такой старый. Такой старый. Сколько ему лет? Восемьдесят. Восемьдесят стандартных лет он отшатнулся от окна. Это неправильно. На Фенрисе они пересоздали его. Они... Но он пока не попал на Фенрис. Хасер еще даже не покинул землю. Купаясь в лучах золотого света, он потрясенно смотрел на отражение. Хасер увидел в стекле отражение стоящего позади него человека. Его охватил ужас. Как ты можешь быть здесь? Спросил он. И проснулся. В отсеке было темно и холодно. Он лежал на палубе, закутавшись в шкуру. Хасер слышал отдаленный гул двигателей Нитхёга. По его гусиной коже бежал холодный пот. Никто не видел Агвая с того момента, как прервалась церемония. Фит сказал лишь, что Тра получила срочное послание с новой задачей. Но вдаваться в подробности не стал. Как всегда, Хасер не ожидал, что его посветят в детали. Он прождал некоторое время, ожидая возобновления церемонии. Но потом понял, что она уже закончилась. Костры погасли, и воины Тра разошлись кто куда. Большинство из них Хасер нашел в оружейных палатах за подготовкой оружия и снаряжения, или в тренировочных клетях. Лезвия затачивались, броня начищалась и настраивалась. Доспехи улучшались, к ним крепились безделушки и украшения. На петли нанизывались бусинки и клыки. На кончике болт снарядов наносились символы обереги. В резком свете оружейных залов волки казались Хасеру, людьми лишенными кожи. Их, украшенные шнурками одеяния, напоминали сухожилия и мускулы. Никто не обращал на него внимания. Его голова была переполнена плохими снами и чувством, будто он проспал слишком долго. Он побрел к трюму. В воздухе витал запах дыма. Хасер коснулся символов оберегов возле дверей, ощущая шероховатости там, где их стерли и лишили тем самым сил. Хасер вошел в трюм и немного постоял у дымящегося кострища. Скальд заметил в пепле блеск подношений, которые оставили воины, и разлитые по палубе лужицы меда. Кое-где лежали брошенные барабаны и сестры. Треллы унесли с собой все чаши, блюда и фляги. Также нигде не было видно ритуальных предметов, которыми пользовались на йод плетущей Ники и Агвай. «Ты можешь идти, куда захочешь», — так сказал ему длинный клык. «Ты скальд, а скальды пользуются значительными правами и привилегиями. Никто в стае не может запереть тебя, держать на расстоянии или не позволять совать свой нос, куда только пожелаешь». Хасер направился в покое Ярла. Агвай обитал в каюте возле ядра корабля. Если Нитхёк был логовом Тра, то его каюта представляла собой темнейшую часть в глубине пещеры, где спал вожак. Она была скудно обставлена и разделена занавесями из металлических звеньев, похожих на кольчугу. Хендрисский глаз Хасера не нашел в холодных тенях ни намека на тепловой след, а нос учуял лишь слабый запах феромонов на разбросанных по палубе шкурах. К покоям Агвая примыкал оружейниум. Большинство хранящихся предметов и устройств были трофеями, которые Ярл взял с поверженных врагов. Там находилось ксенооружие всех форм и конструкций, которые Хасер лишь мог себе представить. Посохи, жезлы, веера, скипетры, маленькие изысканные машины. На других полках и стойках лежало естественное оружие живых существ – зубы, когти, хребты, шпоры, жвала, жала. Одни из них плавали в сосудах с консервантом, другие были высушены. Некоторые были отполированы, словно ими собирались пользоваться. На мгновение Хасер замер, поражаясь гротескным размером некоторых экспонатов. Один серповидный коготь был с его руку, или игла размером с гарпун. Он попытался вообразить пропорции существ, которые когда-то обладали ими. На других стенах размещалось огнестрельное оружие и клинки. Хасер прошелся вдоль ряда, пока не нашел коллекцию кинжалов и коротких мечей. Там находилось и несколько атамов. Некоторые из них были изготовлены на Фенрисе. Консерватору в душе Хасера вдруг стало безумно интересно, где же Агвай раздобыл остальные. Все они представляли собой бесценные реликвии со времен предшествовавших эре раздора. Ты мог спросить его. Хасер резко повернулся, без колебаний схватив один из атамов и выставив его в сторону тени, откуда донесся голос. Это один из множества вопросов, которые тебе бы хотелось задать ему, не так ли? Покажись, сказал Хасер. Что-то выбило атам из его руки. На скальда обрушился болезненный удар, а затем его резко вздернули в воздух. Хасера подняли и подвесили за наброшенную шкуру на кончик серповидного когтя. Атам, которым он только что размахивал, торчал в соседней стене. Скальп попытался развязать стягивающий шкуру узел. Он задыхался, не мог освободить голову. Его ноги отчаянно дергались, словно крутя педали. Задыхающегося Хасера сняли и бросили на палубу, где он стал жадно глотать воздух. Аун Хельвинтер присел возле него, уперев локти в колени. Мне все равно, кто ты, произнес новый рунический жрец. Но ты не будешь тыкать в меня ножом. Я понял свое упущение и приложу все усилия, чтобы исправить его. Язвительно прокашлял Хасер. Ты что-то искал, не так ли? Заметил Аун Хельвинтер. Ты что-то искал, а его здесь нет. Откуда ты знаешь? Ты громко думаешь, скальп. Что? Аун Хельвинтер указал на стойки с кинжалами и атамами. Его здесь нет. Особого клинка, который ты искал. Кожа Хельвинтера была почти льдисто-синей, под гривой прямых серебряных волос. У него были продолговатые и острые, словно лезвие, черты лица. А глаза обведены краской. Казалось, он развлекался, будто некий коварный и опасный северный бог-обманщик. Хасер смотрел на рунического жреца, стараясь не выказывать тревоги. Он слышал голос Ауна Хельвинтера, но губы жреца при этом не шевелились. Твое удивление, Ахмад Ибн Русте, прошелестел рунический жрец, не раскрывая рта, отражает бессознательное презрение к шестому легиону Астартес. Презрения нет. Ты не можешь его скрыть. Мы — варвары, геномодифицированные арктические дикари, вооруженные лучшим оружием, которых отправили выполнять грязную работу для ваших цивилизованных хозяев. Так все считают. Я никогда не говорил, что... — возразил Хасер, — и даже не думал о подобном. Но в глубине души ты чувствуешь превосходство над нами. Ты, цивилизованный человек, прибыл сюда, чтобы изучать нас, будто магас биологис, осматривающий племя первобытных дикарей. Мы живем, словно животные, и слушаем шаманов. И все же... Великая Терра! Быть может, наши шаманы обладают реальным даром, настоящими силами. Быть может, они нечто больше, чем одурманенные грибами годи, потрясающие костяными бубнами и безумно вопящие в небеса... — Псионики! — прошептал Хасер. — Псионики! — улыбнувшись, эхом отозвался Аун Хельвиндер. Теперь он говорил настоящим голосом. — Я слышал, что у некоторых легионов есть собственные псайкеры, — сказал Хасер. — В большинстве действительно есть, — ответил Хельвиндер. — Но они появляются достаточно редко, — сказал Хасер. — Мутация! — Мутация — бесценное сокровище нашего вида, — перебил его Хельвиндер. Без нее мы были бы обречены на вечный плен Терры. Великие дома навигаторов позволили нам дотянуться до дальних звезд. Астротелепаты дают нам возможность общаться через бездну. Но никогда нельзя забывать о предосторожности, о контроле. Почему? Когда смотришь в бездну, никогда не знаешь, что оттуда может посмотреть на тебя. — Хасер встал перед руническим жрецом. — Ты все это устроил лишь для того, чтобы напугать меня? — спросил он. — Цель в страхе, — ответил Хельвиндер. — На мгновение ты подумал, будто в воздух тебя подняла магия, какой-то малефик. Много лет назад у трупа собора ты чувствовал себя похожим образом. Хасер вызывающе посмотрел на собеседника. — Я могу прочитать твою память, которую ты разделил с длинным клыком, — сказал Хельвиндер. — Ты хочешь сказать, — начал Хасер, — что мой коллега на вид Мурза был псайкером, а я об этом даже не догадывался. В твоем обществе признают и используют псайкера в скаль. На старой Терре ты видел их едва ли не каждый день, но распознавал ли ты их сразу? А на Фенрисе ты бы смог отличить шамана-шарлатана от человека, обладающего даром истинного зрения? Хасер сжал губы. У него не было ответа. Хельвиндер наклонился ближе и заглянул в глаза Хасера. — Правда в том, что твой коллега, скорее всего, не был псайкером. Он нашел грубый путь к чему-то еще. И в этом смысл. Это урок. Способность псайкера не существует сама по себе. Она позволяет нам использовать большую силу. Это всего лишь другой путь к тому же самому чему-то еще. Лучший путь, самый безопасный путь. Но даже на нем есть свои ловушки. Если хочешь, можешь определить Малефик, как любое колдовство, совершенное без строжайшего псайкерского контроля. — Тебя послушать, так я живу во вселенной магии, — язвительно заметил Хасер. — Так и есть, — согласился Хельвиндер. — Разве это не вяжется с различными чудесами и ужасами? — Что насчет ножа? — спросил Хасер. — Это был тот нож. — Он не был тем же, — ответил Хельвиндер. — Но что-то хотело, чтобы ты думал именно так. Что-то хотело, чтобы ты думал, будто шестой легион Астартес управлял тобой. И когда-то в прошлом вмешался в твою жизнь. Что-то хотело, чтобы ты подозревал нас и считал врагами. Жрец взял со стойки один из Атамов и показал его Хасеру. — Агвай пользовался этим ножом, — сказал он. — Теперь ты его узнаешь, не так ли? — Да, — согласился Хасер. — Он был сделан так, чтобы походить на тот, который ты помнишь, — продолжил Хельвиндер. — Что-то проникло в твои воспоминания и изменило их так, чтобы ты настроился против нас. Хасер сглотнул. — Что могло это сделать? — спросил он. — Кто мог это сделать? Хельвиндер пожал плечами, будто вопрос не очень его волновал. — Возможно, оно сделало так, чтобы ты научился разговаривать на Ювике и в Ургене по прибытии на Фенрис. Аун Хельвиндер призывно махнул рукой. Хотя Хасер не сомневался, что жест был лишним. Фит-богобой выпрыгнул из тренировочной клетки и подошел к ним. В тренировочном зале на ротной палубе Нитхёга царил гул. Клеть богобоя со скрежетом остановилась, хотя остальные были все еще заняты. А вокруг свизгом кружились механизированные дроны с клинками. На покрытой матами палубе некоторые волки в кожаных доспехах вели тренировочные бои с помощью костяных палок. Как и остальные воины, богобой в кожаных одеяниях походил на освежованного человека. В разрезах лоснящейся маски блестели его золотые, с черными точечками зрачков глаза. Он тренировался с двумя секирами, но вместо того, чтобы поставить их на стойку, захватил с собой. «Жрец?» — спросил он. «Для тебя есть работа», — сказал Хельвиндер. «Готов служить?» — кивнул богобой. Хельвиндер взглянул на Хавсера. «Скажи ему то, что говорил мне», — произнес жрец. «Я никогда не был воином», — начал Хавсер. Богобой фыркнул. «Это не новость», — с весельем заметил он. «Я могу закончить?» Богобой пожал плечами. «Я никогда не был воином, но волка Фенрико решила одарить меня большей силой и скоростью. У меня есть физические задатки, но нет навыков». «Он хочет научиться обращаться с оружием», — сказал Хельвиндер. «Почему?» — спросил богобой. «Он наш скальд, мы защитим его». «Если он хочет, это его право», — ответил Хельвиндер. «Считай, что научить скальдер защищать себя — это часть нашего долга по его защите». Богобой с сомнением осмотрел Хавсера. «Нет смысла обучать тебя всему», — решил он. «Мы сосредоточимся на чем-то одном». «Что ты предлагаешь?» — спросил Хавсер. Секира представляла собой однолезвийное оружие с покрытым серебром пласталевым навершием с рукоятью длиной в метр, вырезанной из асахеймовой кости, которая походила на полированную слоновую и будто мерцала внутренним желтым светом. Хавсер не знал, какому животному принадлежала кость, но ему сказали, что рукоять гибкая и прочная. Прочная, как для него, надо полагать. Секира висела в пласталевой петле, крепившейся к поясу кожаным шнуром. «Не отставай», — предупредил медведь. Хавсер и не собирался, но идти в ногу со Стартос было тяжело, да и от невыносимой жары он потел, как свинья. Скальд был среди них единственным обычным человеком. Крошечная фигурка в окружении двух десятков облаченных в доспехе волков, которые с грохотом шли по тоннелю. Треллы и обычные слуги следовали чуть поодаль. Отряд вел Агвай-Агвай-Хельмшрот, сжимая подмышкой шлем. В группе не было четкого разделения по рангам. Но Аун Хельвинтер и Йормун Гендер два клинка шли по обе стороны от ярла, а на йод плетущие нити и другие волчьи жрецы старались держаться в хвосте отряда. Волки шли очень быстро, словно Агвай куда-то спешил. После сорока недель путешествия Хавсер задался вопросом, что же такое важное могло заставить волков забыть о предосторожности. Они высадились не в Хёга, едва то встал на высокий якорь, что довольно сильно походило на спешное боевое десантирование. Хотя Скальп понимал, что это не так. Исключительно по приборам они преодолели мощнейшую бурю и скользнули под вулканический шельф, после чего приземлились в глубоких защищенных посадочных ямах. На планете царила невообразимая жара. Спутников со всех сторон окружала черная вулканическая скала, а воздух полнился запахом тухлых яиц, который свидетельствовал о сильной концентрации серы. Сам воздух походил на раскаленное марево. Спустившись следом за богобоем по рампе грозовой птицы, у Хавсера заложило уши от перепада давления, говорившего о незримых атмосферных процессах, ведущих постоянную борьбу за сохранение пригодной для жизни среды. Но этот мир предназначался не для того, чтобы на нем существовала жизнь. Посадочные ямы и туннели, ведущие от них к ядру планеты, были прямыми и ровными, словно были выплавлены промышленными мельтами. Туннели в вулканической породе имели неестественно гладкие, будто стекло стены. Скаль все время слышал грохот бури и сейсмический рокот молодой планеты. Путь им озаряло, просачивающиеся сквозь гладкие стены и пол туннелей, свечение от волн кипящего пламени. Казалось, они находятся внутри брошенной костер-бутылки. По мнению Хавсера, здесь удивительным образом смешалось нечто совершенно новое и безмерно старое. Подземелья походили на пещеры древних людей, которые ему не раз приходилось исследовать в экспедициях по консервации, но все же их создали недавно. Но также ему казалось странным смешение временного и вечного. Кто-то обладал нужными властью, ресурсами и буровыми установками, чтобы высечь чертоги в твердой породе сверх вулкана и создать зону безопасной биосферы во враждебном мире. И то и другое было великой победой горной промышленности. И все же Хавсера не покидало чувство, что как только намеченное дело завершится, это место покинут навсегда. Его создали для определенной цели, и он не сомневался, что безжизненность мира также была частью этой цели. В чем бы ни заключалось предстоящее дело, оно могло пойти наперекосяк. Еще бы, ведь ради него вызвали целую роту волка Фенрика. Кто бы ни отдал приказ о начале строительства, ему хотелось изолировать это место так, чтобы здесь никто не мог попасть под перекрестный огонь. «Что это за место?» — спросил Хавсер, стараясь не отставать. «Тихо!» — шикнул медведь. «Сорок недель! Когда же вы мне скажете?» «Тихо!» — с большим нажимом прошипел медведь. «Я не могу сложить сказания, не зная подробностей», — возмутился Хавсер. «Это будет жалкая история, совершенно недостойная очага тра». Агвай резко остановился, застав врасплох быстро шагающий отряд. Все покорно замерли. Агвай обернулся и раздраженно взглянул на Хавсера. Из-за жара по лицу скальда ручьями тек пот. У всех волков были полуоткрыты рты. Оскалившись, они часто дышали, словно собаки в полуденной зной. «Чего он там хочет?» — проворчал Ярл. «Я спрашиваю о том, какой же из меня скаль, если вы ничего не говорите мне, Ярл!» — ответил Хавсер. Агвай взглянул на Ауна Хельвинтера. Рунический жрец на миг прикрыл глаза, успокоил дыхание и затем кивнул. Агвай кивнул в ответ и перевел взгляд на Хавсера. «Это место называется Никея», — сказал он. Они вошли в большой круглый зал, проплавленный в толще скалы. Стены комнаты походили на блестящий от слюды черный стакан. Но все же это место напомнило Хавсеру, отделанные костью чертоги Этта. Их уже ждали. По периметру зала стояли воины шестого легиона Астартес. Но они были не из тра. Их встречала другая рота. О млоде Скарсен Скарсенсом Ярл Фиф встал с каменной скамьи. «Ок!» — прорычал он. И два могучих ярла заключили друг друга в медвежьи объятия, столкнувшись нагрудниками. Агвай обменялся со Скарсеном парочкой острот, а затем повернулся к другому вожаку, который сидел рядом с Ярлом Фиф. «Владыка Гун!» — кивнул Агвай. «Этот воин был старше и крупнее Скарсена и Агвая. Его ощеная борода была разделена на два изогнутых острых бивня, а левую сторону лица покрывали черные линии, напоминавшие узор маски. «Кто это?» — спросил Хавсер Богобоя. «Гуннар Гунхельд, прозванный Владыка Гун. Ярл он!» — ответил Богобой. «Он ярл первой роты?» — спросил Хавсер. Богобой кивнул. «Три роты!» «Три роты!» «Что же происходит на Никее, если здесь понадобилось целых три роты волков?» Владыка Гун обошел Агвая и шагнул к Хавсеру. «Так это и есть Скальд?» — спросил он. Ярл взял голову Хавсера в огромные ладони и откинул назад, одновременно растягивая глаза Скальда, чтобы заглянуть в них. Потом он открыл рот Хавсера и принюхался к его дыханию, будто тот был домашней скотиной. Воин отпустил Хавсера и отвернулся. «Уже началось?» — спросил Агвай. «Да», — ответил Скарсен. «Но пока лишь вступление. Они не знают, что мы здесь. Я не хочу, чтобы они знали», — сказал Ахтхери, творец Вьюрда. Он был одним из многих рунических жрецов, которые безмолвно, будто призраки, стояли позади сидевших ярлов. Волки часто глотали ртами воздух. Но, казалось, вулканический жар зала не мешал жрецу Скарсена. Даже озарявший зал рассеянный, пульсирующий свет, словно холодный огонь, придавал его лицу зеленоватый оттенок. Творец Вьюрда взглянул на Уна Хельвинтера. Между ними на мгновение словно что-то промелькнуло. «Я не хочу, чтобы они знали», — повторил творец Вьюрда. «Мы здесь просто в качестве меры безопасности», — заметил Владыка Гун. «Потрудитесь это понять. Мы покажем свою силу, только если Вьюрд обернется против нас. Если подобное случится, пощады никому не давать. А нашей главной задачей станет обеспечение безопасности первичных целей. Любой, кто встанет у нас на пути, должен быть убит. Это ясно? Мне все равно, кто это будет. Для этого мы здесь. Убедитесь, что все в трап понимают это». Творец Вьюрда откашлялся. «Хочешь что-то добавить, жрец?» — спросил Владыка Гун. Творец Вьюрда кивнул на Хавсера. «Ты сказал, что говорить здесь безопасно», — промолвил Владыка Гун. «Настолько безопасно, насколько это вообще возможно», — подтвердил творец Вьюрда. «Но не думаю, что нам следует обсуждать планы стаи перед Скальдом». «Пусть он где-нибудь подождет». «Вар Ангара!» — крикнул Скарсин. Его Геральт вышел из рядов стоящих у стен воинов. «Да, Скарси!» «Вар, пристрой где-нибудь, ибн Русте!» «Где Скарси?» «Вы ведь уже решили, что после высадки его следует доставить в тихую комнату!» «Правда, Скарси?» «Правда?» «В тихую комнату?» «Да, Вар!» — отрезал Скарсин и взглянул на Владыку Гуна. «Ты не согласен?» Владыка Гун пожал плечами и рассмеялся, хотя в смехе чувствовалось утробное рычание леопарда. «Вальдор специально просил нас не поддаваться на провокацию, но ведь не он отдает нам приказы. Как думаешь, жрец?» «Творец Вюрда учтиво склонил голову. «Как тебе будет угодно, Владыка Гун?» — сказал он. «Мне вообще мало что угодно, Годи!» — ответил Владыка Гун. «Находиться здесь мне не угодно. Сама сущность этого совета, важность, поставленного на карту, адское политиканство и интриги — все это мне совсем не угодно. Однако заточение этого карлика в тихой комнате может меня ненадолго развлечь». Все волки разом засмеялись. Хавсер вздрогнул. «Сюда!» — сказал Варангар. «Творец Вюрда задержал Хавсера, прежде чем Геральт Фиф не увел его. Мне говорили, ты был с длинным клыком, когда его нить оборвалась. Да! Не забывай, куда он привел тебя!» — сказал Творец Вюрда. «Он провел бы и дальше, если бы мог последовать за тобой!» Варангар вывел Хавсера из зала и повел к загадочной тихой комнате. Едва они вошли в туннель, как скальда начала мутить. «Пробирает до кишок, верно?» — довольно спросил Варангар. «Словно ножом. Нет, скорее, как клеймом. Что это?» «Это они!» — ответил Геральт, будто это все объяснило. Пол туннеля дрожал от тектонического гула. Вдоль стекловидных стен текла яркая оранжевая лава. Хавсера начала пошатывать. Перед глазами все плыло. Он прислонился к стене, несмотря на то, что она была почти раскаленной. «Ты привыкнешь», — сказал Варангар. «Не знаю, что хуже, чувствовать их или чувствовать то, что они не пускают». В конце туннеля с каменного свода на них взирал символ оберег. Они прошли под ним, и Варангар завел скальда в квадратную комнату, несколько меньше той, в которой располагались ярлы волков. Пол был сделан из шероховатой серой пирокластической породы, но сквозь стеклянные стены и потолок все равно мерцали вулканические огни, освещая зал тусклым светом. На каменных блоках, высеченных из серой слоистой скалы, сидело шесть высоких фигур. Едва Варангар и Хавсер успели войти, как они разом встали. «Можешь поесть», — сказал Варангар, указав на поднос, стоявший на блоке поменьше. На нем находились пайки сухого рациона. Кувшин с холодной водой, фляга меда и закрытая чаша. Судя по запаху, в чаше было свежее мясо, которое начало портиться на жире. «Располагайся», — бросил Варангар и ушел. Хавсер взглянул на фигуры перед ним. Это были женщины, высокие, выше его, облаченные в богато украшенные доспехи с высокими горжетами. В свете огня их доспехи казались золотыми или из кованой бронзы. Несмотря на жару, женщины носили длинные, роскошные плащи темно-красного цвета. С поясов и пластин брони свисали тонкие пергаменты и манускрипты, крепящиеся алыми полосами и восковыми печатями. Каспер Хавсер мог перечислить огромное количество исторических исследований, посвященных значению и использованию молитвенных лент. Он много знал о важности и реальной психофизической силе, которой примитивные культуры некогда наделяли писанное слово. Для многих цивилизаций прошлого молитвы, обереги или проклятия, записанные ритуальным способом, а затем церемониально прикрепленные или иным образом данные человеку, были предметами сверхъестественной силы. Они защищали владельца. Они были символами-оберегами или притягивали удачу. Они были способом превратить желаемое будущее в реальность. Они были заклинаниями, отражающими беды. То, что женщины носили такие же украшения, как и древние крестовые паломники, походило на величайшее проявление язычества, которое ему приходилось видеть в жизни. А учитывая, сколько времени Хавсер провел с волка Фенрика, это действительно говорило о многом. Фенрисцев закалял суровый климат их планеты. Эти женщины имели холодную привлекательность. Их оружие и доспехи являли собой венец тиранской технологии. У каждой из них был покрытый серебром полуторный силовой меч ужасающей красоты. Острия клинков упирались в пол. Воительницы скрестили бронированные запястья на навершиях эфесов. Ни одна из женщин не носила шлем. Решетчатые горжеты золотых доспехов скрывали их рты и нижнюю часть лиц. Глаза без носа и рта. Глаза над золотыми решетками. Они будили старые воспоминания, которые он старался забыть. Рот, улыбка и скрытые глаза. Женщины взирали на него суровым, не мигающим взором. Их головы были обриты, за исключением длинных хвостов на макушках. «Кто вы?» — спросил он, утирая салбопот. Его кожа стала липкой. Они не ответили. Хавсеру не хотелось даже смотреть на них. Все это было необычайно странно. Ощущение желчной тошноты вернулось с удвоенной силой. Женщины имели завораживающие прекрасные фигуры. Но он вовсе не стремился смотреть на них. Хавсер хотел что-то сделать, но они словно отталкивали его. Сам факт их присутствия заставил его все дальше отходить назад. «Кто вы?» — отворачиваясь, вновь спросил он. «Что вы?» Ответа не последовало. Скальд услышал лишь слабый металлический скрежет, когда наконечник меча оторвался от пиропластического пола. Все еще глядя в сторону, Хавсер выхватил секиру. Это было легкое, практически рефлекторное движение, как и учил его богобой. Положить левую руку под навершие. Большой палец на обух. Едва ли не вырвать его из пласталевой петли, прежде чем ухватить рукоять правой рукой на уровне живота, а левую переместить на нижнюю часть. После этого оружие оказывается на уровне груди, готовое к бою. Откуда-то повелительно пророкотал голос. Он был настолько глубоким, что скорее походил на сейсмический толчок. Хавсер осмелился поднять глаза. Он не выпускал секиру из рук, готовый в любой момент нанести удар. Прекрасные в своей отвратительности, отвратительные в своей красоте женщины окружили его. Их полуторные мечи были нацелены прямо на него. Любая из них могла оборвать его жизнь простым взмахом рук. Голос загрохотал снова. В этот раз он прозвучал громче. Гортанный рев зверя, смешанный с яростным извержением вулкана. Женщины разом отступили назад, приняв положение вольно и закинув мечи на плечи. Голос прозвучал в третий раз, уже мягче, и женщины разошлись в стороны. Хавсер быстро отступил от них, как можно дальше вглубь комнаты. Там он заметил гигантскую темную фигуру, озаряемую багровым лавовым свечением. Именно ей преодолежал голос. До Хавсера донеслось мягкое, глубокое дыхание. Частое дыхание крупного, уставшего от жары зверя. Фигура вновь заговорила. От ее голоса у Хавсера задрожала диафрагма. Ужас пробрал его до глубины души. Но, как ни странно, это простое, первобытное чувство было ему по душе больше, чем отвращения, которые вызывали в нем те женщины. «Я не понимаю», — сказал Хавсер. «Я не понимаю, что вы говорите». Он вновь содрогнулся от голоса. «Сэр, я слышу ваш голос, но не понимаю язык», — настаивал Хавсер. Фигура шевельнулась и взглянула прямо на него. Хавсер увидел ее лицо. «Мне сказали, ты говоришь на жаргонах волка Фенрика», — промолвил Лемон Рус. Десятая глава. Очевидец. Волчий король выпрямился, словно великан-элементаль, пробуждающийся от земной дремы. «Ювик, Вурген», — сказал он, — «мне сообщили, что ты свободно владеешь ими обоями». В каждом его слове чувствовалось утробное рычание леопарда, присущее всем фенрессийским астартес. Хавсер завороженно смотрел на примарха. Волчий король превосходил обычного астартес абсолютно во всем. Скальд словно увидел самого бога. Казалось, будто великолепная, с идеальными пропорциями, статуя классической античной эпохи, на 75% крупнее стандартов простого человека, обрела собственную жизнь. «Ну», — спросил Рус, — «или ты заодно разучился говорить на низком готике?» «Сэр, я...» — запнулся Хавсер. «Сэр, вы говорите на низком готике?» «Сейчас да». «Тогда даже не знаю», — произнес Хавсер. Ему отчаянно хотелось, чтобы его голос не звучал столь жалко и тонко. «Я мог говорить на Вургине и Ювике, пока не попал в тихую комнату. Но в то же время я не общался на них до прибытия на Фенрис. Поэтому думайте, что хотите». Волчий король задумчиво поджал губы. «Думаю, это лишь подтверждает точку зрения Творца Вьюрда и остальных. Тебя изменили, Ахмат Ибн Русте. В какой-то момент, до прибытия на Фенрис, некий человек, скорее всего, Псайкер, проник в твой разум. Аун Хельвинтер также говорил о чем-то подобном, сэр. «Вполне вероятно, так оно и есть. Но в таком случае я больше не могу доверять сам себе. Представь, что сейчас чувствуем мы». Хавсер поднял взор на волчьего короля. «Тогда почему вы меня вообще терпите? Я не достоин доверия. Я Малефик. Лучше присядь», — произнес волчий король и указал на каменную скамью. «Садись и давай поговорим». Волчий король также восседал на похожей каменной скамье. Возле него стояла глубокая каменная чаша, до краев наполненная медом. Его доспехи были почти черными, словно их опалили и заставили потускнеть в кузнице. Но Хавсер подозревал, что во всем была виновата игра огня и тени. Под открытым небом, подумалось скальду, они окажутся серыми, подобно грозовым облакам. Его огромные доспехи покрывало столь много отметин и боевых шрамов, сколько Хавсеру еще не приходилось видеть. По сравнению с ними, даже массивные комплекты доспехов терминатора казались мелкими. Они были исцарапаны и ободраны, но повреждения здесь играли роль украшений, подобно узелкам и гравировке на обычных доспехах. С плеч Русса не спадала черная волчья шкура. Казалось, она целиком укутала примарха, словно лес, скрывающий холм, или грозовые облака горную вершину. Его лицо было гладко выбритым, а кожа белая, будто мрамор. На таком расстоянии Хавсер заметил на ней светлые веснушки. У волчьего короля были длинные волосы. Толстые косы не спадали до самого нагрудника, заканчиваясь вплетенными отполированными камнями. Остальные волосы были залакированы в торчащие во все стороны иглы. Воины Тра не раз рассказывали Хавсеру истории о волчьем короле. По их словам, его волосы были красными, или цвета ржавчины, или же расплавленной меди. Хавсер понял, что это не так. По его мнению, у волчьего короля волосы были светлые, но словно испачканные кровью. Русс пристально смотрел на Хавсера, пока тот усаживался на предложенное ему место. Примарх отхлебнул из чаши. Он все еще тяжело дышал, словно огромное млекопитающее, страдающее от жары и неспособное сбросить мех. «Этот зал подтверждает, что тебя изменили». «Они называли его тихой комнатой», — произнес Хавсер. «Сэр, кто эти женщины?» Он указал на застывшие, в другом конце зала, закованные в доспехи фигуры, все еще не находя в себе сил взглянуть на них. «Члены безмолвного сестринства», — ответил Русс. «Древний тиранский орден. Некоторые зовут их нуль девами». «Почему они кажутся мне столь неприятными?» Русс улыбнулся. Его лицо приняло странное выражение. У него был удлиненный фильтр и тяжелая нижняя губа. В сочетании с высокими, веснущатыми скулами это делало похожим его рот на пасть, а улыбку на угрожающий оскал. «Такова их функция. Кроме того, они сражаются, как черти. Они пустышки, неприкасаемые, псайкер-инертные. У них есть ген парии. Пока они с нами, никто на Никее не сможет увидеть нас или подслушать наши мысли. В остальных залах этих дев куда больше, и одного их присутствия достаточно, чтобы скрыть волка Фенрика. Но Гун все равно посоветовал мне оставаться здесь, в самом центре. «Почему?» «Чтобы не расстраивать моего брата», — ответил Русс. «Почему? Что он может сделать?» Тяжело сглотнув, переспросил Хавсер. «В действительности же он хотел спросить, кто ваш брат?» «Что-нибудь глупое, о чем все мы будем чертовски долго сожалеть», — произнес Русс. «Мы здесь для того, чтобы убедиться, что он придет к верному выводу. А если не придет, то нам предстоит убедиться, что последствия неверного выбора свелись к минимуму». «Вы говорите о другом примархе», — догадался Хавсер. «Да, это так. Вы говорите о том, чтобы поднять оружие на другого примарха?» «Да, в случае необходимости. Забавно, но, похоже, мне всегда достается самая грязная работенка». Волчий король встал с лавки и потянулся. «Как только ты вошел сюда, сэр», — сказал Русс, насмехаясь над Хавсером. «Неприятные сестренки заблокировали то, что играло с твоей головой. Мне было бы очень интересно узнать, кто же все-таки тобой управляет». «Управляет?» «Разуй глаза, Ахмат Ибн Русте. Ты шпион. Пешка в очень длинной игре». «Шпион? Уверяю вас, сэр, не по своей воле я...» «Да замолчи ты, человечешка», — прорычал волчий король. Одна лишь сила вибрации заставила Хавсера упасть обратно на лавку. «Знаю, что не по своей. Мы потратили много времени и усилий, проверяя тебя. Мы хотим узнать, какой именно ты шпион. Обычный собиратель информации или же у тебя есть куда более коварная задача. Мы хотим узнать, кто тебя направляет и по чьей воле ты попал в волка Фенрика 20 лет назад». «Это был мой выбор. Я выбрал Фенрис из чисто научного интереса и...» «Нет», — произнес Лемон Рус, — «нет, не ты. Ты только думал, что это твой выбор. Ты чувствовал, будто это твой выбор, но на самом деле это не так. Но! Это не так, и со временем ты и сам поймешь». Волчий король сел обратно. Он наклонился и заглянул Хавсеру в глаза. Скальт, сам того не желая, задрожал. «Люди считают, что шестой легион состоит из одних дикарей. Но ты провел с нами достаточно времени, чтобы понять, что это не так. Мы сражаемся разумно. Мы не просто с воем бросаемся в бой. Хотя со стороны это может именно так и казаться. Мы собираем точную информацию и используем ее. Мы пользуемся любой лазейкой, любой слабостью. Мы безжалостны. Мы не глупцы». «Мне говорили об этом», — ответил Скальт. «Я видел это собственными глазами и слышал, как Ярл Агвай повторял этот урок своим воинам. Ярл Агвай знает, как именно я командую легионом. Иначе он бы не стал Ярлом. Я придерживаюсь определенных принципов ведения войны. Ты удивлен? «Нет, сэр. Тебя мог внедрить к нам враг или потенциальный противник», — сказал волчий король. «Но вместо того, чтобы избавиться от тебя, мне бы хотелось воспользоваться тобой. Не желаешь ли ты помочь мне?» «Готов служить», — моргнув, — ответил Хавсер. «Твоя нить может оборваться», — сквозь улыбку пророкотал Лемон Рус. «Но я хочу, чтобы ты испытал лед и попытался сделать так, чтобы пославшие тебя люди раскрыли себя». Рус вновь поднялся. «Женщины!» — крикнул он и махнул с сестрам безмолвия, следовать за ним. Все шестеро двинулись одновременно. Их полуторные мечи одним плавным движением опустились им на плечи. Хавсер услышал лишь скрежет металла по камню. Рус сделал еще один глоток меда, поставил чашу обратно и вышел через вырезанную мельтой дыру напротив коридора, из которого ранее появился Хавсер. Следуя за ним, у Скальда было время, чтобы оценить размеры широкого меча, покоившегося в отделанных перламутром кожаных за спинных ножнах. Он был великолепен и обладал гипнотическим совершенством, близящейся бурей или разверстой пасти хищника. Меч был крупнее и выше, чем сам Скальд. Он определенно не уместился бы в гроб, сколоченный для Каспера Хавсера. Словно почетная гвардия, женщины-воительницы окружили их по трое с каждой стороны. От их близости у Хавсера мурашки пошли по коже. Войдя в зал, он так и не спрятал секиру, и теперь его пальцы непроизвольно сжались вокруг ее теплой рукояти. По его лицу лился пот. Проход был коротким, и спустившись по нескольким грубым шероховатым ступеням, они оказались в огромном зале с высоким потолком. После узких туннелей и тихой комнаты от его размеров у Хавсера перехватило дух. Некогда в эту часть скальной породы потоком лавы внесло гигантский пузырь, который со временем затвердел. Пол был выровнен с помощью мельты, но верхняя часть пещеры изгибалась естественным образом, подражая церковному нефу. Теплый воздух доносил до скальдо бормотания, эхо множества голосов, кажущихся тихими из-за необъятности зала. Здесь располагался командный центр. На металлических плитах, уложенных на пол, стояли переносные электрогенераторы, питавшие кагитаторы и вокс-установки. Зал освещался вмонтированными стены лампами. И, как заметил Хавсер, у выходов были развернуты автоматические орудия часовые и полевые генераторы. Это был настоящий укрепленный пункт. Его возвели таким образом, чтобы можно было легко оборонять. С потолка свисали ряды гордых имперских знамен и флагов, поникших и неподвижных от гнетущей жары. Это были боевые символы и свитки почестей, шитые золотыми нитями ткани, свидетельствующие о величии и мощи империума человека. Даже здесь, в этом временном помещении, было решено их вывесить, словно это был один из великих залов королевского дворца Терры. В командном центре работал самый разный персонал. Во все стороны носились сотни людей и сервиторов. По углам огромного зала стояли безмолвные сестры, накрывая его своей болезненной аурой. По большей части за консолями сидели офицеры имперского флота и гегемонского корпуса. Хотя Хавсеру удалось заметить также несколько треллов шестого легиона и людей-слуг в униформе других организаций. Но более всего, Скальдо поразили фигуры, закованные в золото. По крайней мере, с десяток их присматривал за ходом некоторых работ. Доспехи этих воинов походили на те, что носили Астартес, но были куда легче и сработаны искусными мастерами с огромным тщением. Одни великаны стояли с непокрытыми головами, другие же были облачены в золотые конические шлемы с пылающими зелеными линзами и красными плюможами. Они были кустодиями, притарианцами-телохранителями Верховной Теры. Эти могучие постчеловеческие существа были созданы по совершенно иному принципу, нежели Астартес и Примархи, и занимали промежуточную между ними ступень. Их было совсем немного, но по силе и умениям они значительно превосходили космических десантников. Мне кажется, начал Хавсер. — Что? — грубо спросил Рус, и внезапно обернулся, чтобы взглянуть на шедшего позади Скальда. — Что ты сказал? — Мне кажется, есть только одна причина, по которой здесь могли появиться воины Легио Кустодис, — закончил Хавсер. — Тогда тебе правильно кажется. — Он здесь, — произнес Хавсер. — Да, здесь. Каспер Хавсер медленно поднял голову и посмотрел на стеклянный потолок скалы. В вулканических стенах пульсировала магма. Но на самом деле Скальд видел только воображаемый свет. Он никогда не думал, не осмеливался думать, что окажется в такой близости от... — Он здесь, — прошептал он. — Да, вот почему мы стараемся вести себя хорошо. Волчий король махнул одной из благородных золотых фигур, которая неподалеку наблюдала за работой персонала-кодификатора. Воин уже успел заметить прибытие рассерженного волчьего короля, как и все остальные в комнате. Они приближались с некоторой поспешностью, словно не хотели заставлять примарха ждать. Или не хотели оставлять его одного, чтобы тот не успел наломать дров. Кустодий добрался до них первым. Вблизи Хавсеру стало ясно, что орнаменты практически полностью покрывали его золотые доспехи. Вокруг застежек горжета извивались змеи, которые тянулись дальше по плечам и на груднику. На наручах и рукавицах вырисовывались солнце, звезды и луны во всех фазах. Здесь можно было найти деревья, огни, лепестки, бриллианты, кинжалы, фигуры тара и открытые длани. На скальдо смотрели глаза и циркумпункты. Историк-символист в Хавсере увидел работу целой жизни в каждой части доспехов Кустодия. В геральдической и культурной значимости каждого знака и гравировки, каждой надписи и девиза. Человек был ходячим артефактом. Неполное напознавательное пособие по эзотерическим традициям человечества, воплощенное в силовых доспехах. С плеч Кустодия ниспадал красный плащ, а пояс покрывал килт того же цвета, поверх которого была надета боевая юбка и скрепленные штифтами кожи. Из-за глухого конического шлема с густым племмажом красных волос он казался еще выше. Кустодий взглянул на волчьего короля через слабо светящиеся зеленые линзы и коротко кивнул. — Мой лорд, что случилось? — спросил он. Его голос звучал несколько сухо из-за вокса шлема. — Я просто говорю, что мы стараемся вести себя хорошо, Константин. — Действительно, мой лорд, ну так что-то случилось. Я думал, вы отдыхаете в тихой комнате. Мы сейчас несколько заняты. — Да, Константин, это Скальд Ротетра. Я разрешил ему здесь осмотреться. Скальд, познакомься с Константином Вальдором, претором Кустодиев. Постарайся выглядеть пораженным. Это очень важная птица. Его работа — охранять моего отца. — Мой лорд, можно вас на два слова? — спросил Вальдор. — Вообще-то, я вас знакомлю, Константин, — резко ответил Рус. — Я настаиваю. Искаженный воксом, голос Вальдора казался угрожающим. Позади претора встал еще один Кустодиев вместе с двумя Астартес, один из которых был облачен в красные доспехи, а другой в тяжелый комплект пепельно-серых зеленой окантовкой доспехов Терминатора. Из его шлема, подобно бивню, торчал Рок. Остальной персонал, находившийся в непосредственной близости, прервал работу, чтобы взглянуть на перепалку. Кругом порхали маленькие, размером с новорожденного, сервиторы Херувимы со стрекозинами крылышками. Их лица представляли собой серебряные маски, а крылья вяло трепыхались с гулом, словно от двигателей самолета. — Знаешь что? — произнес волчий король. — Последнему, кто настаивал, я оторвал руки и вставил ему в задницу. Херувимы взвизгнули и бросились за спину Вальдору. — Мой лорд! — спокойно ответил Кустодий. — Ваше постоянное желание играть роль короля варваров? Конечно, оно очень забавно, но мы сейчас и правда заняты. — Ох, Константин! — расхохотался Рус. — Я так и знал, что ты это скажешь. С этими словами он дружески хлопнул, претара по плечу, от удара которого Хавсер даже не сомневался. На золотых доспехах Кустодия осталась вмятина. — Лорд Рус, я вынужден поддержать заявление лорда Вальдора, — произнес Астартес в красном. — Это не место для... Его голос затих, когда выключился потрескивающий вокс в его шлеме. Астартес кивнул на Хавсера. — Размахивание с Секирой! — закончил он. Хавсер понял, что так до сих пор и не спрятал оружие. Он быстро закинул Секиру обратно в петлю на поясе. — Смотри сюда, Скальд! Волчий король взмахнул рукой, указав на все четыре фигуры разом. — Они тебя явно недолюбливают. Видишь, вон того в красном. Это Ралдарон, магистр ордена из Кровавых Ангелов, вместо брата Сангвиния. А вон тот здоровяк — это Тифон, первый капитан Гвардии Смерти. Запомни их имена, чтобы ты мог сложить подробное сказание об этом дне у очага Тра. — Довольно, мой лорд, — сказал Тифон. — Нужно придерживаться мер безопасности. — Ого-го! Не слишком ли ты много на себя берешь, первый капитан? Рус шагнул вперед и обвинительно указал на Астартес в пепельно-серых доспехах. — Ты не смеешь! Не смеешь говорить примарху довольно! — Тогда, возможно, смею я! — раздался другой голос. Все разом обернулись. Новоприбывший обладал таким же ростом и ощутимой аурой присутствия, что и Лемон Рус. Он блистал, словно яркая звезда. Он был светом и эстетическим совершенством, там, где Рус являл собой первобытную энергию с кроваво-золотой гривой. Рядом с ними меркли даже величественные кустодии. — Ты! — обиженно буркнул Рус. — Да, думаю, ты сможешь! Он бросил взгляд на Хавсера. — Знаешь, кто это? — Нет, сэр! — пробормотал скальт. — Что ж, сэр, это мой брат Фулгрим. Примарх детей императора был облачен в великолепно сработанные пурпурно-золотые доспехи. Белые волосы обрамляли лицо болезненно идеальной красоты. Он одарил Хавсера мимолетной, но ласковой улыбкой. — Опять надоело сидеть в тихой комнате, брат, — поинтересовался Фулгрим. — Да, — ответил Рус и отвел взгляд. — Но ты ведь понимаешь, что должен оставаться там какое-то время. Он может расценить твое присутствие как провокацию, особенно если обнаружит, что именно ты настаивал на этом наказании. — Да, да, — нетерпеливо бросил Рус. Фулгрим вновь улыбнулся. — Держи себя в руках. Старайся не высовываться, чтобы собранные нами доказательства оказали еще больший эффект. — Твой человек, творец Вьюрда, уже готов поведать сказания. — Хорошо. Тогда с секретностью будет покончено. И мне больше не придется прятаться за спинами сестер, — произнес Рус. Но все же, — печально добавил он, — как мне хотелось бы увидеть выражение его лица, когда выскажется творец Вьюрда, или, по крайней мере, услышать об этом в последующие годы от моего скальда. Волчий король схватил Хавсера за руку и, пару раз тряхнув для пущей выразительности, потащил за собой. — Мы стараемся быть с тобой терпеливыми, брат, — сказал Фулгрим. — Пожалуйста, мой лорд, — присоединился Вальдор. — Сейчас не лучшее время для... — Вы так и не дали мне представить его, — резко прервал их всех Рус. — Не очень-то учтиво с вашей стороны. Это скальд Тра, так же известный, как Ахмат Ибн Русте, так же известный, как Каспер Ансбах Хавсер, присутствующий разом умолкли. — Рус, ну ты и пес! — выдохнул Фулгрим. Вальдор потянулся к высокому шлему, отсоединил застежки на горжике и снял его с шипением встравляемого газа, после чего передал шлем другому Кустодию. — Решили немного поиграть с нами, мой лорд? — спросил он, пытаясь придать своему голосу нотку веселья. Голова Вальдора была покрыта седой щетиной. Кустодий обладал так же высоким лбом и орлиным профилем. Он походил на человека, которому редко приходится улыбаться. — Да, Константин, — проворчал Рус. — Я соскучился в тихой комнате, мне нужно было чем-то заняться. — Вы могли упомянуть об этом человеке немного ранее? — произнес Вальдор, после чего взял у своего товарища переносной сканер и провел им по Хавсеру. — Потому что я чем-то важен? — спросил Хавсер. — Именно Каспер, — ответил Фулгрим. — Вы знаете, кто я? — ошеломленно спросил Хавсер. — Нас проинформировали, — протрещал Вокс шлема Ралдорона. — Каспер Хавсер, выдающийся ученый и исследователь, — произнес Тифон. — Основатель и руководитель проекта консерватории, получившего личное одобрение императора. Тифон снял увенчанный грубым рогом шлем. Под ним оказалось бородатое холерическое лицо, обрамленное длинными черными волосами. Около семидесяти стандартных лет назад внезапно ушел по собственному желанию, после чего исчез, вероятнее всего, во время необъяснимого и опрометчивого путешествия на Фенрис. — Вы знаете, кто я? — выдохнул Хавсер. — Нужно рассказать ему, — произнес Константин Вальдор. — Вы говорите так, будто вся моя жизнь идет по чьим-то правилам, — сказал Хавсер. Вокруг него жужжали сервитеры. — Возможно, так и есть, — ответил Рус. — Я отказываюсь верить в это, — произнес Скальп. — Скольким еще нужно сказать тебе об этом, чтобы ты начал слушать, — пророкотал Рус. — Пожалуйста, мой лорд, — упрекнул примарха, сопровождающий их другой кустодией. — Константин, следи за своим щенком, — предупредил Рус. Вальдор кивнул другому кустодию. Тот снял гравированный шлем, под которым оказалось моложавое лицо. — Омон Тарамахиан совсем не щенок, волчий король. Не насмехайтесь над ним. Рус расхохотался. Он сидел на пороге складской части командного центра, наблюдая за ходом биопроверки. Скрестив руки, стоявший рядом фулгрим лишь хмыкнул и покачал головой. Они отвели Хафсера в небольшой медицинский отсек, расположенный в углу главного зала. Его попросили лечь на кушетку. Закрепив на нем дефибрилляторы и проводки, специалисты начали биометрическое сканирование. Сервиторы тампонами смазали Хафсеру кожу, чтобы к ней можно было прикрепить небольшие контакты. Я отправился на Фенрис, потому что меня влекло то желание учиться и открывать, которое одолевало меня еще с детства, произнес Хафсер, понимая, что начинает оправдываться. На мое решение повлияло неудовольствие тем, что после долгой и преданной работы на службе объединению меня просто отпихнули на второй план. Я был сердит, расстроен. Я решил отбросить жалкое политиканство Терры, препятствовавшее моим усилиям, и как историк-культуролог предпринять чисто исследовательскую экспедицию на один из самых диких и загадочных миров Империума. Несмотря на то, что ты с самого детства боялся волков, спросил Вальдор. На Фенрисе нет волков, ответил Хафсер. Ты ведь знаешь, что есть, прорычал Рус. Его голос перерос во влажное рычание леопарда. И знаешь, кто они? Хафсер заметил, что у него слегка дрожат руки. Тогда... Тогда, если вы ищете некую глубинную психологическую причину, возможно, дело в том, что я хотел встретить и преодолеть свою детскую фобию. К ним присоединился Аун Хельвинтер. Перекатывая из ладони в ладонь полированные морские ракушки, он присел на одну из кушеток, которая прогнулась под его огромным весом. Вряд ли, сказал он. Думаю, это ключ. Страх. Этот особый страх. Он обладает силой. Думаю, именно с его помощью они смогли проникнуть в тебя. Но мы так и не смогли найти триггер. Несмотря на то, что просмотрели все твои мысли во время хладной дремы. И то, насколько близко к разгадке удалось подобраться длинному клыку. Триггер очень хорошо замаскирован. Какой еще триггер? Не понял Хавсер. Что за хладная дрема? Константин Вальдор сверился с инфопланшетом. Среди многих других регалий у вас есть и награда Доумарл. Вашу работу одобрили академики по внутренним системам. Некоторые ваши записи стали отправными точками для целого ряда исследований и открытий, которые оказали коренное и позитивное влияние на общество. Консерватория пользовалась значительным политическим влиянием. Это неправда, сказал Хавсер. Нам приходилось бороться за каждую толику власти. А другим политическим организациям разве нет? Спросил стоявший неподалеку Ралдарон. Нет. Хавсер обернулся столь резко, что от него оторвался один из контактов. Консерватория была научным проектом с обычными полномочиями. У нас не было особого влияния. Перед тем, как я ушел, нас собралось поглотить администрацией гегемонии. Я не мог смириться с этим. И не говорите, что мы пользовались влиянием. Нас бросили волкам. Он перевел взгляд на волчьего короля. Не хотел обидеть вас, сэр. Рус вновь расхохотался, мельком сверкнув клыками. Попытайся больше так не делать, дорогой братец, сказал Фулгрим. Ты его пугаешь. Думаю, вы бы могли обрести немалое влияние, заметил Вальдор. Если хотите знать, сэр, вашим самым главным недостатком была наивность. В высших кругах власти ваш труд уважали и ему оказывали негласную поддержку. В остальных организациях политической машины империума знали об этом. Они боялись вас. Завидовали. Но вы этого не видели и не знали. Распространенная ошибка. Вы были превосходным ученым, который пытался управлять организацией. Вам следовало продолжить научную деятельность и поручить вести дела тому, кто больше подходил для этой работы. Кому-то, кто обладал острым умом и сообразительностью. Кто смог бы держать волков в узде. Вальдор обернулся к Русу. Это было сказано метафорически, мой лорд, произнес он. Рус весело кивнул. Ничего, Константин. Иногда я метафорически отрываю руки. Этим всегда занимался на вид, тихо сказал Хавсер. Ему нравились трюкачества гегемонии и разных академий. Больше всего он обожал соревноваться за получение грантов или вести переговоры про заготовительный фонд. Вы о навиде Мурзе? Сверяясь с планшетом, спросил Вальдор. Погиб в молодости. Ясно. Да, вы с ним были неплохой командой. Ваши превосходные навыки работы в полевых условиях дополнялись его безграничным энтузиазмом в бюрократической сфере. Он погиб в Осетии. Смерть может оказаться важной, произнес другой Кустодий. Да нет, фыркнул Хавсер. На вид погиб от бомбы повстанцев. И все же, напомнил Вальдор, он исчез из консерватории и вашей жизни. Я решил отправиться на Фенрис не из-за того, что на вид Мурза погиб по Сетии, зло ответил Хавсер. Это событие отделяют несколько десятилетий. Я отказываюсь верить. Вы мыслите слишком узко, сэр, вдруг сказал другой Кустодий, звавшийся ОМОНом. После устранения Мурзы исчезла также вся та польза, которую он приносил вам и консерватории. Разве вы заменили его? Нет. Он был вашим другом долгое время. Вы привыкли к нему. Вы взяли на себя обязанности администратора, хотя понимали, что не справляетесь с ними. Вы заставили себя стать политиком, потому что найти замену казалось вам чем-то сродни предательству. Вы не хотели порочить его имя. Поэтому, когда пришло время, ты оказался измотанным, Каспер, произнес Фулгрим. Ты устал от многолетней бюрократии, от того, что выполнял работу Мурзы, от того, что не занимался тем, что тебе всегда нравилось. Ты был на взводе и как никогда готовым бросить все и отправиться на Фенрис. Но триггер все еще неизвестен, добавил Аун Хельвиндер. Да, это остается загадкой, согласился Вальдо. Но только не момент времени, уточнил Тифон. Пепельно-серый терминатор стоял по другую сторону кушетки. Как и Вальдор, время от времени заглядывал в инфопланшет. Он созрел, сказал Фулгрим. Со всем уважением, мой лорд, произнес Тифон. Субъект был готов. Я говорил о том времени, когда кто-то направил его. Он вновь сверился с инфопланшетом. Катушка 869 Альфа, сказал он. Вальдор заглянул в планшет, а Фулгрим достал свой. Здесь доклад Хенрика Слюсина, помощника секретаря, которому предстояло следить за слиянием консерватории и администрации. Именно это и добило меня, вздохнул Хавсер. Слюсин был гнусным человечишкой. Он не собирался уважать то, но что я? Все же он мог стать лучшим союзником, чем ты предполагал, Каспер, ласково заметил Фулгрим и одарил Хавсера спокойной и ободряющей улыбкой. Когда ты исчез, Слюсин как раз составлял доклад вышестоящему начальству. На файловой катушке есть его копия. Он рекомендовал сохранить независимость консерватории. По его мнению, слияние с администратумом серьезно ограничило бы ее деятельность, а также ту пользу, которую она могла бы приносить. Предложение было одобрено лордом Малкадором, сказал Вальдорф. Сиделайт поставил свою печать на грамоте о самоуправлении консерватории. Сиделайт? спросил Хавсер. Его всегда интересовала ваша работа, произнес Тифон. Думаю, он был вашим главным тайным сторонником. Если бы вы не исчезли, сэр, то получили бы все желаемые полномочия. Ваш персонал увеличился бы, а также возрос бы масштаб операций. Думаю, лет через пять вы бы стали секретарем в Совете внутренней гегемонии, вы бы стали влиятельным человеком. Возможно, первый капитан Тифон прав, заметил Фулгрим. Ты бы стал менее податливым, ты бы успокоился. Тому, кто тобой управлял, пришлось активировать тридер во время этого небольшого промежутка, или он рисковал потерять всякий контроль над агентом, которого продвигал на протяжении пятидесяти лет. Хавсер поднялся, отчего прикрепленные к нему контакты отцепились один за другим. Сэр, мы еще не закончили, запротестовал один из медиков. Фулгрим ласково поднял руку, заставляя человека замолчать. «Никто бы не потратил столько времени на подготовку и внедрение агента», тихо сказал Хавсер. «Они бы потратили, Каспер», произнес Фулгрим. «Главные институты империума без раздумий превращают человека в агента сразу после рождения и внедряют его на протяжении всей жизни. Но в большинстве случаев это происходит так, что человек ничего не подозревает». «Вы бы так поступили, сэр», спросил Хавсер, взглянув на него. «Мы бы все поступили подобным образом», резко сказал Вальдор. «Информация стоит на первом месте». «Мы продержали тебя во льду 19 великих лет, чтобы узнать, кто послал тебя», произнес Рус. «Можно спрогнозировать», ответил Аунхель Винтер. «Вюрт можно разложить на части. Личность человека можно проанализировать, а анализ этот экстраполировать, чтобы предвидеть, какую карьеру он изберет и где окажется на определенных жизненных этапах. Опытный предсказатель может составить план жизни человека и ухаживать за ним, словно за растением, заставлять его расти в нужном направлении ради определенной цели». «Кто это сделал со мной?» спросил Хавсер. «Тот, кто развивал твои естественные способности, Каспер, сказал Фулгрим. «Тот, кто видел, что твою невинную жажду к потерянным знаниям можно использовать в собственных целях. Он говорит о нашем заблудшем брате», произнес волчий король. Кустодий по имени Амон вывел Хавсера из огромного командного пункта в вырезанный Мельтай-туннель, который охраняли Астартес из 9-го и 14-го легионов. В руке Кустодий сжимал копье стража, покрытую гравировкой золотую церемониальную алебарду, в которую был искусно вмонтирован болток. В туннеле царила невообразимая жара. Хавсер чувствовал ритмический бой атмосферных процессов, защищавших искусственную атмосферу Никеи от мгновенного испепеления. Его сердце бешено колотилось, а голова буквально раскалывалась. Прекрасный примарх Фулгрим предложил ему прогуляться, хотя Скальд подозревал, что его опять используют. Тем не менее, он был рад покинуть столь важных особ. Быть в центре внимания двух примархов, двух Кустодиев и трех старших Астартес казалось ему невыносимым. Они были выше его, как в буквальном смысле, так и в переносном. Он чувствовал себя ребенком в комнате со взрослыми или насекомым в банке, или животным, которое решили принести в жертву хищникам. Разве мы не выходим из-под влияния неприкасаемых, спросил Хавсер Кустодиев. Да, ответил ОМОН, лишь нижние уровни защищены от мысленного вторжения. Значит, мой разум опять станет видимым, спросил Хавсер. Видимым для того, кто управляет мной. Разве нет риска в том, что я все им выдам. ОМОН кивнул. Это также хороший шанс получить рычаг, сказал он. Волчий король знает, что вы шпион, но долгое время держал возле себя. Сначала он держал вас на Фенрисе, а после взял в крестовый поход. Он хотел, чтобы те, кто шпионил за ним, видели то, что видите вы, и поняли, что он знает о них. Волчий король считает, что выигрывает сражение, не скрывая секреты от своих врагов. По его мнению, он побеждает врагов тем, что показывает им желаемое, и то, насколько унизительным в конечном итоге окажется их поражение. Это высокомерно. Таков его путь. Этот враг, он ведь не совсем враг, верно? Другой примар. Здесь ведь речь идет о соперничестве, не так ли? У каждого легиона есть своя агентурная сеть, ответил Кустодий, но они нужны им для разных целей. Космические волки содержат ее, чтобы стратегически оценить любого противника, с которым они могут даже теоретически столкнуться. Тысяча сынов делает это в основном ради того, чтобы утолить свою жажду познания. Познание, эхом отозвался Хавсер, что же они хотят знать, «Насколько я понимаю», ответил Кустодий, «все». Вежливым жестом он предложил Хавсеру пройти вперед. Перед ними сиял свет, будто занимающаяся заря, отбрасывая лучи прямо в туннель. Постепенно проход начал расширяться. Наконец Хавсер вышел на огромную платформу из черной скалы в форме галереи, которая шла вокруг верхнего уровня внутренней части вулкана. Розовое зарево извержений Никеи у него над головой освещало изрезанный край конуса. На один неприятный миг это напомнило Хавсеру вид на пропасть мира тишины, вид, на который он смотрел, лишь бы не видеть смерть длинного клыка. Над розовым горизонтом раскинулись бескрайние небесные просторы. Внутри огромного пространства сверх вулкана царила абсолютная тишина. Хавсер взглянул на кустодия, который ободряюще ему кивнул. На извилистой галереи собрались и другие люди, смотревшие на вулканическую чашу. Хавсер подошел к краю парапета из мерцающего черного базальта высотой по пояс. Облокотившись на него, он ощутил его неровную поверхность. Скальд почувствовал порыв ветра на лице. Дрожь, сопротивлявшаяся из последних сил атмосферы. Галерея также была вырезана мельтой. Ниже похожим образом были созданы концентрические круги других галерей, которые спускались до склонов конуса, где переходили в ряды черных скамей, формируя гигантский амфитеатр. Наблюдательные галереи, а также все скамьи были битком забиты людьми. Хавсер прищурился, пытаясь внимательнее разглядеть их. Большинство из них находились столь далеко, что казались всего лишь точками. Облаченные в мантии адепты, богато разодетые аристократы в сопровождении свиты, а также группы Астартес. Хавсер перевел взгляд обратно на ОМОНа. «Что здесь происходит?» спросил он. «Здесь подвергается испытанию целое мировоззрение», ответил Кустодий. «Здесь рассматриваются и взвешиваются преимущества и недостатки силы». «Кем?» Амон Тарамахиан издал звук, который с натяжкой можно было назвать смехом. «Дорогой мой сэр», произнес он, «взгляните внимательнее». Хавсер вновь посмотрел вниз, в лицо ударил порыв ветра. Все внутри скальда сжалось, когда его взгляд скользнул по галереям, изрезанным склоном, над рядами скамей, расположенными, как на древней ромейской арене, где свободные люди орали и веселились, когда рабов бросали волкам. Ниже, еще ниже, над головами влиятельнейших и важнейших людей империума, к полированному полу амфитеатра, на котором на черном браморе золотом был выложен исполинский орел с распростертыми крыльями. Над орлиной головой располагалось возвышение, возвышение же лучилось светом. Свет находился там все это время, слишком яркий, чтобы не заметить его, но столь величественный, что разум Хавсера поначалу отказывался признать его. Именно его излучение скальд поначалу принял за восход солнца. Это было сверкающее и сине-белое сверхновое, свет, рвущийся в небо, подобно брошенному копью. Это был свет, и это был человек. От смешения мыслей с реальностью Хавсер громко Хавсер всхлипнул. Он смотрел прямо на него, но мозг был слишком испуган, чтобы сознательно принять то, на что Скальд смотрел. Повелитель человечества вел аудиенцию, и свет его величия было практически невозможно созерцать. Это была вторая наиболее удивительная вещь, которую Касперу Хавсеру пришлось увидеть в жизни. «Вы должны взглянуть», произнес Омон. «Я не могу», простонал Хавсер, вытирая с глаз слезы. «Но отворачиваться вы также не можете», ответил Кустодий. Дрожа, Хавсер посмотрел вниз. Он увидел трон испылающих крыльев и восседавшего на нем сияющего человека. Над ним висели черные стяги, которые поддерживали сон махерувимов, едва видимые из-за света. Вокруг трона на возвышении стояли воины Кустодии с копьями на вытяжку. Из-за слепящего света их блестящие золотые доспехи походили на движущуюся магму. «Кто все остальные люди?» спросил Хавсер. «Они не могут быть простыми людьми, если стоят так близко от света, но не сгорают в нем». Омон встал рядом и начал поочередно указывать на фигуры. «Лорд-милитант имперской армии», «Лорд Кельбор Халл», «Генерал-фабрикатор Марса», «Мастер навигаторов», «Лорд Малькадор Сигелайт». «Сэр, у меня отнялись чувства», прошептал Хавсер. «Этот день совершенно поразил меня. Думаю, благоговение нанесло мне нечто вроде травмы. Мой разум разбит, рассудок утерян. Я больше не чувствую шок, и ничто уже не может меня впечатлить. Вы только что назвали пять наиболее влиятельных персон из Святой Императора, но для меня это лишь слова, обычные слова. С тем же успехом вы могли бы сказать мне, что я утонул вместе с Атлантидой, или был погребен в пещерах Агарти, поскольку человеку не стоит воочию лицезреть мифы, на которых зиждется его вселенная. К сожалению, некоторым приходится сталкиваться с ними, сказал ОМОН, и разве это не то, чем вы занимались всю свою жизнь? По крайней мере, так говорится в вашем биодосье. На протяжении всей своей карьеры вы разыскивали мифы, погребенные под пылью веков, а теперь, стоя рядом перед ними, вы отворачиваетесь, у вас нет силы воли. Хавсер отвел взгляд от разворачивающегося внизу действия и посмотрел на огромного кустодия. Думаю, мне позволительно небольшая передышка. Я не привык к столь изысканному обществу. Прошу прощения, сэр, сказал ОМОН, если обидел вас, но именно благодаря пытливости вас и сделали игроком в этой игре. Именно это ваше качество пришлось по душе пятнадцатому легиону Астартес. Вы уже тогда ревностно искали знания. Они всего лишь взяли вашу жажду под контроль. Как им удалось сделать это? Ведь я даже никогда с ними не виделся. Никогда? спросил ОМОН. Никогда. Я... У Хавсера перехватило дыхание. Очередная вспышка воспоминаний озарила темный провал в его памяти. Биотия. Как же давно это было? Сэр, какой именно легион меня защищает? спросил он. Пятнадцатый. Пятнадцатый, значит, тысяча сынов. Как тебя зовут? Хавсер обернулся. Тупеловские уланы вывели из святилища всю группу, так что внутри остался лишь он. Позади первого Астартес появились еще двое, столь же необъятных размеров. Как могло нечто настолько огромное передвигаться так тихо? Как тебя зовут? спросил один из новоприбывших. Хавсер, сэр. Каспер Хавсер, консерватор, приписанный к... Это шутка? Что? переспросил Хавсер. Заговорил другой Астартес. Это должно быть шутка? Я не понимаю, сэр. Ты назвал нам свое имя. Это должно быть была шутка. Это некое прозвище. Не понимаю, меня так зовут. Почему вы подумали, что Хавсер? Ты не видишь отсылки? Это было много лет назад, сказал Хавсер Омону. Всего раз, да и то мимоходом. Я едва помню этот случай. В мой разум вторглись явно не тогда. Это ведь казалось таким незначительным. Они спросили мое имя. Ваше имя? Но ведь в моем имени нет ничего странного, спросил Хавсер. Имена играют важную роль, силу своим владельцам, а также власть над своими владельцами тем, кто выучил их имена. Что? Когда вы знаете чье-то имя, вы обретаете над ним власть. Как думаете, почему все знают императора лишь по его титулу? Но вы говорите о колдовстве, воскликнул Хавсер. Колдовство? Это прозвучало как обвинение. Вам известна сила слов. Вы видели, что Мурза сделал при помощи слов в лютеции? Чертов рунический жрец уже всем успел рассказать эту историю, резко сказал Хавсер. Кто дал вам имя? Ректор Уве, после того, как меня нашли. Когда я оказался в общине, никто не знал моего настоящего имени, поэтому он решил выбрать его для меня. Это имя из древней легенды. Каспер Хавсер, Каспер Существуют различные варианты. Давным-давно, еще до эры технологии, в городе Нюрборг, появился мальчик из ниоткуда, без родителей или прошлого. Он вырос в темной камере, имея при себе лишь деревянную игрушечную лошадку, и появился на белый свет лишь для того, чтобы столь же загадочным образом погибнуть в садах Ансбаха. Этот ректор, он выбрал вам подходящее имя. Оно наполнено великой силой, проистекающей из его важности. Ребенок-найденыш, прошлое, скрытое во мраке, поиск истины, даже деревянная лошадка, и та, сопутствующий символизм, обозначающий хитрость, с помощью которой одна сторона может проникнуть сквозь оборону другой. Стратегия Ильоса, уязвленно спросил Хавсер. Так вот, кто я такой? Несомненно, ответил Омон. Хотя волки, чувства которых намного острее, чем у других Астартес, сразу поняли это. Но ведь нелепо предполагать, будто моей жизнью управляли при помощи имени, выплюнул Хавсер. Это бессмыслица. Омон щелкнул пальцем по горжету доспехов. Имена ключевые символы кустодиев. Его имя выгравировано на внутренней части золотого нагрудника. Оно начинается с правой стороны воротника, где виден лишь первый его элемент, а затем уходит внутрь. У некоторых ветеранов собранные имена доходят до уровня пластин живота и обвиваются снаружи вокруг пояса. Имя Константина Вальдора состоит из 1932 элементов. Я знаю об этой традиции кустодиев, ответил Хавсер. Тогда вы должны знать, что Омон лишь начало его имени, самая первая часть. Вторая часть это Тарамахиан, затем Шигадзе, место его рождения, затем Лепрон, дом, в котором он обучался, Кайрон Хедроса, место, где он впервые познакомился с оружием. Стоп, стоп, вы хотели сказать ваше имя, а не его, возразил Хавсер. Когда кто-то называет свое имя, произнес голос, принадлежавший Омону, к устодию первого круга, становится особенно легко подчинить его своей воле. Меня также зовут Омон. С помощью этого совпадения я затмил разум твоего благородного спутника. Повернись и узри меня, Каспер Ансхаб Хавсер. Внезапно Хавсер понял, что кустодий стал странно неподвижным, словно его разбил паралич, или же отполированные золотые доспехи были надеты на статую. Кустодий Омон Тарамахиан стоял, положа руку на парапет галереи и безучастно взирая на амфитеатр. Хавсер стал медленно оборачиваться, его кожа защипала. Наконец, какому-то чувству все же удалось преодолеть травматическое оцепенение, охватившее его разум. Это был страх. Позади него стояло нечто, существо, которому удалось приблизиться к нему, не выдав своего присутствия. Им оказался воин Астартес в красно-золотых доспехах, чье тело казалось несколько смазанным из-за смещающего поля или плаща обманки. Он стоял, опираясь локтями аппаратов, словно обыкновенный зритель. Взгляд его зеленых линз следил за происходящим внизу. Я Омон из 15-го легиона Астартес, капитан девятого братства, советник примарха. Теперь Астартес говорил собственным голосом. Как долго я общался с тобой, а не с Кустодием? Как только вы вошли сюда, ответил советник. Это вы создали меня, спросил Хавсер. Вы исказили меня ради собственных целей. Мы направили тебя на наш путь, сказал воин. Скрытые, куда покладистее, если их не склонять на свою сторону, при помощи силы, даже в тайне. Так ты подтверждаешь, что я орудие? Удивительно, не правда ли? Мы знаем, что ты наш шпион, и волкам также это известно. Кто-то другой мог бы счесть, что ты стал бесполезным. А разве нет? Игра ведь еще и не началась. Советник тысячи сунов указал на чашу амфитеатра. Далеко внизу великан с всклокоченными волосами поднялся к деревянной кафедре напротив сияющего возвышения. Это не совет, произнес ОМОН. Это суд без намека на законность. Мой возлюбленный примарх, которого сейчас будет просить милосердия во имя знания перед судом, ведомым суеверием и легковерностью. Императора принудили к этому. Ему не оставили иного выбора, кроме как наказать Алого Короля. Но кто? Как это вообще возможно? Удивленно спросил Хавсер. Братья Алого Короля, другие примархи завидуют тысячи сынов. Из-за умений, которыми мы овладели во благо империума. Они зовут наши таланты колдовством и выступают против них. Но все дело в зависти. Некоторые хорошо скрывают свою враждебность. Например, Сангвиний и Хан говорят, что это всего лишь незначительная проблема, которую нужно урегулировать ради всеобщего блага. Но внутри они пылают завистливой яростью. Другие даже и не пытаются скрывать ее. Мартарион, волчий король. Возможно, из-за неприкрытости их ненависть самая честная. Советник впервые посмотрел на Хавсера. Увенчанный гребнем красно-золотой шлем казался угрожающим. Линзы лучились зеленым светом, который, впрочем, потускнел, как только ОМОН снял шлем. Советник был солдатом-ветераном с коротко подстриженными волосами и кожей, походившей на старую бумагу. Совет на Никее намерен решить проблему использования адептов Библиариума в легионах, сказал он. Его голос, более неискаженный воксом шлема, был глубоким и резонирующим. По нашему мнению, то, что зовется магией, является жизненно важным средством для выживания Империума. Противники клеймят нас, как еретиков и отвергают накопленные нами знания. Если решение Императора окажется не в нашу пользу, это приведет к расколу братства примархов. Особенно, если вы не покоритесь решению Императора, продолжил Хавсер. У него не будет иного выбора, кроме как покарать нас, согласился советник из Тысячи Сунов. И Карой станет шестой легион. Карой единственная причина, по которой он позволяет существовать дикому и чудовищному шестому легиону. Единственная причина, которая оправдывает их создание, последнее средство устрашения. И я средство раннего оповещения. С помощью меня вы сможете увидеть их появление. «Да, Каспер Хавсер, именно так». «Он примет решение не в вашу пользу», сказал Хавсер. «Неважно, как вы его преподнесете, но ваше искусство малефик, и оно, как я понял, привело человечество к древней ночи». Советник вновь взглянул на действия внизу. Хавсер пристально всматривался в его профиль. Ему вдруг стало интересно, как полагается выглядеть чернокнижнику. Ему стало интересно, был ли у колдовства запах. Хавсер попытался вспомнить, не это ли лицо он видел в отражении окна тем утром на орбитальной платформе. Не ему ли принадлежало то лицо, знал ли его скальп? «Давай я расскажу тебе о древней ночи», начал советник. «Ведь большую часть жизни ты пытался отыскать ее следы». В мифах говорится, что это была катастрофа вселенских масштабов. Космологический апокалипсис. И да, что причиной этому стало злоупотребление некими таинственными трансформаторными возможностями. Но я акцентирую внимание на термине злоупотребления. Я говорю о целых культурах и обществах, которые неверным образом использовали эзотерические знания, в основном из-за непонимания того, что они делают. Но знаешь, что больше всего пугает в древней ночи, Каспер? «Нет», ответил Скальд, «я скажу тебе, само понятие неверное, древней ночи не было. Оглянись на прошлое и ты увидишь, что человечество переживало сотни катастроф. Во внешнюю тьму канули целые эпохи, но человек все равно поднимался лишь за тем, чтобы его смыло вновь. Цивилизации возникали и исчезали гораздо чаще, чем ты. Ты можешь себе представить. Атлантида и Агарки. От некоторых древних царств не осталось совершенно никаких следов. Это естественный процесс. Естественный? Это же результат игр людей с разрушительными силами. «Нет», терпеливо сказал советник, словно он был наставником, который занимается с отстающим учеником. Представь себе лес, который иногда страдает от пожаров. Огонь уничтожает все, но он часть цикла, ибо освобождает место для новых растений. Человечество вновь вырастет на пепелище последнего пожара Каспер. Из этого мы поняли, что знание это связующее звено. Знание единственная сила. Без него мы сгорим вновь. Поэтому главнейшая задача 15 легиона сбор знаний. Ты ведь занимаешься тем же, Каспер. Вот почему ты оказался столь подходящим кандидатом для вербовки. Вот почему твой разум даже не пытался сопротивляться, когда мы сплели воедино твои и наши стремления. Знание жизни сила, а также защита от тьмы. Забывчивость вот истинное зло, которым пытается сломить нас мрак. Он коснулся пальцами лба. Важнее всего хранить знания здесь, посвятить себя ему, держать его не в книгах, планшетах или хранилищах данных, но в памяти. Скажи мне, разве сами волки, какое бы они отвращение не испытывали к Малефику, не следует древней традиции устного повествования? Разве устный пересказ это не то, что они уважают, скальп? Да, нехотя признал Хавсер. Есть древний миг, продолжил советник. Он остановился и взглянул на застывший круговорот никейского неба. История о Тоте, боге фаронской эры. Он изобрел письмо и решил показать его правителю Эгипта. Но тот ужаснулся, ибо счел, что из-за письма люди станут все забывать. Советник обернулся и вновь посмотрел на Хавсера. Мы пришли к тебе не с писаным словом или инструкциями. Мы не пытались повлиять на тебя через то, что можно было бы стереть или изменить. Мы говорили с тобой во снах и в особых случаях записывали воспоминания прямиком тебе в память. Другими словами, вы не оставили мне выбора, ответил Хавсер. Вы изменили мою жизнь и мой фьюрт. И в данном случае я не имел права голоса. Каспер, ты говоришь забывчивость настоящее зло. Тогда почему вы используете ее? Почему одни вещи я помню необычайно ясно, а другие остаются сокрытыми от меня? Если забывчивость худшая из зол, тогда почему вы применили ее на мне? Почему моя память избирательна? Чего я не должен помнить? взгляд Аммона посуровел. Что ты хочешь сказать? спросил он. Он хочет сказать, чтобы ты отошел, сказал медведь. Одиннадцатая глава. Кровь и имена. Отойди, повторил медведь с большим нажимом. Аммон из тысячи сынов повернулся и взглянул на космического волка, стоявшего за хавсером. Его лицо вновь озарилось улыбкой. Ты целишься вроде Чаостартес, волк-брат? спросил он с некоторым весельем. Это разумно? Или точнее прилично? Болтер медведя не шелохнулся. Я защищаю Скальда, как того требует мое призвание. Отойди. Аммон из тысячи сынов рассмеялся, после чего отступил на пару шагов от хавсера и парапета. Кустодий, хотя все еще неподвижный, начал словно человек, пытавшийся проснуться. Разве мы будем ссориться и драться, пока под нами творится история? спросил советник. Не исключено, произнес Аун Хельвинтер, бесшумно обойдя Аммона сбоку. Уже двое, с напускным восторгом, заметил советник тысячи сынов. Скальд под нашей защитой, твердо сказал рунический жрец. Но я ему не угрожал, беспечно, ответил Аммон. Мы просто разговаривали. О чем? спросил Хельвинтер. О пустяках, произнес Аммон. Невинных вещицах, о деревянной лошадке, подкладке ригицидной доски, в вкусе яблок, игре на клавире, вещах, связывающих жизнь воедино, о ностальгии и воспоминаниях. Отойди, повторил медведь. Вижу, у тебя совсем туго с юмором, заметил Аммон. Отойди и убери Хельвинтер. Рунический жрец застыл в ритуальной стойке. Выставив левую ногу вперед, поднял левую руку, словно изготовившийся к атаке линдворм. Правую же прижал к поясу, ладонью кверху и с согнутыми пальцами, будто крючки для ловли рыбы. Хавсер внезапно ощутил перепад давления. Что меня особенно умиляет, сказал советник тысячи сынов. Так это ваше лицемерие. Вы преследуете нас за так называемое колдовство, но сами не гнушаетесь пользоваться им, шаман. То, что использую я во благо стаи, и то, что практикуешь ты, разделяет огромная пропасть чернокнижник, ответил Хельвинтер. И пропасть эта зовется контролем. Лишь наивный будет полагать, что человечество сумело бы выжить без уловок и хитростей. Но всему есть предел. Предел. Нам следует знать, что мы можем постичь, а что нет, и никогда не должны позволять себе переступать эту черту. Скажи, как далеко ты зашел за нее, на шаг три, десять, тысячу? Но благодаря нашему врожденному превосходству над вами, Годи, мы овладели ими всеми, ответил Омон. Вы едва погрузили ступни в Великий океан. Всегда можно узнать что-то новое. Есть такая вещь, как слишком много, сказал Хавсер. Омон улыбнулся. Слова сказанные этим предателем жрецом, творцом в Юрда в день твоего пробуждения на Фенрисе. Хавсер бросил взгляд на Хельвинтера. Его устами, произнес он, не знаю, какое вам еще требуется доказательство того, что с тех самых пор, как я попал в Эд, пятнадцатый легион, следил за вами с моей помощью. Улыбка сползла с губ Амона. Он бросил взгляд на приготовившегося рунического жреца. «Аун Хельвинтер», воскликнул он, «твое имя отчетливо прозвучало в мыслях Скальда. Теперь я знаю его, и ты ничего не сможешь мне сделать». Воздух между советником и руническим жрецом разбух от взрыва. Хавсера отбросило на землю. Всех ослепило вспышкой невыносимо яркого света. Хельвинтер с дымящимися руками врезался в базальтовую стену галереи, отчего в ней осталась глубокая вмятина. Медведь трижды выстрелил из болтера. Расстояние было до смешного близким, и он стрелял на поражение. Каждый выстрел был смертельным и с легкостью мог убить человека. Медведь даже не подумал о том, чтобы просто покалечить советника тысячи сынов, когда тот напал на его брата-жреца и поставил под угрозу жизнь Скальда. Его ответ был механическим, и в подобных условиях промахнуться не смог бы ни один Астартес. Перекатившись по земле, Хавсер ощутил, как раздувается и искажается само время. Он увидел прямо над собой спутные струи масс реактивных снарядов, словно хвосты комет, словно падающие на землю дурные звезды. Снаряды разорвались прежде, чем успели попасть в Омона. Они разлетелись на мелкие пламенеющие осколки, которые осыпались на пол белой пылью, походившей на пепел или снег посреди суровой зимы. Омон с распростертыми руками ринулся через кружащуюся метель на медведя, выкрикивая его имя. Хавсер понял, что советник выкрал имя медведя из его разума так же, как и имя Хельвиндра. Омон знал имя волка и обрел над ним власть. Медведь отбросил ставший ненужным болтом и ударил Омона кулаком в лицо. Советник с разбитыми в кровь губами врезался в стену парапета. Он отлетел настолько внезапно, что Хавсер едва успел откатиться в сторону. На окровавленном лице советника было написано возмущенная ярость с примесью изумления. Имя должно было остановить медведя. Медведь ударил его по голове еще раз, а затем с рычанием нанес пару ударов в корпус. Омон вновь врезался в парапет, от которого на этот раз откололись частички базальта. Советник ударил медведя в ответ, но тот, казалось, даже не ощутил удара. От шока концентрация Омона ослабла. Благородный Кустодий, силой своего имени, застывший на месте еще со времени появления советника, со сдавленным криком вновь обрел подвижность. Это был отвратительный звук, который мог издать тонущий человек, нечаявший вновь вдохнуть воздух или просыпающийся от ужасного кошмара. Он пошатнулся, а затем рванулся к воину тысячи сынов. «Омон советник» и Кустодий рухнул на пол. Казалось, его снесло тайфуном. От ураганной силы, ощущать которую мог лишь он, воина протащило по галерее с десяток метров, высекая по пути искры и скалы. Советник протянул руку, и к нему полетело копье Омона Тарамахиана. Оно с гулким треском упало ему в ладонь. Советник ловко перехватил оружие в обе руки и ударил им в медведя. Острие задело левый наплечник Астартес и воина резко развернуло. От удара во все стороны полетели отколовшиеся кусочки керамита. Медведь выхватил секиру и рукоятью остановил следующий удар. Он попытался отбить копье стража, которое было куда длиннее его собственного оружия. Судя по тому, с каким мастерством Омон обращался с Алибардой, Хавсер не сомневался, что он похитил знания о владении ею из разума кустодия. Лезвием советник выбил фенрийскую боевую секиру из рук медведя, а затем замахнулся, чтобы добить безоружного Астартес. Каждый воин Тра, точнее каждый воин стаи, знал, что превыше всего стоит победа. Чужаки считали, что шестой легион славится своей дикой воинственностью, но это был просто неизбежный результат их мировоззрения. Волкаф Энрика были готовы на любые жертвы во имя победы. На самом деле мы прошли самую жестокую тренировку из всех возможных. Медведь немного подался вперед, и наконечник вонзился ему в бок, пробив броню под левой рукой. Астартес из другого легиона, столкнись он с подобной угрозой, попытался бы пригнуться и закрыться наплечником. В результате он лишился бы руки. Медведь же поднял руку и принял на себя всю мощь удара. С его губ сорвался рев боли. Хавсер широко открытыми от ужаса глазами увидел клыки медведя и кровь, обильно текущую из продольной раны в боку Астартес. Медведь опустил руку, и алебарда словно в клещах застряла у него межребер. Волк ухватил скользкое от крови позолоченное древко и притянул к себе Амона. Несмотря на все усилия, советнику не удалось вырвать оружие. Свободной рукой медведь принялся бить воина тысячи сынов по лицу. Каждый удар он наносил с болезненным, но победным ревом. От каждого удара во все стороны хлестала кровь. Пятый или шестой удар попал Амону в горло. Вся верхняя часть его прекрасных доспехов олела от крови. Выпустив из рук копье стража, Амон отшатнулся назад. Медведь выдернул из тела, покрытое кровью оружие, и отбросил его в сторону. Хавсер едва успел откатиться в сторону, когда оно с лязгом пролетело мимо. Одной рукой медведь ухватил Амона за край нагрудника, а другой за голову. Он откинул голову советника назад и оскалил клыки, собираясь вцепиться ему в горло. Нет, проорал Хавсер. Уже приготовившись добить жертву, медведь обернулся к Хавсеру и зарычал. Его золотые с черными точечками зрачков глаза потемнели от боли и некого иного дикого чувства. Не надо, крикнул Хавсер, подняв руку. Он нужен нам живым. Живым он станет нашим доказательством. Мертвым лишь докажет нашу агрессию. отодвинулся от Омона, хотя его рот так и застыл в кровожадном оскале. Он ударил советника еще раз, после чего силой бросил его на базальтовый пол. Оружие потребовал он. Хавсер достал свою секиру и бросил ее медведю. Астарте с легкостью поймал оружие, затем склонился над советником и выбил на его нагрудники символ оберег. Омон из тысячи сынов закричал. Он начал биться и извиваться сумасшедшей яростью и сумел оттолкнуть медведя. Его телодвижения превратились в безумное размытое пятно. Крики переросли в задыхающиеся всхлипывания, когда из его рта начало извергаться кровь и плазматическое вещество. Как только конвульсии советника достигли пика, из его тела вырвался шипящий столб скверно пахнущей энергией, окутанный струями темного дыма. Из разбитого медведем лица текла кровь и другие жидкости. Его дрожь походила на движение паралитика, и из него начали вырываться густые маслянистые клубы газа. Обхватив руками тело, он, пошатываясь, бросился бежать. Медведь хотел было подняться и догнать советника, но его тут же перехватил к устодии, которому наконец удалось освободиться от колдовских уз. Золотые доспехи ОМОНа были покрыты глубокими царапинами. Постой, сказал он медведю. Я сообщил к устодиям, верхние галереи будут оцеплены, ему не скрыться. Сестры заставят его умолкнуть, а мои братья из легио к устодии поймают его. Я сам его выслежу, продолжал настаивать медведь. Нет, уже увереннее ответил к устодий, после чего взглянул на Хавсера. Сэр, произнес он, я сильно вас подвел. Хавсер покачал головой, а затем подошел к парапиту и посмотрел вниз. Заседание продолжалось. Сверху вулкан был столь огромен, что никто внизу даже не заметил жестокого боя на верхнем ярусе зрительного зала. К ним подошел Оон Хельвиндер. Его лицо было бледнее обычного, как будто он год пробыл без света и еды. Рунический жрец снял перчатки силовых доспехов. Его руки оказались сильно обожжены. Они стали красными и покрылись волдырями. Он взглянул на амфитеатр. Нужно срочно оповестить императора, сказал рунический жрец, обращаясь не к Хавсеру, а скорее к Медведю и Амону Тарамахиану. Хельвиндер бросил еще один взгляд на сияющий помост и гиганта с злохмоченными волосами, говорившего за деревянной кафедрой. Неважно, какие аргументы предоставит Алый Король, добавил рунический жрец. Это определенно повлияет на решение повелителя человечества. Это самое поразительное событие, произошедшее со мной в старой жизни, сказал Хавсер с некоторым вызовом. В ней было наибольшее малефико. Ты знаешь, что это не так, ответил длинный клык. В глубине души ты знаешь это, ты отрицаешь себя. Хавсер проснулся. В один ужасный напряженный миг он думал, что оказался где-то в другом месте, но это был сон. Он снова лег, пытаясь успокоить дико стучащее сердце. Просто сон. Хавсер растянулся на кровати. Он чувствовал себя уставшим и не выспавшимся. подобным образом. Раздался электронный перезвон. Да, сказал он. Сэр Хавсер, пять часов, ваше время пробуждения, произнес мягким модулированным голосом сервитов. Спасибо, ответил Хавсер и сел. Все его тело затекло. Он чувствовал себя изможденным. Ему давно не было так плохо. Вновь разболелась нога. Возможно в ящике найдутся болеутоляющие. Он доковылял до окна и надавил на кнопку, чтобы открыть ставни. Те поднялись с низким гулом и в комнату хлынул золотистый свет. Над полусферой внизу вставало солнце. Хавсер смотрел прямо на Теру, во всем ее великолепии. Он созерцал ночную сторону планеты с ярко светящимися созвездиями городов ульев за терминатором. Видел искрящиеся в лучах солнца океаны и кремово-белые завихрения облаков, а также мерцающие огни сверх орбитальной платформы, величественно скользящей под той на борту которой он находился. В толстом стекле он увидел собственное, освещенное солнцем отражением. Старый, такой старый, такой старый, сколько ему лет? 80. 80 стандартных лет. Он отшатнулся от окна. Это неправильно. На Фенрисе они пересоздали его, они... Но он пока не попал на Фенрис. Хавсер еще даже не покинул Терру. Купаясь в лучах золотого света, он потрясенно смотрел на отражение. Хавсер увидел в стекле отражение лица, стоящего позади него человека. Его охватил ужас. «Как ты можешь быть здесь?» спросил он. И проснулся. «С кем ты говорил?» спросил Агвай. «Его сны», сказал Аунхельвиндер. «Они становятся громче?» Хавсер сел. Они находились в зале за тихой комнатой. За стенами текла магма. В помещении царила жара. Из-за духа ты Скальд ужасно вспотел. Ему подумалось, что сон был совместной попыткой его разума и тела восстановиться после неприятного инцидента с чернокнижником «Тысячи сынов». В зале собралось множество воинов эстра, а также он и Фиф. «Они поймали его?» спросил Хавсер. Хельвинтер бросил на него быстрый взгляд и покачал головой, нанося на ожоги целебную мазь. Учитывая то, в каком состоянии руки жреца находились раньше, его раны исцелились неимоверно быстро. «Ему удалось скрыться», ответил он. «Никчемные кустодии упустили его», прорычал Скарсин. «Это уже не важно», пророкотал голос. «Теперь это ни черта не значит». В зал вошел волчий король, огромная тень, озаряемая огнем. По обе стороны его сопровождали болезненно прекрасные девы с полуторными мечами наголо. Он подошел ближе, и все воины разом склонили головы, включая Агвая и владыку Гунна. Мерцающее пламя осветило его лицо, наполовину скрытое в тени. Волчий король широко улыбнулся, сверкнув нечеловеческими зубами. Его слова сопровождались влажным рычанием леопарда. «Император принял решение», произнес он. Двенадцатая глава Тардия «Тебе понравилось сказание?» спросил Хавсер. «Оно развлекло тебя? Отвлекло?» «Оно было довольно забавным», сказал длинный клык, «но явно не лучшим из твоего репертуара». «Нет». «Уверяю тебя, что лучшим», ответил Хавсер. Длинный клык покачал головой. В его бороде блеснули капельки крови. «Нет, у тебя будут лучшие сказания», произнес он. «Куда лучше?» «Но даже теперь это не лучшее из того, что у тебя есть». «Нет же, это не то воспоминание. Ты продолжаешь цепляться за него. Нам нужно преодолеть его». «Это самое поразительное событие, произошедшее со мной в старой жизни», сказал Хавсер с некоторым вызовом. «В нем было наибольше малефика». «Ты знаешь, что это не так», ответил длинный клык. «В глубине души ты знаешь это. Ты отрицаешь себя». Хавсер проснулся. Это был сон. Он снова лег, пытаясь успокоить дико стучащее сердце. «Просто сон. Просто сон. Уже лучше мы приближаемся. Мы прошли воспоминания о длинном клыке и приближаемся к самому важному». Он чувствовал себя уставшим и невыспавшимся то ли из-за кошмара, то ли из-за лекарств. Руки и ноги болели. Искусственная гравитация всегда действовала на него подобным образом. Сквозь ставни пробивался золотой свет, придавая комнате теплый и уютный вид. Раздался электронный перезвон. «Все верно, сконцентрируйся». «Да», сказал он. «Сэр Хафсер, пять часов, ваше время пробуждения», произнес мягким модулированным голосом сервиток. «Спасибо», ответил Хафсер и сел. Все его тело затекло. Он чувствовал себя изможденным. Ему давно не было так плохо. Вновь разболелась нога. Возможно, в ящике найдутся более утоляющие. Он доковылял до окна и надавил на кнопку, чтобы открыть ставни. Те поднялись с низким гулом, и в комнату хлынул золотистый свет. Он выглянул в окно, из которого открывалось потрясающее зрелище. «Забудь о зрелище, кому оно вообще интересно? Ты видел его уже сотню раз в жизни и снах. Возможно, то, что позади тебя. Сконцентрируйся». Над полусферой внизу вставало солнце. Хавсер смотрел прямо на Терру во всем ее великолепии. Он созерцал ночную сторону планеты с ярко светящимися созвездиями городов Ульев за Терминатором. Видел искрящиеся в лучах солнца океаны и кремово-белые завихрения облаков, а также мерцающие огни сверх орбитальной платформы Родиния, величественно скользящие под той, на борту которой он находился. И это было. Это не важно. Это не важно. Остановись на этом моменте. Сфокусируй разум на этом воспоминании. На единственно важной части этого воспоминания. Лемурия. Да, точно. Лемурия. Роскошный люкс на нижней стороне платформы Лемурия. Хавсер взглянул на само окно. В толстом стекле он увидел собственное освещенное солнцем отражение. Ты невнимателен, не отвлекайся. Не важно как ты выглядишь. Это сон. Воспоминания. То, что позади тебя. Вот что важно. Обернись. Взгляни на то, что за тобой. Сконцентрируйся. Кто позади тебя? Старый. Такой старый. Такой старый. Сколько ему лет? Восемьдесят. Восемьдесят стандартных лет. Он отшатнулся от окна. Это неправильно. На Фенрисе они пересоздали его. Они... Но он пока не попал на Фенрис. Хавсер еще даже не покинул землю. Сконцентрируйся. Кто позади тебя? Купаясь в лучах золотого света, он потрясенно смотрел на отражение. Хавсер увидел в стекле отражение стоящего позади него человека. Да, да! Его охватил ужас. Как ты можешь быть здесь? Спросил он. И проснулся. Хавсер застонал. Он весь вспотел. Его сердце бешено колотилось. В нос ударил терпкий запах краски и травяных мазей. Ты увидел? спросил Аун Хельвинтер. Нет, покачал головой Хавсер. Жаль, ответил жрец. Извини, сокрушенно сказал Скаль. Жрец пожал плечами. Мы попытаемся вновь, произнес он. Завтра или чуть позже, если у тебя остались силы. В этот раз я подобрался очень близко, произнес Хавсер. В смысле, теперь я обернулся раньше. Я изменил воспоминания, вел себя иначе. Я обернулся, но все еще недостаточно быстро. В следующий раз, отрешенно, сказал Хельвинтер. Через безмолвные участки леса, они поднялись на скалы, возвышающиеся над высокогорной станцией. Двухчасовой путь, который они преодолевали каждый день уже на протяжении недели. Погода стояла холодная, но если они выходили рано поутру, то могли добраться туда прежде, чем ударит мороз. Серо-кремовые скалы были покрыты зимним лишайником пурпурного, сиреневого, синего или красного цветов. Одни были жесткие, словно наждачная бумага, в то время как другие мягкие, будто мех крота. По словам Ауна Хельвинтера, среди безлюдных скал лучше думалось и фокусировался истинный взор. Место это находилось вдали от шума и повседневной жизни. И на Тарди, где люди жили лишь на высокогорной станции и в исследовательском комплексе, отсутствовало наследие рейхов и призрачные воспоминания, которые могли бы повлиять на человеческие нити. Кроме того, Хельвинтер любил холод, хотя даже в полярных регионах Тарди едва ли могла сравниться со смертоносным величием фенрисской зимы. Жрецу нравился местный климат и клубы пара, вырывающиеся при каждом выдохе. Хельвинтер принялся собирать кувшины смазины, талисманы и другие предметы, разложенные у плоского камня, который они избрали для сегодняшней попытки. Камень низкий, гладкий сверху и достаточно крупный, чтобы хавсер мог растянуться на нем во весь рост, был покрыт сиреневым лишайником. Он напоминал хавсеру вельветовую подкладку осетийской молитвенной коробочки. или старую игровую доску. Жрец был облачен в кожаные одеяния и звериные шкуры. Его маска, наручи и одежда были из матово-черной кожи, украшенной узелками. Длинные белые волосы Хельвинтера были уложены и залакированы в форме буквы С. Лицевая часть его маски представляла собой оскаленную демоническую пасть, дабы отпугивать рейхов. Хавсер также носил кожаную одежду темно-коричневого цвета и более простого покроя, а также полумаску, закрывавшую голову лишь частично. Перелет от Никеи до Таргии длился 26 недель, и он использовал это время, чтобы научиться основам обработки шкур. Войны Таргии от времени показывали ему различные способы, осматривали его работу и давали советы. Хавсер начал понемногу украшать узелками левый наруч, но процесс продвигался медленно и из рук вон плохо. Остальная же часть кожаного одеяния была гладкой и девственно чистой. Уложив свои вещи, Хельвинтер присел на камень, широко растаяв ноги и сгорбив спину. На мгновение жрец напомнил Хавсеру лягушку на кувшине, но затем на Умскальду пришло иное сравнение. В оседающий на утесе бдительный волк, спокойный, но настороженный, расслабленный, но наблюдающий за зимним лесом далеко внизу. Хельвинтер снял с пояса Атан и принялся наносить знаки на лишайники, украшавшим камень. Хавсер начал постепенно замерзать. Он отвернулся от годий и его загадочных дел. На свежем воздухе любой пригодной для жизни планеты было куда удобнее заниматься подобным, нежели в отсеках бороздящего пустоту звездолета. Хельвинтер старался выжить как можно больше из коротковременной остановки ударной группы на Таргии. На востоке зеркально чистого неба Таргии сияло и мерцало неведомое доселе созвездие. Подобного расположения звезд местные небеса никогда ранее не видели и более никогда не увидят. Расположение звезд, которое даже самые несведущие годи сочли бы знамением рока и разрушения. Это были огни кораблей ударной группы стоявших на высоком якоре. Ударная группа Геата 6 рот 6 легиона вместе с кораблями поддержки и обеспечения. Значительная концентрация силы по стандартам любого легиона. Особенно в эту эпоху, когда Великий Крестовый Поход разбросало стартов по всей галактике. По стандартам 6-го это было вообще неслыхано. Официально войска на Тарди собрались для учений и пополнения запасов. Но Хавсер чувствовал, что здесь крылось нечто другое. Скальд продрог до самых костей. Он снял с пояса секиру и спустившись по склону принялся раз за разом повторять серии ударов и разворотов, которым его научил богобой. К этому времени он владел оружием уже достаточно хорошо, чтобы заработать от него похвалу. Хавсер научился разворачивать секиру, вращать ее, наносить удары под разными углами, ставить блоки, перебрасывать оружие из руки в руку и даже менять хватку из одноручной на двуручную. Кроме того, он овладел эффектным стремительным вращением секиры одной рукой в подражании поразительному мастерству воинов вроде медведя Эртхунга. Хотя богобой советовал ему этим не заниматься. Слишком хвастливо, говорил он, слишком велик риск утратить контроль или ослабить хватку в угоду одной лишь показухе. Бой на секирах представлял собой сложный и трудоемкий танец. Он выглядел куда проще и безжалостнее боя на мечах, но в некоторых аспектах был более утонченным, нежели фехтование мечника. Кромка секиры могла нанести больше повреждений за меньший промежуток времени, нежели лезвие меча. Бой на секирах состоял из замахов и вращения, постоянного движения и уклонений, выбора подходящего момента для удара. Суть его заключалась в том, чтобы предвидеть ошибку врага, словно хороший игрок в регицит за три или четыре хода и воспользоваться преимуществом, не выдав при этом себя раньше времени. Поединки необходимо было предугадать, когда удар попадет по движущейся цели. Один просчет и бой проигран. Секиры являлись идеальным оружием для холодного климата, ибо могли также применяться для рубки леса и льда, а также для забоя скота. Но искусство использования секиры в бою во многом опиралось на предугадывание. Поэтому неудивительно, что культуры вроде фенрисской столько времени уделяли прорицаниям. Чтение будущего было основой выживания на микроуровне и потому глубоко укоренилось в их культуре. Именно по этой причине воины стаек так увлекались стратегическими играми. В свою очередь в детстве Хавсер провел довольно много времени играя в редицит с ректором Уве. Хавсер раз за разом отрабатывал восьмерки и развороты, отчего всякий раз рассекая в воздух оружие гудело. Постепенно он начал согреваться. Скальд резко развернулся на месте, делая очередную восьмерку. И именно в этот момент он осознал, что стал постигать дар предсказания волка Фенрика. Еще до того, как он полностью обернулся, Хавсер понял, что следует остановить удар. Позади него стоял Ахтхери Творец Вьюрда. Хавсер перенаправил удар как раз вовремя, чтобы не задеть жреца. «Пошли», сказал Творец Вьюрда. «За мной, быстро!» «Что?» «Быстро!» Творец Вьюрда никогда не отличался приятностью в общении. Невозмутимость и исходящая от него угроза заставляли людей чувствовать себя неуютно в его присутствии. А рунические жрецы были наиболее обособленными и суровыми во всем волка Фенрика. Творец Вьюрда часто моргал, на его лбу выступил пот. Хавсеру показалось, будто тот нервничает и из-за чего-то возбужден. «Здесь опасно», сказал он. «Мы должны предупредить Хельвинтера», ответил Хавсер и оглянулся на склон, где должен был сидеть рунический жрец Тра. Камень пустовал. Хавсер перевел взгляд обратно на Творца Вьюрда. Жрец приставил палец к губам, взял Хавсера за руку и потащил в сторону леса. У тамошних деревьев были темные, похожие на клубни, матово-черные стволы и кружевные листья, походившие на оборванные крылья давно мертвых насекомых. За обычные деревья они могли сойти лишь на расстоянии, да и то лишь в общих чертах. Некоторые растения, разбухшие и ссохшиеся от возраста, имели фантастические размеры. Хавсер практически никогда не обращал на них внимания, когда проходил с Хельвинтером по полянам. Теперь же, оказавшись среди них, он с тревогой начал понимать, насколько чуждыми те казались. В воздухе витала пыль и запах корицы. Земля была покрыта черным слоем гумуса и запавшей разлагающейся листвы, а в просветах между растениями жужжали крошечные, словно перчинки насекомые. Хавсер старался издавать как можно меньше шума, отчаянно стараясь использовать технику скрытого передвижения, которой его обучал богобой, но при этом походил скорее на шумный тюк, который волок за собой творец Вюрда. Жрец же передвигался в абсолютной тишине. Они укрылись в тени огромного клубневого дерева. Над ними, словно вдовья вуаль, свисала испещренная прожилками филигранная листва. Хавсеру в горло попала пыль, и он изо всех сил старался не закашляться. Творец Вюрда оттащил скальдок стволу. Кора клубневого дерева была матово-черной, словно кожура баклажана. Жрец пальцем указал ему оставаться на месте, а сам поднял голову. Хавсер едва мог различить творца Вюрда среди лесных теней. Как скальд и хельвинтер, жрец Фиф был облачен, кожаное одеяние, маску и шкуры. На шее у него висели тотемные ожерелья с бусинками и зубами животных. Хавсеру стало любопытно, почему во время движения они не издавали шума. Он никак не мог выбросить этот вопрос из головы. Это ведь так глупо. Он едва не расхохотался. Почему они не издавали шума? В чем здесь секрет? Какое-то время творец Вюрда сосредоточенно озирался по сторонам, наблюдая за лесом. Затем он присел возле Хавсера и принялся что-то делать с одной из нитей буст. «Я знаю, чем Хельвинтер занимался всю прошлую неделю», прошептал ему творец Вюрда. «По этому вопросу я дал ему свое напутствие и совет. Преодолеть твои искусственно созданные воспоминания, достойная цель как для тебя, так и для всей волка Фенрика». Хавсер сглотнул и кивнул. Творец Вюрда снял с ожерелья два черных пера и с помощью небольшой серебряной проволоки, стал привязывать их к гранатной бусинке и кости из человеческого пальца, который он достал из поясной сумки. «Структура твоих воспоминаний очень крепка», продолжил творец Вюрда, не отрываясь от работы, его голос не поднимался выше шепота. «Она очень хитро устроена, в ней присутствует Малефик». «Хельвинтер докладывает мне каждый день, он раздражен, сегодня он попытался применить новый способ. Возможно, благодаря ему Хельвинтеру удастся разблокировать твои воспоминания. Ты знаешь Эду Хальф Вульфа?» Хавсер кивнул. Хальф Вульф был еще одним руническим жрецом, закрепленным за ротой Тра, будучи одним из старших годий Хельвинтера. Он был высоким, костистым воином, чьи кожаные одеяния были окрашены красные цвета, в тон его огненно-рыжих волос и бороды. «Хальф Вульф был сегодня с вами, я не видел его», прошептал в ответ Хавсер. «Так и было задумано, не менее тихо», сказал Творец Вьюрда. «Он оставался вне поля зрения, чтобы втайне давить на твои воспоминания с другой стороны, пока Хельвинтер отвлекал тебя». «И что случилось?» Творец Вьюрда покачал головой. «Не знаю, но около часа назад у меня возникло дурное предчувствие, словно здесь, среди утесов, должно случиться нечто страшное. Я сразу же бросился сюда». «Ты пугаешь меня», прошептал Хавсер. «Хорошо, значит, ты воспринимаешь меня серьезно». «Где Хельвинтер?» «Я видел только тебя». «Но Хельвинтер был прямо здесь», прошепел Хавсер. «Он сидел на скале в двадцати шагах от меня, но не тогда, когда я пришел. Он не мог просто исчезнуть. Он был чем-то занят, чем-то хитрым. Он слушал». «Хельвинтер также это почувствовал», произнес Творец Вьюрда. Наконец, жрец закончил свою работу с перьями и безделушками. руки вверх. В листву взметнулось что-то черное. Хавсер услышал трепетание крыльев. Мельком он заметил ворона, хотя понимал, что Творец Вьюрда никак бы не смог спрятать его в руках. Что за невольно вырвалось у него. Творец Вьюрда строго взглянул на него. «Теперь жди». Жрец закрыл глаза, стараясь сконцентрироваться. Хавсер вдруг понял, что может слышать собственное дыхание. В лесу стояла поразительная тишина. Лишь изредка доносился шум ветра или небольших существ, стрекотания копошащихся насекомых или шорох листьев, опадающих с клубневых деревьев. До него донеслись удары крыльев, звуки крупной птицы, пробивающиеся через листву. «Ты... ты создал ворону?» пораженно спросил Хавсер. Творец Вьюрда одарил его непонимающим взглядом. «Что?» прошептал он. «Ворону!» «Что это за слово, скальп?» «Ворона!» «Ты имеешь в виду ворона?» переспросил жрец. «Я так и сказал», шепнул Хавсер. «Но не на вургине или ювике, это было на таранском языке». «Нет, нет, я...» «Помолчи!» Творец Вьюрда опять закрыл глаза. Хавсер замолчал. До него вновь донеслись удары крыльев, но уже дальше. Он услышал и другой звук, словно кто-то тихо крался по лесу. Чем бы оно ни было, оно казалось явно крупнее копошащихся насекомых или небольших зверьков. Творец Вьюрда резко открыл глаза. «Я вижу его!» прошептал он про себя. «Хельда! Оно большое!» Он взглянул на Хавсера. «Иди к утесам так тихо и быстро, как только можешь, не оглядывайся!» Творец Вьюрда засунул руку под шкуру и достал из-под нее компактный плазменный пистолет. Движением пальца он активировал его. Оружие казалось совершенно чуждым и в то же время совершенно естественным в облаченных в кожу руках жреца. «Иди!» приказал он. Жрец развернулся и выпрыгнул из тени огромного клубневого дерева. Шкуры взметнулись за ним, подобно плащу, когда он широким шагом направился в лесную чащу, в направлении источника звука. Мгновение спустя он растворился среди листвы. Какое-то время Хавсер стоял на месте, желая, чтобы жрец вернулся. Затем он поднялся, покрепче стиснул секиру и направился в указанном направлении. Скальд мысленно бронил каждый свой неуклюжий шаг. Каждый шорох опавших листьев и хруст сухой ветки. Он чувствовал себя дураком, который не умеет тихо ходить. Хавсер не успел уйти далеко, когда услышал звук. Он остановился и оглянулся по сторонам. Лес утопал в тенях и лучах ярко-белого света. В освещенных солнцем участках роились мухи. Из-за игры теней иссохшие листья походили на окаменевшие крылышки. До него вновь долетел звук. Удары, удары, крыльев неподалеку, среди древесных крон. Зашелестели ветви, затем раздалась еще пара ударов. Вдруг лес взорвался оглушительным звуком, яростным хлопанием, столь стремительным, сколь и внезапным. В десяти метрах от него что-то с размаху врезалось в траву. Нечто нечеловеческое издало короткий хриплый рев. В нем чувствовалось утробное рычание леопарда. Затем исчаще раздался крик боли. Хавсер понял, что это кричал творец вюрда. Скальд поднялся на ноги и оглянулся. Жрец ранен, в беде, он не может просто. Хавсер услышал хриплый звук, гортанное рычание хищника. Он прозвучал рядом, хотя Скальд точно не мог сказать, с какой именно стороны. Его спина стала липкой от пота. Хавсер поднял перед собой секиру и осторожно двинулся вперед. Он обошел массивное клубневое дерево, растущее и с покрытой пылью травы, словно перевернутый гриб. Скальд прижался спиной к стволу, затем медленно выглянул из-за него. Он увидел волка, почти увидел его. Тот был тенью, тенью в виде волка, волком в виде тени, огромный и зловещий, словно кроваво-темное полуночное небо, призрачный и злобный, как предсмертное проклятие безумца. Он становился видимым в тенях и исчезал на свету. Хавсер вновь услышал гортанное рычание. Его охватил ужас, будто весь холод Фенриса собрался в сверхплотный комок в его сердце. Полуволк держал что-то в пасти, комок чего-то спутанного, темного и блестящего. Он бросил его на землю и издал рык, походивший на самую низкую тональность племенного Бойрона. Хавсер ждал, когда тот обернется. Он ждал, пока тот обернется и заметит его. Скальд затаил дыхание, вжавшись в клейкую темную кору дерева. Он ждал, 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 когда на нем сомкнутся челюсти. Ждал, пока не минует вечность, чтобы вновь сделать вдох. Полуволк еще раз зарычал. Хавсер услышал, как задрожала влажная листва и осыпалась сухая. Он рискнул посмотреть еще раз. Полуволка не было, он исчез, скользнул во мглу леса. Хавсер подождал еще миг. Крепко сжимая секиру, он отважился выйти из тени дерева на сумрачную поляну, где перед этим стоял полуволк. Посреди поляны на палой листве лежало то, что бросил волк. Это был комок изорванных черных перьев. Они были матово-черными, словно блестящий шелк. Это была ворона творца вьюрда. Она была мертва, искалечена, с почти откушенным крылом. Перья и земля вокруг были забрызганы каплями крови, отблескивая в сумраке, словно гранатовые бусинки. Под перьями же виднелось хитроумное переплетение костей. Хавсер провел с волка Фенрика достаточно времени, чтобы понять болезненный крик творца бьюрда. Симпатическая магия. То, что произошло со шпионом жреца, случилось и с ним так же. Хавсер поднялся. Он попытался припомнить, с какой стороны раздался крик. Попытался понять, где находится. Затея оказалась не из легких. Охвативший его страх был сильным и холодным. Он сковывал его, словно ледник. Скальп попытался думать как волк, как воин тра. Скальп попытался думать стратегически, словно просто обдумывал следующую пару-тройку ходов на доске для хнефатафла Скарсенсона или ригицида ректора Уви. Он ослабил хватку так, чтобы рукоять скользнула вниз. Пока одной рукой он не сжал ее у головки, а другой у самого конца. Это был боевой хват, который на вургене звался открытый укус. Благодаря ему руки находились на максимальном расстоянии вдоль рукояти, что давало не только большую дальность поражения, но и позволяло сделать удар более сильным. Это была не самая изысканная боевая стойка. Если ему придется вновь столкнуться с полуволком, Хавсер не питал надежды, что бой будет изысканным. Сквозь свет и тень он двинулся под крону из кружащихся насекомых, крепко сжимая секиру. Вдруг он услышал новый звук — дыхание, натужное человеческое дыхание, тяжелое дыхание раненого существа. Хавсер нырнул под ветвь с призрачными листьями и заметил огромное тело, лежащее у кривого клубневого дерева. Астартес. Он был облачен в кожаное одеяние красного цвета. «Эдда», прошептал Хавсер, склонившись над ним. Эда Хальфвульф открыл глаза и посмотрел на него. «Скальд», улыбнулся он, его лицо было искажено гримасой боли, тело покрывало высохшая кровь, что-то оставило пару довольно глубоких укусов на его теле. «Ш-ш-ш», шикнул Хавсер. «Волк поймал меня», прошептал Эда, «возник будто из ниоткуда, что-то привело его сюда. Сегодня нечто настроено против нас. Я видел его, лежи смирно. Дай мне минутку, мои раны заживают, а кровеносные сосуды срастаются. Через пару мгновений я стану как новый». — Творец Вюрда ранен, — произнес Хавсер. — Я слышал его крик. Нам нужно найти его, — ответил Эда. — Я не знаю, что случилось с Хельвинтером, — сказал Хавсер. Эда одарил его мрачным взглядом, свидетельствовавшим о том, что ему и самому хотелось бы это узнать. Хальвульф стянул с лица кожаную маску. Бледная кожа на его щеках и лбу была покрыта капельками крови. — О чем ты, Эда? Что ты имел в виду, говоря о том, что сегодня нечто настроено против нас? Эда Хальвульф закашлялся, из-за чего слегка поморщился. — Хельвинтер и я проникли в твои воспоминания, Скаль, — ответил он. — Это я знаю, — заметил Хавсер. — Представь свой разум в виде крепости, хорошо укрепленной, с высокими стенами. Хельвинтер собрался пробраться в нее через главные ворота. Он был там, где ты мог его видеть. Он шел не таясь. — Я же находился позади твердыни и пытался проникнуть, пока все твое внимание было поглощено Хельвинтером. Мне предстояло добраться до внутренней комнаты, которую ты запер на замок. — Что же случилось? — спросил Хавсер. Он попал в воспоминания кого-то другого. Произнес голос позади него. Хавсер обернулся. Аун Хельвинтер стоял на краю поляны и пристально наблюдал за ними. В руках у него блестел короткий меч с толстым лезвием. — Иди ко мне, Скальд! — приказал он. — Хельвинтер! — воскликнул Эда. — Во имя всех рейфов, земель мертвых, Скальд, стой здесь! — Что? — ошеломленно спросил Хавсер. Хельвинтер сделал шаг вперед. Хавсер пораженно следил за ним, крепче вцепившись в рукоять секиры. Он услышал, как позади него с огромным трудом поднимается Хальвульф. Затем услышал скрежет, доставаемого из ножен меча. — Стой рядом! — прошипел Эда Хальвульф. — Я действительно забрался в воспоминания другого существа. Именно оно переделало твои воспоминания, Скальд. Оно оставило дверь открытой, дверь прямиком в твой разум, чтобы проникать в него, когда пожелает. Я выглянул через дверь, как и Хельвинтер. Оно заметило нас, и это ему не понравилось. — Иди сюда, Скальд! — повторил Хельвинтер, сделав еще один шаг. Он взмахнул свободной рукой, словно приветствуя врага. — Давай же, не слушай его! — Стой здесь! — прорычал Хальвульф, выпрямившись позади Хавсера. — Будь готов встать позади меня. Я защищу тебя! Но Хельвинтер, — начал было Хавсер. — Хельда, послушай меня! — прохрепел Хальвульф и болезненно выдохнул. — Пойми меня, существо, заметившее нас, оно не наблюдало, как мы. Оно набросилось на нас. Мы отступили, но недостаточно быстро. Существо коснулось нас своим малефиком. Оно коснулось Хельвинтера. Хавсер недоверчиво уставился на Хельвинтера. Жрец сделал еще шаг. С его губ сорвался глухой рык, утробное рычание леопарда. Сквозь щели в маске виднелись его сияющие золотом глаза. — Ты, волк! — срывающимся голосом прошептал Хавсер. — Все, что сказал Эда Хальвульф, правда! — согласился Хельвинтер. Кроме одной детали. Хельвинтер сделал еще один шаг. Малефик коснулся Эды. Хавсер застыл на месте. Позади него раздались звуки, которые мог издавать только рунический жрец. Обрывистое, болезненное дыхание медленно превращалось в более глубокий, тяжелый и пугающий звук. Хавсер услышал, как растягиваются кожа и сухожилия. Услышал бульканье синавиальной жидкости и треск крещей. Услышал хруст деформирующихся костей и хлюпанье перемещающихся органов. Услышал глухое рычание существа, переносящего полную физическую трансформацию. «Не оглядывайся», — сказал Аунхельвинтер. Жрец стоял на месте, подняв перед собой меч. Хавсер почувствовал на шее дыхание, утробное урчание леопарда. Он оглянулся. Скальд тут же замахнулся секирой, и та, описав полукруг, погрузилась в правое плечо существа позади него. Полу-волк, бывший Эдой Хальвульфом, взревел от боли. Он, что и силы, врезался в скальдо и опрокинул того наземь. Хавсер даже не успел, как следует, рассмотреть его. Это была просто размытая тень и яростный звук. Он заметил отблеск зубов. Хавсер перекатился по земле, увидев, как к нему приближается разверстая пасть. Хельвинтер мгновенно сорвался с места. Воины схлестнулись, сцепившись друг в друга, и между ними завязалась схватка. Даже приняв форму эфемерной тени, дымки, существовавшей лишь там, куда не проникал свет, полу-волк был вдвое крупнее рунического жреца. Их движения слились в сплошное размытое пятно. Скальд попытался встать. Его секира куда-то запропастилась. Хавсер заорал, когда ему на лицо и грудь брызнула струя крови. Он не знал, выпустили ее клыки или меч. Принадлежала она полуволку или Хельвинтеру. Хавсер стал кружить вокруг эпицентра схватки. Хельвинтера практически не было видно из-за тени, отбрасываемой полуволком. Оба бойца двигались с такой скоростью, что за их движениями было практически невозможно уследить. Вдруг раздался хруст кости и треск рвущейся плоти. Хельвинтера отбросила назад в брызгах крови. Он ударился от дерева и рухнул на траву. Его кожаное одеяние было изорвано. Меч исчез. На его лице, шее и левой ноге красовались глубокие следы укусов. Рунический жрец с отчаянным криком попытался подняться на ноги. Полуволк оглушительно зарычал. Его массивная пасть повернулась к Хавсеру. Скальд видел перед собой лишь тень, словно кусок ночи, который возник посреди белого дня. В сердце же тьмы блеснули клыки, походившие на огромные сосульки. Внезапно воздух прошил тонкий, слепящий луч света, взорвавший землю под лапами полуволка. Когда он, пошатываясь, поднялся, в грудь ему попал второй луч, и существо отбросило назад. Полуволк кубарем покатился по траве, сломав по пути два огромных дерева. И сохшие клубни взорвались, подобно созревшим семенным коробочкам, наполнив воздух метелью растительной мякоти. Сверху дождем посыпались листья и ветви. Ахтхери, творец Вюрда, опустил плазменный пистолет. Его левая рука безвольно висела вдоль тела. Из-за текущей по плечу крови казалось, будто его рука была почти откушена. В дальнем конце поляны лучи света упали на Эдду Хальвульфа, лежащего наклейкой массе и щепок и треснувших плодов. В колодках света кружились густые облака спор и пыльцы. Из ужасной раны на груди Эдды поднимался дым. Из его правого плеча все еще торчала Секира Хавсера. Треллы и волчьи жрецы отступили назад, а затем выскользнули из изолированной комнаты в сердце Нитхёга. Мощные лампы все время освещали комнату искусственным светом. На пол были нанесены символы обереги. В центре комнаты выселся пласталевый крест, к которому был прикован Эдда Хальвульф, уже без шкуры, снаряжения и доспехов. Он был при смерти. Сооружение, на котором он висел, было творением волчьих жрецов и предназначалось для сдерживания, дознания и поддержания жизни. От жизни обеспечивающей аппаратуры позади креста к нему отходили трубки, которые, словно черви, погрузились в зашитую рану на груди воина. Он взглянул на Хавсера и Волков, молящий, обесчищенный, понимая, что он натворил и кем был. Из его носа, рта и глаз текла прозрачная, вязкая жидкость, скапывая на бороду и, словно клей, засыхая на его голой плоти. В комнате стоял мускусный звериный запах, перебивающий терпкую вонь антисептиков и крови. — Простите меня, — прохрепел он, — я не смог бороться с этим. — Что ты видел? — спросил Ахтхери, творец Вьюрда. Эдда застонал, словно даже вспоминать об этом ему было тяжело. Он закрыл глаза и непроизвольно начал качать головой. Изо рта и носа закапала слизь. — Даже если он ответит, мы не сможем доверять ни единому его слову, — сказал Хельвинка. Оно побывало в нем, использовало его, коснулось Эдды, и ему вовек не избавиться от этого. — И все же мне бы хотелось послушать его, — ответил творец Вьюрда. Старший жрец Фив согнул и разогнул руку. Рана от симпатической магии исцелилась с обычной для Астартес ошеломительной скоростью, но, судя по всему, все еще болела. — А мне бы хотелось как можно скорее от него избавиться, — проворчал стоящий позади них Ярл Агвай. — Он отравлен, заражен, обращен. Творец Вьюрда просительно поднял руку. — Некоторая часть Эды Хальвульфа еще чиста, — сказал он. Эдда застонал. Он покачал головой, и с губ потекли слюна и слизь. — Я понял свое упущение и приложу все усилия, чтобы исправить его, — пробормотал он. — Слишком поздно, — сказал Агвай. — Малефик мог зацепить любого из нас, — заметил творец Вьюрда. — Он мог с такой же легкостью забрать и меня, — добавил Хельвинтр. Раны Хельвинтра также постепенно исцелялись. Он перевел взгляд на Хальвульфа. — Делай все, что в твоих силах, Эдда, — сказал он. — Ты уже ничего не исправишь, хотя можешь уйти, сохранив толику достоинства. Что ты видел? — Я заглянул в воспоминания Скальда, — произнес Эдда. Он сдрогнул, и на подбородок и бороду упала густая нить слизи. — И что ты там увидел? — спросил Хавсер. — Что бы ни пересоздало структуру твоего разума, — с трудом выдавил Эдда. — Оно сохранило с тобой связь, запасную дверь, через которую может возвращаться и вносить нужные изменения. — Когда я прощупывал тебя, то ошибочно вошел именно через эту дверь. Существо, сидевшее там, было поглощено тем, чтобы не впускать Хельвинтра. Как и ты, оно смотрело на него, и на мгновение я попал в одно из его воспоминаний. — Я жду, — нетерпеливо сказал Агвай. — Я увидел клинок, лорд, — сказал Эда Хальвульф, — священный кинжал, подобный тем, что используем мы, но древний и извращенный, созданный руками пришельцев и получивший форму силой чуждых мыслей. Его пропорции необычны. Это оружие — возмездие. Оно разумно и лежит среди ржавеющих останков корабля, рухнувшего с небес, корабля, погруженного в миазматические топи. Клинок этот зовется Анафем. Эда закашлялся, и на грудь ему закапала отвратительная, похожая на сироп жидкость. — И? — спросил Агвай. — Оно не хотело, чтобы я увидел это, — сказал Эда Хальвульф. — Оно не хотело, чтобы я смог рассказать вам об этом. Существо подчинило меня своей воле и направило против Скальда и братьев. Единственное благо, что я все же могу рассказать вам об этой вещи, об Анафеме. — Но для чего он нужен? — спросил Творец Вюрда. — Он расколет расу людей, — сказал Эда. — Извратит будущее. Убьет брата волчьего короля, великого магистра войны Гора. — Убьет его, — эхом отозвался Агвай. — Магистра войны, которого мы чтим и за которым следуем, не станет, — заявил Эда. — Ложь, — резко сказал Агвай, и отвернулся от скованного воина. — Малефик желает, чтобы мы слушали это вранье. — Он лжет, жаждет расколоть расу людей. — Посеяв среди нас недоверие и вражду. — Выслушайте, лорд! — воскликнул Эда. — Думаю, нам следует прислушаться к нему, — сказал Хавсер. — Возможно, в том, что пытается внушить нам. Эда Хальвульф есть только правды. — Он... — Нет, — произнес Агвай. — Он может... — Нет! — резко оборвал Хавсера Ярл и смерил его грозным взглядом. — Не слушай его, Ложь, Скальд, посмотри! Хавсер взглянул на прикованного к кресту воина. Из-за резкого света устройство отбрасывало на пол черную тень. Силуэт распятой фигуры не был человеческим. Он принадлежал огромному волку. Хавсер в ужасе отшатнулся. Агвай перевел взгляд на Хельвинтра. Творец Вьюрда взглянул на покрывающий пол символы обереги. Ярл Трап подошел к подножию массивного устройства и взглянул на подвешенное к нему истерзанное тело. Изо рта Хальвульфа текла слизь. Он посмотрел на своего лорда. — Я понял свое упущение и приложу все усилия, чтобы исправить его, — прошептал он. — Я знаю, — ответил Агвай. — До следующей зимы. С этими словами Ярл Агвай достал болт-пистолет, приставил его к подбородку Эды и единственным масс-реактивным снарядом разнес ему голову. — Тебе понравилось сказание? — спросил Хавсер. — Оно развлекло тебя? — Отвлекло? — Оно было довольно забавным, — сказал длинный клык. — Но явно не лучшим из твоего репертуара. — Уверяю тебя, что лучшим, — ответил Хавсер. Длинный клык покачал головой. В его бороде блеснули капельки крови. — Нет, у тебя будут лучшие сказания, — произнес он. — Куда лучшие? Но даже теперь это не лучшее из того, что у тебя есть. — Это самое поразительное событие, произошедшее со мной в старой жизни, — сказал Хавсер с некоторым вызовом. — В нем было наибольше... Малефика. — Ты знаешь, что это не так, — ответил длинный клык. — В глубине души ты знаешь это. Ты отрицаешь себя. Хавсер резко проснулся от того, что его кто-то будил. — Проснись, — сказал богобой. — Что? — сонно пробормотал Хавсер. Он находился в своей каюте на борту Нитхега. Богобой оборвал его повторяющееся сновидение. И это почему-то было более неприятно и странно, нежели обычное его завершение. — Вставай, — произнес богобой. — Что случилось? — спросил Хавсер. — Тебя вызывают, — ответил воин. Пинос перевез Хавсера и сопровождающих с крейсера Тра на огромный корабль волчьего короля. Стоявший на якоре флот напоминал зависшие над диском Тардии монолитные блоки из темно-серого камня. Из-за вакуума играющие на кораблях свет и тени казались особенно резкими. Хавсер смотрел в иллюминатор. Размеры корабля подавляли. Даже небольшие суда представляли собой гигантские плиты, словно отколовшиеся горные утесы. Главные же корабли имели шокирующие размеры. Казалось, их борта проносились в иллюминаторе целую вечность, пока крошечная суденышка лавировала между ними. Самый же крупный корабль представлял собой сланцево-серое чудовище с носом, в который походил насошник. Это был хищник высшего порядка, альфа-самец флота. Храфенкель, произнес богобой, флагман волчьего короля. Огромная, словно город, палуба флагмана кипела жизнью. Сотни тысяч матросов, треллов и сервиторов проверяли колоссальный корабль. После его последнего перехода и готовили к следующему прыжку в имматериум. Палубные покрытия и внутренние распорки укреплялись. Силовые кабели тестировались. На некоторых участках трапа смотровые панели поднимались на высоту в 40 или 50 метров. Из сводчатых бронированных складов этих соборов войны автоматизированные подъемники перемещали пустотные снаряды к точкам назначения, где их, извиваясь будто морские ормы, ожидали грузовые поезда. Затем те по служебным туннелям корабля доставляли титанические боеприпасы к батареям Храфнкеля. Рабочие, кажущиеся в масштабах зала насекомыми, распаковывали из ящиков оружие и раскладывали его рядами по палубе, чтобы разобрать и вручную проверить его, прежде чем выдать воинам. Стенающая дрожь огромных двигателей корабля усиливалась и спадала, нарастала и стихала, из-за чего палубное освещение то и дело мерцало. Шла проверка двигателей. Все это напоминало воина, разминающего перед боем плечи и руки. «Война», — сказал Хафсер, — «когда они шли по палубе». «Верно», — согласился медведь. «Это необычная подготовка», — произнес Скальд. «Это нечто особое. Это...» «Это просто война», — закончил Хельвинтер. «Чем бы оно ни казалось, по сути, это всегда война». Лемон Рус затмевал с собой весь командный мостик, хотя тот являлся многоярусным помещением, напоминавшим Хафсеру тронный зал дворца. Офицеры и сервиторы работали за отделанными медью и золотом консолями управления, которые окружали огромный купол мостика и соединялись с переборками толстыми пучками позолоченных кабелей, цепей и труб. Из-за них консоли напоминали гигантские органы. Чтобы еще больше усилить сходство, клавиши на большинстве из них располагались в три или четыре ряда. Кнопки были сделаны из кости, на которые были нанесены разнообразные символы. Некоторые из них пожелтели от возраста и частого использования. Они походили на старческую улыбку. Они походили на клавиши старого клавира. Гололитические экраны, проецируемые верхними или подпалубными передатчиками, превращали центральную часть мостика в галерею мерцающих изображений. Между ними туда-сюда ходили члены команды, пристально изучая одни или с помощью специальных перчаток, корректируя потоки данных на других. Некоторые изображения были крупными, другие крошечными, а третьи собраны серией, которую можно было прокручивать движением руки. Когда Хельвинтер, Медведь и Богобой завели его внутрь, Хавсер заметил, как один из младших офицеров плавно передвигает в воздухе светящуюся прямоугольную карту базирование флота для собравшихся вокруг него командиров. Изображения показывали топографические карты, контурные слои, позиционные указатели или же вычисления курса. По некоторым из них постоянно текли ряды данных. Или в дополнительных окнах показывались пик изображения голов командиров других кораблей, которые докладывали о ходе подготовки. Воздух полнился гулом техники, тихим щелканием клавиш, потрескиванием вокс-сообщений или вокалайзеров, механикумов, а также приглушенными разговорами. Старшие офицеры в униформах с манжетами и стоячими от позолоты воротниками раздавали приказы через вокс-аппараты, которые были через провода соединены с консолями. Командиры держали микрофоны у самых ртов, из-за чего небольшие акустические дефлекторы, словно полумаски, скрывали нижнюю часть лиц. Просто глаза, без носов и ртов, которые кое-что напомнили Хавсеру. Херувимы, посмеивающиеся над своими шуточками, порхали по мостику с сообщениями или сумками с каменюке. Инсектиноидные пульты, походившие на стрекоз с тихим жужжанием, покорно висели над плечами своих хозяев механикум. В центре командного мостика располагался массивный каркас из меди и серебра, инструмент, предназначенный для отражения небесных тел и сложных вычислений. Из-за металлических полусфер, окружающих его дисков и изменяющихся орбит он напоминал планетарий, но имел 10 метров в диаметре и возвышался над решетчатой палубой на возвышении толщиной с древесный ствол. Сидевшие вокруг него за небольшими консолями техники постоянно вносили незначительные поправки, из-за которых грандиозное устройство непрерывно находилось в движении. Сейчас полусферы планетария отражали увеличенное галлолитическое изображение планеты. На вращающиеся по орбите медное устройство была наложена трехмерная, сотканная из света топографическая карта, на которой были видны дневная и ночная стороны мира. Рядом висели небольшие проекции, увеличивающие определенные участки поверхности, а также показывающие разнообразные исчисления, аспектарии и эфемериды. Синезеленая планета была прекрасной, словно сапфир. При высоком разрешении можно было увидеть кудряшки облаков и горные гряды, узоры рек, сияющие океаны и бирюзовую ауру атмосферы. Приблизившись, Хавсер понял, что огромная карта на самом деле представляла собой мозаику, состоявшую из тысяч отдельных пиктов, результат кропотливого и систематического сбора информации. Но несмотря на внушительные размеры планетария, Рус все еще оставался наиболее грандиозной личностью в зале. Едва завидев Хавсера с сопровождающими, он легко отодвинул в сторону группу навигаторов, сжимающих в руках карты звездного времени из идиакальных созвездий. «Видите его!» прорычал он, указав на реклюзиум капитана. Хельвинтер, медведь и богобой сопроводили Хавсера в реклюзиум вслед за волчьим королем. Капитан корабля, сурового вида великан, с ющейся седой бородой и фуражкой, с высокой тульей, отдал честь и покинул помещение. Прихватив инфопланшеты и папки, старшие офицеры торопливо вышли вслед за своим повелителем. Рус взмахнул украшенным драгоценными камнями скипетром, и вокруг реклюзиума поднялись экраны обманки. Доносившийся с мостика гул тут же умолк. Внезапно в комнате стало тихо, словно в келье у монаха. Волчий король лениво бросил скипетр на обитый красной кожей капитанский трон и обернулся к Хавсеру. Его присутствие было почти нестерпимым. В нем пульсировала динамичная смертоносная энергия. Он сгорбился и крепко обхватил руками тело, словно мог взорваться изнутри. Если это случится, то Хавсер не сомневался. Он уничтожит весь флагман. «Ты слышишь меня, брат?» спросил он Хавсера. «Что?» вздрогнул скальп. «О чем вы, лорд?» «Я знаю. Ты можешь меня слышать, брат?» продолжил Рус. «Знаю, что можешь». «Лорд, пожалуйста!» взмолился Хавсер. «Объясните, что вы делаете?» Волчий король не обратил внимания на его слова. Он продолжал взглядываться Хавсеру в глаза, словно те были омутами, из которых в любой момент могло что-то появиться. «Магнус! Магнус! Алый король! Брат мой!» произнес он. «Я знаю, ты можешь слышать меня. Ты внедрил это орудие, этого несчастного глупца Ибн Русте. Ты подослал его к нам, чтобы вызнать наши тайны. Но знаешь что? Мы не глупее тебя, возможно, даже умнее. Мы сразу раскусили твоего шпиона, но не устранили его. Мы продолжали держать его у себя, чтобы следить за тобой, Магнус, чтобы вызнать твои тайны. Глаз может смотреть наружу, но может и внутрь. Тебе-то следовало знать об этом, как никому другому, тебе, смотрящему глубже всех. Волчий король отвернулся и отступил на пару шагов назад. Взяв в руки скипетр, он сел на трон, после чего положил голову на кулак и вновь взглянул на Хавсера. «Мне нечего от тебя скрывать, Магнус, нечего. Ты ведь знаешь меня. Мои враги должны знать, кто за ними идет. Тогда их легче уничтожить. Я не люблю скрывать свои силы или то, что я уже иду. Лучше, чтобы мои враги понимали, какая буря на них вскоре обрушится». Волчий король прервался и сглотнул. Казалось, он подбирает нужные слова. «Я не поэтому говорю с тобой сейчас. Я говорю с тобой в надежде, что ты выслушаешь меня. Я говорю с тобой, как брат с братом. Тому, что грядет, происходить не следует. Ты ведь знаешь, я этого не хочу. Ты ведь знаешь, что мое сердце разрывается от необходимости выступить против тебя. И что душа нашего отца терзается от того, что он превращает своих сынов в противников. Но ты свершил это. Ты довел до этого. Вся вина лежит на тебе». Рус вновь сглотнул. Он опустил взгляд на палубу. Хотя его слова все еще предназначались Хавсеру. Скальджи продолжал стоять на месте, словно прирос к полу. «Мы давали тебе не один шанс, Магнус. Мы позволили тебе добывать знания и проводить исследования. Когда же нас стали одолевать опасения относительно того, куда тебя может завести эта стезя и как она сможет угрожать всему тому, что нам дорого, мы открыто сказали тебе о своих тревогах. Совет на Никее. Он должен был стать моментом примирения. Ты поклялся, что оставишь магию. Ты поклялся. Поклялся, что подчинишься решению отца». Его голос упал до шепота. «Но ты нарушил клятву. Ты показал, что никейское решение ничего для тебя не значит. И поэтому это твоя вина. Тебе следовало понять, что у отца будут связаны руки. У него не останется иного выбора, кроме как послать меня для совершения кары». Рус взглянул Хавсеру в глаза. «Я даю тебе последний шанс, как брат брату. Я даю тебе драгоценное время, как ни одному другому врагу. Заверши свои дела. Эвакуируй людей из городов. Отключи оборонительные системы. Выведи своих тысячу сунов на открытую местность и приготовься к сдаче. Магнус, пожалуйста, на тебя спустили волков Фенриса. Лишь в твоей власти не допустить кровопролития». Он поднялся с трона. «Пожалуйста, Магнус, прошу тебя». Волчий король отвернулся. «Он ответил?» отвлеченно спросил Рус. «Я не чувствую ответа. С дрожью в голосе ответил Хавсер. Но с другой стороны я даже не понимаю, как именно это должно работать». Рус недовольно заворчал. «Но если бы и понимал», поспешно добавил Скальд. Он почувствовал на себе пристальные взгляды других волков, особенно Хельвинтра. «В этом я также никогда полностью не уверен». Волчий король промолчал. «Мой лорд», отважился Хавсер, «Что? Что совершил ваш брат?» «Он совершил акт Малефико, из-за которого его колдовство на глазах императора проникло на саму Терру», ответил Хельвинта. «Но зачем?» спросил Хавсер. «Так он хотел передать предупреждение», не оборачиваясь, произнес Рус. Его голос представлял собой приглушенное рычание, походившее на отдаленный гром. «Предупреждение, мой лорд!» «Это было так важно, что Магнус решил раскрыть собственное предательство, лишь чтобы передать его», пробормотал Рус. «Простите меня», сказал Хавсер, «но разве это не говорит о верности вашего брата? Разве предупреждение не проверили?» К нему не отнеслись со всей серьезностью. Рус обернулся к нему. «Зачем? Мой брат безумец, глупец чернокнижник». «Лорд», сказал Хавсер, «он был готов признать, что проигнорировал указы Никеи и рисковал неизбежной карой, лишь чтобы предупредить вас. Зачем ему так поступать, если только все не по-настоящему?» «Скальд, ты не воин», почти ласково произнес Рус, «стратегия не твоя сильная сторона, а если все обстоит совершенно иначе?» Магнус хотел добиться отмены никейского решения. Он хотел, чтобы ему вновь разрешили заниматься своими загадочными делами и практиковать грязную магию. Поэтому он придумал угрозу столь ужасную, что, предупредив нас о ней, мы бы простили ему все на свете и забыли про обвинение. Угрозу столь немыслимую, что впоследствии мы бы благодарили его и говорили, что он был прав все это время. Таково его намерение. «И вы знаете, что может быть столь немыслимым?» спросил Хавсер. «Магнус заявил, что Великий Гор собирается восстать против Империума», произнес Рус. «Судя по твоему лицу, Ахмат ибн Русте, ты также находишь это глупым». Хавсер перевел взгляд на Хельвинтера. В ответ на него уставилась ничего не выражающая кожаная маска. «Волчий король, великий лорд», начал Хавсер. «Это не первое предупреждение относительно магистра войны. Лорд, пожалуйста». «Наш скальд говорит об инциденте с Эдой Хальвульфом», напомнил Хельвинтер. «Мне известно о нем», сказал Рус. «С одной стороны, все вроде бы подтверждается, но опять же подумай со стратегической точки зрения. Там был задействован Малехик, обративший и извративший одного из наших Годи прямо рядом с тобой, проводником вражеской силы. Конечно, несчастный Хальвульф бормотал бы ту же проклятую ложь на своем последнем издыхании. Благодаря ему, стороннему источнику, история Магнуса должна была сойти за правду». Рус заглянул Хавсеру в глаза. «Но правда в том, что именно это доказательство мне и нужно». Магнус отчаянно пытается скоординировать кампанию по дезинформации, которая подтвердила бы его якобы искренние намерения. «Ему не нужно отвечать через тебя, скальп». Он уже ответил. Волчий король обернулся к Хельвинтру и сопровождающим. «Уведите его, но держите поближе к передовой. Я хочу, чтобы связь с моим братом оставалась открытой. «Мой бедный брат, пусть он видит, что мы идем, пусть знает, что еще не поздно просить о милосердии». «Мой лорд», произнес Хавсер, «что же теперь будет?» «Теперь», ответил Лемон Рус, «теперь Проспер пропадет». Часть третья Сказание Тринадцатая глава Кара Шестого Легиона Я зову себя Ахмадом Ибн Русте Скальдом Тра и я принес к этому очагу сказания о рейде Волка Фенрика на Проспера, как того требует мое призвание. Многие голоса можно услышать в моих словах, многие воспоминания. Как Скальд Тра я выполнял свой долг, возложенный на меня Агваем Агваем Хельмшротом Ярлом Тра, а до него Гертрадом Вертрацей Ярлом Тра. Долг собирать истории воинов Тра и сплетать их в воспоминаниях, которые будут пересказывать вновь и вновь, пока Вюрт не обретет мою нить. Вам, собравшимся здесь у очага, вам, слушающим меня возле костра, пьющим мед и ждущим, когда поведают вашу часть сказания, вам придется простить меня. Это также и моя история, внутри нее я сам, мой голос и воспоминания, и меня нельзя из нее убрать. Ведь также я зову себя Каспером Хавсером, гостем Фенриса, другом шестого легиона, пешкой пятнадцатого, очевидцем, чужаком. Сказание о Проспере не просто о войне. Мы знаем это. Прежде всего, это доказательство верности и отваги шестого легиона Астартов. Это история о долге, исполненном без колебаний и вопросов. Всеотец приказал стае выполнить задачу, и она ее выполнила. Никто из услышавших это сказание да не усомнится в верности волка Фенрика. Но это сказание также и плач. Атака Проспера была печальной необходимостью, о которой сожалели все. Она не принесла ни радости, ни славы. Наказание братского легиона, даже если все прошло столь успешно, трудно принять. Это всегда будет ношей волков шестого легиона Астартес, ибо будучи избранными охотниками всеотца, они вынуждены нести бремя куда более тяжкое, нежели другие легионы. Я не стыжусь признать, что это сказание о печали и скорби. Это сказание мы бы с радостью позабыли, желая, чтобы всего этого никогда не случилось. Проспера горел, когда волки Фенриса обрушились на него. Тот ярко полыхнул, а затем утонул во тьме. Братство Тиски в совершенстве владело искусством войны и многими тайнами познания, но оно не выставило против резни. Кровавой была сеча, дикой и безжалостной. Лишь один исход мог быть у нее. Никто не выстоит против волков, даже Алый Король со своими тысячью сынами. Итог нам известен. Мы знаем, чем все кончилось. Побежденный Магнус бежал вместе с остатками некогда грозного войска, чем лишь доказал глубину своих познаний в некромантии. Только благодаря самой темной магии ему удалось выбраться с поля боя живым. Но часть этого сказания вам известна. Моя часть. Я расскажу ее лишь однажды. Здесь и сейчас. Отовсюду доносился бой барабанов. Антимузыка начала операции. Мне выдали доспехи. Доспехи треллов, которые следовало носить под шкурой и поверх кожаного одеяния, ставшего моей повседневной одеждой. Я был вооружен секирой и имел устройство смещающего поля. И кроме того, мне выдали вычурный укороченный лас-пистолет. Думаю, его взяли из оружейниума Ярла Агвая. Оружие было древним, но в отличном состоянии. Чтобы содержать его в чистоте и рабочем состоянии, оружие разбирали и собирали множество раз. В какой-то момент существования лас-пистолета, которое определенно было длиннее моей жизни, его рукоять сняли и заменили новой, из яблони, на которой золотой нитью был выложен символ Ура. Оружие некогда принадлежало офицеру оборонительных сил великого, но обреченного на гибель города проекта. Его для меня выбрал Аун Хельвинтер, грозный рунический жрец, памятуя сказания о моей минувшей жизни и связи с рабочими общинами Ура. Ур был одним из значительных и достойных уважения проектов по созданию лучшего будущего для человечества, сказал мне Хельвинтер, протягивая оружие. Он провалился, как и многие до него, но дух его был велик, а цель безупречна. Я вручаю тебе этот пистолет, дабы он напоминал тебе об этом духе. То, что мы свершим сегодня, будет кровавым деянием, но сделаем мы это с той же целью. Объединение, спасение, лучшее будущее для людей. С этими словами я поспорить не мог. Старание и кровь, тяжести и невзгоды. Это была цена, достойная лучшего будущего. Битва за идеалы никогда не давалась легко, будь итогом возведения одного города мечты или же разрушения другого. Единственное, в чем я сомневался, и я признаюсь, что сомнение таилось в моем сердце, так так это в том, значил ли ур для меня хоть что-то. Я прожил жизнь, полагая, что значил. Я прожил жизнь, веря в целостность своей личности и воспоминаний. Теперь же ни во что не верю. Я услышал игру на клавире, увидел деревянную лошадку. Лицезрел, как встает солнце над террой, и отвернулся от окна, чтобы увидеть лицо, которого не мог вспомнить. Глаза без лица, лицо без глаз, фигуры на старой игральной доске, а там словно ледяной клинок сверкает во мраке. Тем не менее я взял оружие. На палубах Нитхёга кипела жизнь. Подъемники устанавливали десантные корабли на пусковые рампы. Туда-сюда носились поезда с боеприпасами. Из-за проверки двигателей огромного количества трансатмосферных челноков палуба до самых верхних уровней заполнилась густым белым дымом, походившим на летние облачка. Под светом встроенных в потолок ламп мы казались идущими по небесам богами Вышнеземья, повелителями созидания и разрушения. Мы слышали перестук молотков и клепальных машин оружейников, спешно заканчивающих ремонт. Здесь ковался вюрт. Меня прикрепили к стае Йормунгдра два клинка. В нее входили также медведь, богобой, эско и хельвинтер. Волки не спускали с меня глаз. В любой миг ожидая, что я рухну на пол, закочу глаза и с идущей изо рта пеной буду молить о прощении голосом Алого Короля. Но этого не случилось. Он молчал. Для кары Проспера волчий король собрал весь шестой легион. Полный легион, дабы наказать полный легион. Собравшийся у Таргии флот останавливался еще трижды, чтобы соединиться с остальными силами. Кроме того, чтобы усилить волка Фенрика, всеотец направил войска безмолвного сестринства и кустодиев. Думаю, шестой легион едва ли нуждался в усилении. Ни один Астартес в Империуме не сумел бы одолеть волка в поединке. И мы обладали численным перевесом. Много лестных слов можно сказать о страже шпилей Проспера и других вспомогательных силах. Но единственными достойными внимания были лишь другие Астартес. А легион Магнуса Красного был небольшим по сравнению с волка Фенрика. Тем не менее, в шестом легионе царило опасение. Сила Алого Короля происходила из Малефика, что и было камнем преткновения. И теперь, когда дело дошло до открытого противостояния, он покажет свои острейшие когти. Неважно, превосходили мы тысячу сунов в десять, сто или даже тысячу раз, магия могла уравнять наши шансы. Скрипя сердце, все командиры стаи признали, что безмолвное сестринство может означать разницу между победой и поражением. Лишь они по воле всеотца могли рассеять и погасить колдовство Магнуса. И его сынов последователей. Присутствовал и страх. Он ощущался в треллах и вспомогательных войсках. Не думаю, что Астартес могут чувствовать страх. По крайней мере тот, что знаком людям. Скорее тревогу. Но я знаю, больше всего стая ценит истории Амалефики, ибо лишь его они не способны убить. А потому он то единственное, что приносит в жизнь волков дрожь опаски. Мы вырвались из имматериума прямо в Малефик. Я боялся, в моем сердце поселился страх. Я надел маску, чтобы отпугнуть его. За время перелета от аргии до системы назначения, я успел украсить свою маску и кожаное одеяние. Эско разбитая губа дал мне пару общих советов, а Арсир Эрх Тунг Красная Рука показали мне узелковые узоры, которые можно было использовать. Я решил сделать маску со стилизованными рогами вожака Сайнетти, которые начинались бы у переносицы и формировали надбровные дуги. Так я хотел почтить память Улвурула Хеорота, прозванного Длинным Клыком, который спит ныне на Красном Снегу. Маску и кожаные одеяния я выкрасил в черный цвет, а в центр лба маски добавил Циркумпунг, символ Оберег. Сохраняющим оком, ветвистыми рогами и искривленным воскаль ртом, исходящая от нее угроза будет отгонять все, кроме самого темного Малехика. Воины Тра готовились к атаке. То будет резня, и им предстояло обрезать нити, а потому они облачались в лике смерти. Естественно, большинство было вооружено клинками и болтерами, истинным испытанным оружием волка Фенрика. Но ярлы открыли свои оружейниумы, и Агвай выдал хранящееся у него оружие всем желающим ветеранам своей роты, не я один в тот день получил подарок из оружейной. Некоторые волки обрели улучшение, превратившие их бронированные перчатки во все сокрушающие кулаки или даже промышленные когти. Иные проверяли необычайно большое мелтооружие с бронированными кабелями, покрытые узорами лазерные пушки или даже колоссальные штурмовые пушки с вращающимися стволами, которые обычному человеку казались совершенно неподъемными. На экранах, размещенных между грозовыми птицами, свисающих с потолка посадочной палубы, словно продукты в кладовой, постепенно росло изображение призрачного, утопического проспера. Последнюю ночь меня посетил сон. Это был сон, который я вижу с тех пор, как покинул Терру, и которому больше не доверяю. Он хотел притвориться воспоминанием, но был пронизан ложью. Я знаю, что предшествовавший отбытию месяца находился на борту сверхорбитальной платформы Лемурия. Я снимал роскошный люкс на нижней стороне платформы. Это действительно было. Я знал, что из-за искусственной гравитации чувствовал себя уставшим и невыспавшимся. Я помню, что каждое утро сквозь ставни пробивался золотой свет, придавая комнате теплый и уютный вид. Помню, что всегда раздавался электронный перезвон, после чего объявлялось мое время пробуждения. Я прибыл на Лемурию, чтобы привыкнуть к космосу, прежде чем сесть на корабль, который унесет меня в неведомые дали. Еще я прилетел туда, чтобы уединиться. Мне с таким трудом удалось вырвать себе отпуск, освободиться от оков терры, и поэтому мне совершенно не хотелось, чтобы здравомыслящие люди, вроде Василия, пытались отговорить меня. Конечно, теперь я понимаю, что на самом деле дела обстояли несколько иначе. мое положение в консерватории было не таким зыбким и недооцененным, как я считал. Об этом я узнал из надежных источников. Думаю, тогда я был не в себе. Уже тогда на меня влияли, а возможно, на самом деле манипулировать мною начали задолго до этого события. Желание покинуть Терру пришло ко мне не само собой, как и желание изучить Фенрис. Честно говоря, скажите мне, братья, какой человек, боявшийся волков, отправится встретиться со своим страхом на планету волков? Это бессмысленно. Простите, но меня даже не особо интересовала культура Фенриса. Это увлечение также не возникло само собой. Еще одной причиной, по которой я находился на сверх орбитальной платформе был визит в биомеханическую клинику. Некий инстинкт или внушенный инстинкт подсказывал мне, что на Фенрисе я вряд ли смогу делать заметки или составлять письменные записи. Поэтому мне пришлось перенести операцию по замене правого глаза на аугметическую копию, служившую также оптическим записывающим устройством. Мой настоящий глаз, изъятый хирургическим путем, хранился в клинике в стазисной камере, готовой к обратной пересадке после моего возвращения. Иногда мне интересно, какие он видит сны. В моем повторяющемся сне я просыпаюсь в своей комнате, когда объявляется пятый час. Это день операции, я стар, старше себя нынешнего во всех отношениях, кроме возраста. Мое тело устало. Я поднимаюсь, ковыляю к окну и нажимаю на кнопку, чтобы открыть ставни. Они поднимаются с низким гулом, и в комнату затекает золотистый свет. Я выглядываю в окно, и передо мной открывается потрясающее зрелище. Я делал так каждое утро, ибо каждый раз мог стать последней возможностью увидеть зрелище столь потрясающей красоты своими глазами, своими настоящими глазами. В ту последнюю ночь перед Проспера во сне появились новые детали. Не думаю, что в него намеренно внесли новый элемент. Просто я видел его уже столько раз, что начал подмечать новые, ранее незамеченные вещи. Через приоткрытые двери стенного шкафа я заметил стоящую на сундучке деревянную лошадку. Из соседней комнаты доносится игра на клавире. Пахнет свежим яблочным соком. В углу полки в небольшом красивом футляре красовалась награда Даумарл рядом с осетинской молитвенной коробочкой. На маленьком столике у окна лежала открытая регицидная доска. Судя по фигурам до конца игры оставалось три-четыре хода. Я подошел к окну ожидая увидеть отражение стоящего позади меня человека. Ждал когда меня охватит ужас. Ждал чтобы спросить как ты можешь быть здесь. Я обернулся надеясь что лицо станет еще одной деталью которую смогу увидеть. Все что я заметил прежде чем проснуться были глаза. это были глаза без лица и они пылали словно символы обереги. Мы ждали сопротивления. Конечно же ожидали. Несмотря на всю уверенность и чувство превосходства, несмотря на всю нашу ужасающую мощь, мы не рассчитывали что нам не окажут сопротивления. Пусть никто не говорит что тысяча сынов Проспера не были великими воинами. Они были Астартес. Одно это ставит их на совершенно иной уровень. Во время великого крестового похода мы почитали их за братьев по оружию. Теперь же уважали как смертоносных врагов. Даже без колдовства к ним не стоило относиться пренебрежительно. Более того, Проспера был их родным миром. Легион всегда сильнее на своей земле. Дома крепости 18 легионов всеотца считаются наиболее крупными и неприступными в новом империуме. Когда карательный флот приблизился к Проспера, подобно мигрирующей стае Гросс-Валуров, стало очевидным, что планетарная оборона не активирована. Сеть укреплений была отключена от внешней орбиты и до самой поверхности. Отдельные города были экранированы, но это была стандартная процедура, а не ответ на грядущую угрозу. Огромный поток гражданских кораблей все время шел от планеты к границам системы. Некоторые из спасающихся судов были взяты на абордаж. Их команды и пассажиры были задержаны и допрошены руническими жрецами. Чтобы собрать всю возможную полезную информацию. Позже я узнал, что на одном из кораблей Киприи и Селен находились имперские летописцы, приписанные к 15 легиону. Как мне сказали, среди них был старик, прозванный Песцом Магнуса. Мне очень хотелось бы с ним пообщаться, выслушать их сказания, услышать голос другой стороны. Но такой возможности мне не представилось. Я узнал о них уже после того, как все закончилось, и их судьбы мне неизвестны. По мнению двух клинков, Алый Король решил сдаться. Магнус Красный не заявил об этом открыто, но поняв ошибочность своих действий и позор, который навлек на 15 легион, он выслал всех невинных и отключил оборонительные системы, дабы смиренно принять свою судьбу, подобно тому, как виновный человек подставляют шею под топор палача. Если это правда, то она свидетельствовала о муках совести и раскаянии Магнуса. Два клинка считал, что все завершится через пару часов, но Агвай развеял его чаяние. Ярл рассудительно напомнил нам, что до этой участи Проспера и Алого Короля довело колдовство. Вполне возможно, Магнус, как никто другой, был готов к обороне, ибо Малефик ни один из наших сенсоров обнаружить не мог. Мы ждали. Вид планеты в высоком разрешении полностью заполнял с собой все экраны. При орбитальных маневрах мы стали ощущать небольшие изменения гравитации. Час спустя свет на посадочной палубе начал мерцать промежутка по несколько секунд. Что происходит? Спросил я Эску разбитую губу. Орудийные батареи черпают энергию, ответил он. Мы начали орбитальную бомбардировку. Когда пришло время высадки, думаю, я дремал или скорее грезил. Я думал про общину, в которой вырос. Прокрытые куполами поля на пустынных нагорьях. Про длинную комнату, обучающие столы пристройки библиотеки. Вечерние истории о волках, чтобы мы далеко не забегали. Богобой растолкал меня. Мы готовы, произнес он. Под грохот барабанов мы сели в грозовую птицу. Как скальт, я мог идти, куда пожелаю, и занять любое противоперегрузочное кресло. Но все же выбрал запасное у кабины пилота, а не одно из отмеченных порядковым номером. Мне не хотелось оскорблять братьев, вклиниваясь среди них. Фиксирующие клетки опустились с шипением пневматики. Мы проверили ремни. Треллы и сервиторы установили тяжелое вооружение на полке над головами, или же прикрепили к магнитным лентам, после чего торопливо выбежали, когда рампа начала подниматься. Корабль задребезжал от нарастающей ярости двигателей, и их вой почти заглушал переговоры по воксу между пилотами, наземными командами и палубными диспетчерами. Затем свет в отсеке стал красным, будто свежая кровь. Сирены возопили, как карниксы. Гидравлические засовы открылись, подобно молниевым камням, и от перегрузки нас вдавило в кресло, словно от удара молота. Одна за другой грозовые птицы вырывались из нитхега, будто трассирующие снаряды из обойма. Вокруг нас другие корабли выпускали подобный груз. Я взглянул на богобоя. Сегодня мы все дурные звезды, сказал я. Огонь в очаге еще горит, блюда ваши ломятся от мяса, из чаш выплескивается мед, а сказание еще далеко до конца. Итак, на Проспера много великих лет назад мы сражались с предавшим пятнадцатым легионом. Тяжелый бой, тяжелейший из всех, самый жестокий в истории волка Фенрика. Огненные бури, пылающий воздух, кристаллические города, в стеклах которых отражалось пламя, и где ждали нас воины тысячи сынов. Всякий, кто был там, помнит это, никто из тех, кто был там, вовек не забудет это. Мы спускались сквозь бушующее пламя, пронеслись мимо горящих платформ орбитальной защиты, огромных сооружений, выведенных из строя прежде, чем они успели сделать хотя бы выстрел. Догорая и разваливаясь на части, они улетали вдаль, оставляя за собой обломки и облака выплескивающегося из реакторов топлива. Мир под нами также горел. Бомбардировка флота залила проспера огнем и воспламенила атмосферу. Клубы сажи обломков, словно от урагана, разносились на тысячи лик. Колоссальные плазменные лучи изжарили всю животную и растительную жизнь, а также обратили в моря пышущие жаром чаши, источающие пар и отравленный газ. Массированный обстрел из лазерных орудий испарил реки и растопил снежные шапки. Падали, словно буран, в зиму хель кинетические снаряды и гравитационные бомбы, вздымая новые леса из яркого жидкого пламени, которые росли и ширились, а затем в мгновение ока опадали и гасли. Косяки управляемых ракет, словно рыбы, бегущие от сетей, перемешивали земную твердь с небесной гладью, обращая воздух в яд. Магматические и ядерные боеголовки, будто молоты богов, изменяли рельеф. Горы срывались, равнины раскалывались, долины обращались в новые кряжи из обломков. Кора Проспера исходила трещинами. Мы видели ширящиеся, пламенеющие следы нанесенных планете смертельных ран, рвущуюся снизу гиену огненную, разламывающую целые континенты. То было великое таинство войны. Жар и свет, энергия и расщепление превратили воду в пар, камень в пыль, песок в стекло, кость в газ. Всюду в небеса возносились вращающиеся грибовидные облака, высотою с наш Эд на Фенрисе. Полет не был спокойным, ни один спуск с низкой орбитой не бывает спокойным. Мы падали отвесно, словно пикирующие соколы, а начали выравниваться лишь тогда, когда поверхность оказалась прямо под нами. Пересиливая гравитацию, нос корабля с трудом приподнялся, словно великий океанский орм, попавшийся на крючок. Грозовая птица безостановочно содрогалась, будто была готова вот-вот развалиться на части. Затем мы выровнялись и помчались над самой землей. Пилоты не снижали скорость, корабль продолжала трясти. Из-за неровностей местности нам приходилось маневрировать, и мы тяжело уходили в сторону всякий раз, когда тревожно начинали вопить сигналы опасности столкновения. Некоторые десантные челны не пережили полет. Многим так и не удалось выйти из пике. Я видел, как две машины столкнулись, оторвав друг другу крылья. Естественно, к тому времени защитники Проспера открыли ответный огонь. Стрельба велась из столицы. Снижающиеся корабли уничтожались в воздухе. Одни взрывались сразу, иных же сносило в сторону, будто горящих мотыльков. На нас опустилась рука вюрда. Нити обрезались. Мы... Что, брат? Я сказал, мы были словно пикирующие соколы. Соколы, тебе ведь знакомо это слово? Ах, я понял, в чем дело. Временами увлекшись, я вспоминаю прошлое, и вместо ювика использую слова на низком готике. Это привычка, от которой не так просто избавиться. Угасающие следы языка, на котором я говорил в прошлой жизни. Прошу прощения, я не желал прерывать повествование. Первое, что я сделал, вступив на Проспера, убил человека. Это важная часть моего личного сказания, ибо до того дня мне не приходилось обрезать нить, никогда в жизни. Я скаль, а не воин. Но в тот день, тот мрачный день, я был решительно настроен стать кем-то большим, нежели беспомощным наблюдателем. На родном мире аламской тишины Астартес жертвовали жизнями, чтобы защитить меня на поле боя. Я не хотел вновь стать обузой, поэтому попросил оружие и доспехи для защиты. Хотя на Проспера я собирался не только защищаться, но в случае необходимости даже сражаться рядом со своими братьями. Как бы то ни было, волчьи жрецы усилили меня именно ради этого. Наша грозовая птица тяжело приземлилась на ракритовую площадку рядом с заводом в промышленном районе Тиски, величайшего города Проспера. Даже сейчас, братья, даже сейчас, когда все завершилось, идея Тиски будет жить в веках, как Рим, Александрия и Мемфис, как один из величайших городов человечества. Она стала подобной Карфагену, Лондону и даже Атлантиде. И хотя их нити сгорели и были обрезаны, башни обрушились, а на месте руин колосятся поля, они до сих пор существуют в воспоминаниях нашей расы. Ее спланировали и возвели как грандиозный открытый город, с огромными башнями и стекла и хрустальными зиккуратами, окруженными арками прекрасных садов и парков. Гладкие стеклянные поверхности отражали солнечный свет, что придавало им сходство с зеркалом или безоблачным небом. Ночью же на них можно было наблюдать ритуальные танцы созвездий. Улицы и площади, рынки и изысканные рестораны всегда были полны людей, особенно в районах, ведущих гавани. Мы приземлились в менее престижном, но важном районе города, в одном из промышленных секторов, хотя даже здесь все сверкало богатством. Самые обыкновенные и непримечательные постройки были покрыты стеклом и украшены коронами величественных фиалов и шпилей. Жизненно важные мощности тиски, отвечающие за торговлю, хранение, перевозку, производство, обеспечение и распределение скрывались за маской эстетической красоты. В то время как другие города предпочитали переносить их на окраины, подальше от мест времяпровождения жителей. Когда мы прибыли, эту маску уже сорвали. Оглушительные разряды бомбардировки, а также ударные волны от взрывов ракет выбили большую часть стекол в зданиях вокруг, выстояв на всеобщее обозрение их островы. Некоторые строения пылали, от жара мерцал воздух. На открытых пространствах и погрузочных площадках лежал толстый слой битого стекла, словно пляжи из отполированной стеклянной гальки, и каждый осколок отражал бушующее пламя так, что все они искрились и переливались, будто светлячки. Под каждым нашим шагом хрустело стекло. Кумулятивные снаряды оставляли титанические дыры в арокритовом покрытии, частично вскрыв проходящие внизу служебные коммуникации, вынесенную под землю сеть артерий, поддерживающую функционирование города. Другие грозовые птицы с рем проносились у нас над головами. Они летели так низко, что казалось, их можно было коснуться. Некоторые садились поблизости. Солнечный свет странным образом потемнел, приобрел фиолетовый оттенок, из-за чего казалось, будто само небо заболело. По ветру плыл густой дым, скрывая близлежащие здания. Воняло гарью. Я слышал рев трансатмосферных двигателей, разверзнувшегося ада, голосов. Затем кроме рева я стал различать грохот падающих вдалеке бомб и уже ближе рычания болтерного огня. Мы вошли в многоярусную башню-завод, с осыпавшимся стеклянным покрытием. Верхние уровни лизало пламя, выделяя на ярко-оранжевом фоне темные ребра арматуры. Там, где находились мы, плясали багровые тени. Волки без колебаний ринулись внутрь, и, водя оружием из стороны в сторону, рассредоточились, чтобы взять под контроль все здание. Богобой и эско первыми взобрались по металлической лестнице на огороженную поручнями платформу второго уровня, от которой начинался широкий помост, перекинутый над машинным цехом. Я бежал вместе с ними и вздрогнул от неожиданности, услышав ужасно громкий лай болтеров наших братьев, столкнувшихся с первым сопротивлением. Эско что-то проорал и открыл огонь по переходу наверху. Массореактивные снаряды принялись выбивать куски из пола и поручней. Я увидел, как человеческие тела полетели в бушующий внизу огонь и понял, что по нам стреляют. На платформе прямо напротив прятались люди в алых шинелях и серебряных шлемах. Их форма была украшена позолоченными галунами, словно они вышли на парад. Некоторые держали сабли наголо. Все они стреляли из лазерного оружия. Богобой взревел и, подняв секиру, врезался в их строй. Я увидел, как одного человека в красной шинели разорвало на куски. когда в него угодил болт из оружия эски. Внезапно ветер снаружи изменил направление и дым от пламени на верхних этажах пошел вниз, на мгновение ослепив меня. Когда он постепенно рассеялся, я ощутил слабый толчок впереди, а затем еще один. В мое смещающее поле угодила пара лазерных зарядов, которые, впрочем, рассеялись потрескивающими энергетическими шарами. Стрелок стоял прямо передо мной, в шести шагах, возле поручней. Он был молод, красив, и в украшенной галунами красной шинели и серебряном шлеме походил на настоящего аристократа. Солдат направил в меня лазган и что-то неразборчиво вопил. Он сделал еще один выстрел и мой щит вновь затрещал. Все это время я сам того не осознавая держал в руке пистолет из ура. Моя реакция была инстинктивной, но быстрой и умелой благодаря тренировкам богобоя. Я выстрелил в ответ и сразил его. Единственное, что выдало во мне новичка, необстрелянного юнца, было то, что выстрелил я куда больше необходимого. Богобой учил меня целиться и стрелять. Я мог попасть в мишень с двадцати шагов. Первый выстрел угодил солдату в грудь, и его одного вполне бы хватило. Но он стрелял в меня и не убил лишь благодаря смещающему полю. Поэтому я продолжал нажимать на курок. Еще три выстрела попали ему в живот, и от силы удара солдата согнуло пополам. Так что следующие два лазерных луча попали в шею и макушку. Он откинулся на поручень, а затем резко осел. Я ждал, что он вот-вот растянется на полу, но этого не случилось. Он продолжал сидеть, опираясь о поручень. Я подошел ближе. Мои выстрелы могли убить его еще три или четыре раза. Кровь из ран стекала на решетчатый пол, а затем сквозь дыры капала во тьму. На полированном серебряном шлеме зияла дыра, словно пробитая кузнецом. Из выжженной черепной коробки поднимался багряный пар. Я ожидал увидеть на его лице какое-то выражение. Злость, вызов или ненависть. По крайней мере, я ожидал увидеть оскал агонии, печаль или хотя бы страх. Оно было бесстрастно и ничего не выражало. На нем не было ни единого признака живой эмоции. С тех пор я понял, что подобное происходит с лицами всех покойников. Мы не увидим на них ни предсмертных посланий, ни мыслей, ни последних слов. Как только жизнь гаснет, лицо умирает. С обрезанной нитью спадает напряжение, оставляя после себя лишь бренные останки. Солдаты в красных шинелях были стражами шпилей Проспера. Их благородные и мощные полки составляли планетарные силы обороны. Как любое элитное подразделение имперской армии, они были прекрасно подготовлены и представляли собой идеально слаженный механизм. Они выглядели слишком цивилизованными и не опасными, чтобы противостоять атаке волков. Они выглядели так, словно только с военного парада. Они выглядели так, словно вот-вот не выдержат и побегут. Но они не бежали. Следует отдать должное их храбрости и вплести ее в сказания. Они встретили шестой легион Астартес, самую эффективную и безжалостную машину убийства во всем империуме и не побежали. Они столкнулись со сводящей с ума яростью великанов варваров, которые казались первобытными пародиями на Астартес и не сломались. Им отдали приказ оборонять тиску и они не ослушались его. Поэтому они умирали. Вот что случается, когда верность сталкивается с верностью. Ни одна из сторон не намеревалась отказаться от своего мрачного долга. И потому уничтожение слабого было единственным возможным исходом. Стража шпилей носила бронежилеты, вшитые в красные шинели. Но те не могли противостоять массореактивному опустошению болтерных снарядов. У некоторых были смещающие поля и полицейские щиты, но они не выдерживали все сокрушающие ярости автопушек. Украшенные плюмажами пласталевые шлемы не могли остановить секиру или морозный клинок. Их орудийные транспорты и боевые машины обладали толстой броней, а в некоторых случаях даже энергетическими щитами. Но и они обращались в искореженные груды металла, когда в них попадали из ракетницы или конверсионного излучателя, либо же сгорали дотла, словно тело на погребальном костре, от тяжелого огнемета или мельты. Как позже поведали мне братья, Агвай в одиночку расправился с орудийным транспортом, будто тот был детенышем Сейнеки, которого Ярл собирался повалить на землю и связать. Вначале он выпотрошил его силовыми когтями, разорвав металл, словно фольгу, после чего расширил дыру и залил отсек болтерным огнем. Опустошение захватывало дух. Куда бы мы ни шли, землю повсюду усеивали изрешеченные и расчлененные тела. Одни были изрублены мечами и секирами, другие обуглились или же спаялись воедино от воздействия теплового оружия. Огромные зияющие раны от болтерных снарядов походили на дыры в червивых яблоках. В свою очередь лазганы и автоматы стражей шпилей не могли нанести серьезных повреждений доспехам разъяренных воинов стаи. Волки несли незначительные потери. Сколь-либо существенную угрозу представляло лишь тяжелое оружие и боевые машины. Но как только из густого пара приморских районов с лязгом и скрежетом появились танки шестого легиона, погасла даже эта крошечная надежда. Серые и громадные, как гранитные глыбы хищники и лендрейдеры, крушили по пути здания в нижнем городе. Сравнивали с землей дома и башни. Гусеницы прокладывали через тиску новые дороги. Дороги смерти из прессованных обломков. Орудия уничтожали все, что попадало в перекрестие прицелов. Вместе с ними неслись черные тени, по новым дорогам смерти направляясь, прямиком в пламя войны. Они походили на волков или, по крайней мере, на тени волков. Я не уверен, видел ли их на самом деле, или же они были плодом моего воображения. Изменчивый дым был способен на любые хитрости. Никогда прежде я не видел своих братьев по стае столь необузданными и мрачными, как в тот день. Во время боя в них есть удивительная легкость, юмор смертников, который позволяет им держаться и побеждать, а также смеяться прямо в лицо в юрду. Это почти как ликование, наслаждение хорошо сделанной работой. Даже во время войны саламской тишиной я замечал это. Подколки, насмешки, едкие комментарии, открытое и спокойное мировосприятие. Но не на Проспера. Задача была слишком тяжелой, слишком тяжкой. Ничто не могло облегчить их бремя, и потому они старались забыться в круговороте боя. В некотором смысле это лишь еще больше усугубляло силу и кровавость наказания Проспера. Пощаду не только не предлагали, ее даже не думали предлагать. Клыки скалились лишь в исполненном ненависти и ярости реве, а никак не в угрожающих усмешках. Единственными словами были брань и проклятие. Золотые глаза с черными точечками зрачков потемнели от решимости и посуровели от жестокости. Кровь требовала крови, резня требовала резни. Огонь питал огонь, и в царящем безумии гибла планета. Истекала кровью общество, а империуму наносилась рана, которой вовек не зажить. Волка Фенрика сделала все, что от нее требовалось, без вопросов или сомнений. Их действия были безукоризненны. Волки были идеальными воинами, идеальными палачами. Они делали именно то, для чего их создали. Они были карой империума. Это сказание, мое сказание, снимает с них всякую вину и свидетельствует об их чистосердечности. Я должен также упомянуть еще одно событие. В этом сказании нужно упомянуть об еще одном тайном событии. Услышьте ее и решите, как поступить, даже если это означает перерезать мне горло и обрезать нить так, чтобы я никогда не поведал это сказание вновь. День растворяется в моей памяти. Так всегда происходит с событиями, исполненными жестокости, подобных масштабов и нескончаемой какафонии. Мгновения сливаются, пересекаются и накладываются друг на друга. Помню, я был в парке или в том, что осталось от городского сада. Вся растительность выгорела. Посреди пустоши стояло полуразрушенное небольшое светилище, из которого фиолетовое небо валил густой дым. Мы вошли с восточной стороны под плотным перекрестным огнем. Заряд смещающего поля начал разряжаться, поэтому мне пришлось временно отключить его. И там мы впервые встретили воинов тысячи сынов. Что-то заставило их принять бой здесь. Не страх. Возможно, они не могли до сих пор заставить себя свершить ересь и поднять руку на братьев Астартес. Возможно, это была часть хитрого плана, чтобы заманить нас в ловушку. Возможно, их вынудили к этому. Словно вначале они приняли наказание и не сопротивлялись нашей атаке. Но в конечном итоге, как и стража шпилей не смогли стоять в стороне и видеть, как горит их город. Они были величественными в красных золотыми обводами доспехах. На их шлемах красовались отличительные носовые гребни легиона. Хотя своим видом, вооружением и статью тысяча сунов походили на воинов шестого, они не могли отличаться сильнее. Они двигались совершенно иначе. Волки мчались и прыгали. Сыны, казалось, скользили и шагали. Волки бежали быстро, с низко опущенными головами. Сыны же шли спокойно и неторопливо. Волки кричали, сыны же молчали. Я стоял среди горящих лужаек, когда ряды наших врагов Астартес впервые пошли в атаку, и дикие серые тени бросились на красно-золотых центурионов. Их столкновение было, подобно раскату грома. Звук напоминал удар двух гигантских масс, столкнувшихся мифических скал. Но было там место также и грохоту. Он походил на глаз безумных бурь, терзающих иногда высокие склоны Этана Фенрисе. Наверное, именно такими были битвы времен, когда по Тере шагали лишь боги и их чадо. Человекоподобные великаны в грозных доспехах, одни темные с виду и закутанные в меховые шкуры, словно северные асы, другие же покрытые золотом и надменные, подобно богам-ученым фаронского Эгипта. Воины обменивались невероятно мощными ударами. Некоторых сбивали с ног или разрубали на части, отбрасывали в стороны или скручивали головы. Клинки Фенриса вонзались в лад и Проспера. В ответ же пламя Проспера жгло железо Фенриса. Фронт колебался то в одну, то в другую сторону, словно компенсируя силы столкновения. Какое-то время казалось, что в своей хищной жажде волка Фенрико без остатка поглотит воинов пятнадцатого. Именно тогда мы начали умирать, братья. В этот момент мы начали умирать десятками. Тысяча сынов высвободила Малефик, текущий по их венам яд. С их посохов и пальцев слетали молнии. Из глаз и ладоней вырвались нечестивые лучи, подобные не свету варпа. Боевой магией волков разрывало на куски или искалечив и опалив отбрасывало назад. Иные же превращались в медленно полыхающие факелы. Проклятые предатели прореживали наши ряды колдовской силой, напускали на нас дым хель и болезненный свет. Они секли наши нити, словно траву под косой. Их не просто обрезали, некоторые сжигались по всей длине, и воины не просто гибли, сами их прошлые жизни обращались в ничто. От иных волков оставались лишь пятна крови или ужасно изувеченные тела. Некоторых рвали на части невидимые рейфы или духи воздуха. Другие же превращались в груды выбеленных костей и почерневших доспехов. Там погиб ойе, вывернутый наизнанку легким жестом чернокнижника. Я увидел, как свесло рассекло надвое невидимым клинком. Из него фонтаном ударила кровь, словно жидкость из скрытого герметичного контейнера. Хекен сварен заживо в собственных доспехах. Орм Ормсен обескровлен. Вослу ослеплен и размолот. Лика снежная шкура выпотрошен и обезглавлен. Вражий молот поглощен холодным синим пламенем. Сфен Саарл превращен в пыль. Эрдор обращен в исходящий паром кровоточащий кусок плоти. Слишком много, слишком много. Сказания обо всех смертях будут длиться месяцами. Растопка необходимая для их погребальных костров истощила бы запасы древесины для целого великого года. Я жаждал отомстить, ибо малефик тысячи сынов следовало уничтожить любой ценой. Наши действия были оправданы. Но я боялся, поскольку не рассчитывал, что нам удастся их победить или хотя бы выжить. Несмотря на всю нашу ярость и воинскую мощь, сыны Проспера уничтожили бы нас, чем бы лишь доказали, что они чудовища и колдуны. Я сделал вещь, которую скальду не следовало делать ни в коем случае. Я отвернулся, отвел взгляд, лишь бы не видеть гибель стаи. И тем самым не узрел начало нашего спасения. Я не заметил, как первые пустые девы с пылающими клинками ринулись по грудам черного мусора в бой. С их оружия слетали пульсирующие капли и лучи энергии. Девы не издавали боевых кличей и не бросали вызовов. Астартес окутала пустотой. Густые клубы Малефика сгорели или рассеялись, словно туман на ночном ветре. Мерзкие колдовские слова застряли у чернокнижников в горле. Чумные речи магии душили их изнутри. Я увидел, как они разом пошатнулись и, схватившись руками за горло, принялись сдирать себя шлемы. Как сквозь прорези в визорах струится кровь, а пальцы, собравшиеся творить таинственные пассы, судорожно сжались в старческие когти. Через секунду после того, как внутренним безмолвием сестры-воительницы оглушили и лишили сил предателей из 15-го легиона, они ринулись в атаку. Пробравшись сквозь отшатнувшуюся массу волков, они принялись вычерчивать своими полуторными мечами песнь смерти. Их атака представляла собой удивительную смесь ярости и изящности. Каждый удар, выпад, разворот был движением опытного мечника, хотя сестер вела одержимость берсерка. Истеричная жажда рубить и убивать. Волки также не остались в стороне. Оправившись от магической атаки, они присоединились к сестрам и стремительно начали сравнивать счет убийством. Война вновь обрела физическую форму. В ней опять нашлось место ударам, шоку, крови и взрывам. То, что осталось от травы, давно утонуло в крови, которая повисла в воздухе, словно туман. Рядом с пустыми девами сражались кустодии. Золотые фигуры стремительно мелькали в давке сражающихся тел. Превратившись из телохранителей в воинов, они были неудержимы, как и любой из волков. Лезвия алибард жаждали вкусить крови. Наполните мою чашу, я тоже хочу пить. От столь длинного повествования у меня пересохло в горле. Я хочу, чтобы вы услышали до конца и представили его себе. Видите, вы видите, Проспера горит, мы оттеснили их к великим стеклянным пирамидам киски. Десантные капсулы прочерчивали загрязненное небо, словно метеоритный дождь. Свет испортился, не ослабел, нет, он просто испортился, как может испортиться мясо. Киску осквернили и разрушили. Большинство улиц стерли с лица земли, а здания и памятники разрушили до основания. Кругом лежали груды, покрытого гарью мусора и обломков, которые превратились в пологие горы и хребты, местами изрытые воронками от снарядов. Куда ни кинет взгляд, везде лежали трупы. В кратерах и выбоинах скапливалась кровь. Кое-где она текла настоящим потоком между разбитыми трубами и треснувшей кладкой. Все, что осталось от некоторых людей, это органическое вещество, заляпавшее обломки. Для каждой новой фазы атаки нам приходилось взбираться на очередной холм, которого еще час назад здесь не было. На покрытых сажей мусорных склонах можно было легко оступиться или увязнуть. Воздух полнился лучами и пульсирующими лазерами, пулями, снарядами и свистящими ракетами. Все время шел дождь из микрообломков и маслянистой жидкости, когда вода испаренных океанов начала конденсироваться и проливаться на разрушенную землю. Закопченные и омываемые ливнем машины войны с грохотом катились по пустошам, беспрерывно извергая снаряды во все направления. От отдачи после каждого выстрела пневматические пушки отбрасывало назад. Грохот главных турелей походил на глаз всеотца. Над нами то и дело пролетали стайки ракет, ищущие гнезда. Я вместе с богобоем и арсиром поднимался на хребет из покореженных обломков, стараясь не отстать от их стремительного шага. Когда мы добрались до вершины, к западу от нас начала обрушиваться одна из великих стеклянных пирамид. Ее поглотила медленно ширящаяся вспышка слепящего света, от которой колоссальное строение рухнуло в ее пламенные объятия. И вновь раздался рев, всеусиливающийся хор волков. Рок от войны и даже грохот обрушения утонули в этом звуке. Частично вопли, частично рычание леопарда. Братья мои, вам и так известно, что вы Астартес, но как чужак я скажу вам нечто еще. Это наиболее леденящий душу звук в космосе. Это первобытный звук, сопровождающий смерть. Никто из тех, кто слышал этот звук, не забудет его, и мало кто услышав остался в живых. Он вестник близящегося разрушения, говорящий о том, что время для мольбы о пощаде безвозвратно ушло. Это звук кары шестого легиона, охотничий зов космических волков. Это вселяющий ужас клич творцов Юрда. Он обращает кровь в лед, а внутренности в талую воду. Говоря со всей честностью, не думаю, что в тот момент тысяча сенов не испытала страх. Вы пугаете меня, братья волки, вы пугаете все сущее. В качестве прелюдии к моему повторяющемуся сну я часто вспоминаю разговор с длинным клыком. По его просьбе я поведал сказания о Малефике. Событий, произошедшем со мной, прошлой жизни, в древнем городе Лютеция. По словам длинного клыка, оно было довольно забавным, но явно не лучшим из моего репертуара. Он сказал, что у меня будут лучшие сказания, и я уже знаю лучше, но просто отрицаю его. Я не знаю, почему он был так в этом уверен. Думаю, в тот момент, когда оборвалась его нить, он сумел постичь время так, как мы никогда не сможем. Он уже не был связан нитью с жизнью. И в те 12 минут, окружавших его смерть, увидел всю ее длину и познал скрытое прошлое и неизбежное будущее. Насчет последнего, сказания, которое я отрицаю, думаю, он имел ввиду события воспоминания, формирующие основную часть моего повторяющегося сна. Лицо, которое я не мог увидеть, фигура, стоящая позади, и были той правдой, которую мне следовало признать. Ко времени прибытия на Проспера, я уже не раз пытался освободиться от этого бремени. В конечном итоге мне это удалось, хотя при этом я заменил его другим, куда более тяжким. Я мчался вместе с тра, с тенями волками сквозь дым, который окутал разрушенный город. Солнце клонилось к закату, терзающее мир пламя не давало сгуститься сумеркам. Но когда ночь все же пришла, я понял, что рассвет ее более не рассеет. К этому времени я убил шестерых, двух зарубил секирой, четверых застрелил из лаз пистолета. Это были те, чьи смерти я сумел увидеть лично в безумной горячке войны. Я также помог сразить воина тысячи сынов. В поединке он бы без сомнения убил меня. В жестокой схватке ему удалось повалить два клинка и перегвоздить его к земле боевым копьем, прошедшим сквозь тазовую кость. Упершись в копье, чтобы не позволить отважному волку подняться, он потянулся к болт-пистолету, чтобы обрезать его нить. Не думаю, что он считал меня угрозой, обычный трелл, далеко не астартес, существо, блуждающее в дыму. Он был бы прав, если бы не фонрисская мощь, которой одарили меня волчьи жрецы при пересоздании моего тела. Я выкрикнул боевое проклятие на Вургене и прыгнул прямо на него, обращая силу прыжка в удар сикерой сверху. Лезвие погрузилось воину прямо в шлем, и, выпустив рукоять, я покатился по заляпанной кровью земле. Воин тысячи сынов с отвратительным шатнулся от двух клинков. Отпустив древко копья, он потянулся к голове и попытался выдернуть из шлема скользкую от крови секиру. Я не смог убить его. Основную силу удара принял на себя шлем. Воин стремительно обернулся и прицелился в меня из болт пистолета, чтобы наказать за нанесенное оскорбление. Два клинка сумел подняться, несмотря на то, что из него все торчало копье. Вырвав оружие земли, Йормунгендер налетел на противника сзади. Воспользовавшись своими знаменитыми парными мечами, как ножницами, он отсек воину голову. В воздух фонтаном ударила кровь. Мне пришлось упереться ногами в отрубленную голову, чтобы выдернуть из нее секиру. Йормунгендер два клинка вытянул из тела копье, после чего посмотрел на меня и продолжил свой путь. Сопротивление врага сосредоточилось во дворе и застекленных пристройках одной из великих пирамид. Мне хотелось лично увидеть подобное место. Мне хотелось увидеть богатые залы и ослепительное величие пирамиды прежде, чем она навеки канет в лету. Красивые, украшенные золотом, алебастровые ступени вели к портику из стекла и серебра. Единственное, что портило вид, был ручеек крови, стекающий по ступеням от распластанного наверху тела. Арсир и богобой шли впереди меня. Двери, стены и потолок были выполнены из стеклянных зеркал. Там, куда попали выстрелы, зияли дыры, окруженные паутиной трещин и коркой измельченного стекла. Внутри царила тишина, кошмарные крики и звуки выстрелов снаружи казались приглушенными и невообразимо далекими. Мы слышали глухой грохот боя, а также, как по стеклу на крыше барабанят обломки и дождь. Вокруг нас, словно священные благовония, кружились завитки дыма. Свет, пойманный зеркалами, окутал нас эфемерным сиянием. Мы перешли на шаг и принялись осматривать величественный интерьер. Это была всего лишь пристройка, боковая капелла. Какие же чудеса хранились в самой пирамиде? Пробудившийся во мне консерватор, тень из прошлой жизни, жаждал исследовать сложную символику рисунков, покрывающих золотые и серебряные рамы окон, а также переписать ровные строчки глифов, выгравированных в кристаллах. В блестящих поверхностях мы увидели и свои отражения, напряженные и встревоженные, темные и сгорбленные, обогренные кровью варвары-захватчики, омываемые желтым светом. Мы были нежеланными гостями, нарушителями, словно дикие звери, которые перепрыгнули пограничный забор или канал и попали на землю цивилизованной общины, дабы загрязнять и осквернять их, рыскать в поисках пищи и убивать. Хищники! Мы были хищниками. Именно из-за подобных нам возводили стены и разжигали по ночам сторожевые костры. Внезапно из дальнего конца зала по нам открыли огонь, прервав мои размышления. Выстрелы просвистели мимо нас, словно крошечные дурные звезды, Некоторые из них попадали в пол, выбивая каменную крошку. Другие оставляли дыры в зеркальных стенах, отчего те начали дрожать. Наши отражения, бегущие в укрытие, раскачивались и сотрясались в унисон. Заняв позиции за стеклянными колоннами и серебряными статуями, мы открыли ответный огонь. Несколько из выпущенных врагом снарядов были болтерами, от сверкающих колонн откалывались огромные куски стекла. Серебряные статуи лишались голов и конечностей, либо падали со своих пьедесталов. Вдалеке я заметил воина, тысячи сунов, разряжающего в нас болтер. Окружающая его аура походила на миниатюрную бурю. Арсир высунулся из укрытия и выпустил очередь из тяжелого болтера. Массреактивные снаряды из решителей предателя и отбросили его труп на стеклянную стену позади, которая тут же обрушилась оглушительным каскадом стекла. Арсир и богобой бросились вперед. Враги все еще стреляли по нам. Судя по плотности огня, это было стража шпилей. Я не мог смотреть на то, как рушится величественный зал. Ширящиеся трещины, бьющееся стекло, дыры от пуль, падающие статуи, разрушающиеся украшения. Чтобы расчистить путь, Арсир вновь открыл огонь из своего гигантского, висящего на ремне оружия. Я скользнул в видневшийся слева боковой коридор, надеясь найти лучшее укрытие. Мое устройство смещающего поля до сих пор не перезарядилось. Внезапно огонь еще больше усилился, и мне пришлось отступить вглубь коридора. Я потерял из виду богобоя и Арсира. Меня окружали зеркала, смотровое стекло, в котором вырисовывалось мое отражение. Сжимая пистолет и секиру, я добрался до конца коридора и открыл стеклянную дверь. Я сделал шаг. Внутрь пробивался золотой свет, придавая комнате теплый и уютный вид. Я настороженно вошел внутрь, раздался электронный перезвон. «Да», прошептал я. «Сэр Хавсер, пять часов, ваше время пробуждения», произнес мягким, модулированным голосом сервитер. «Спасибо», ответил я. «Все мое тело затекло, я чувствовал себя изможденным. Мне давно не было так плохо, вновь разболелась нога. Возможно, в ящике найдутся более утоляющие. Я доковылял до окна и надавил на кнопку, чтобы открыть ставни. Те поднялись с низким гулом, и в комнату хлынул золотистый свет. Я выглянул в окно, из которого открывалось потрясающее зрелище. Над полусферой внизу вставало солнце. Солярный диск, циркумпункт, взирал на меня, словно око. Я смотрел прямо на Теру, во всем ее великолепии. Я созерцал ночную сторону планеты, вместе с ярко светящимися созвездиями городов Ульев за Терминатором. Видел искрящиеся в лучах солнца океаны и кремово-белые завихрения облаков, а также мерцающие огни сверх орбитальной платформы Родиния, величественно скользящей под той, на борту которой я находился. Я понял, где нахожусь. Я достиг конца своего сна. Я взглянул на само окно. В толстом стекле я увидел собственное, освещенное солнцем отражение. Я увидел в стекле отражение стоящего позади меня человека. Меня охватил ужас. Как ты можешь быть здесь? спросил я. И не проснулся. Я всегда был здесь, ответил горлу перкаль. Четырнадцатая глава. Взгляд в стекло. Он мог не называть своего имени. Я не раз видел его гордое лицо на плакатах и пиктах, на подарочных медалях и голопортретах. Примарх, магистр войны, прекрасный, первый среди сынов. Как и все его братья, он был настоящим исполином. Крошечная спальня сверх орбитальной платформы едва могла вместить его. Он был закован в величественные бело-золотые доспехи своего легиона. С нагрудника на меня взирало око, заключенное в восьмиконечную звезду. Гор успокаивающе улыбнулся мне, словно мудрый отец неродивому ребенку. «Я не понимаю», выдавил я. «От тебя этого и не требовалось», Каспер произнес он. «Ты всегда был обычной фигурой на доске, но за минувшие годы ты успел мне понравиться, и поэтому мне захотелось увидеть тебя в последний раз, прежде чем завершится игра». «Мой лорд, мы никогда прежде не встречались», пораженно сказал я, «я бы запомнил». «Думаешь?» «Сомневаюсь», ответил он. «Сэр», вновь повторил я, «я слышал предостережения, мрачные предостережения, вашей жизни грозит опасность, мне показали оружие». «Это?» спросил Гор, доставая анафен. «Оружие источало резкий свет, прямо как в моих невоспоминаниях, слишком поздно, где-то спустя год после событий на Проспера этот клинок сделает свое дело. Я умру и пройду перерождение. Где-то спустя год, почему вы так уверены?» Гор опять улыбнулся. «Когда этот клинок обрежет мою нить Каспер, меня заберут в темные боги, они обратят меня, моя смертная оболочка передастся бессмертному хаосу, я буду опровергать законы космоса и самой жизни. Только взгляни на нас, стоящих в твоем прошлом. Проспера горит в твоем настоящем, но мы оба не в нем». «Почему?» воскликнул я. «Почему?» «Что вы наделали? На какое безумие вы пошли?» «Я расчищаю доску для грядущей игры», произнес он. «Расставляю фигуры так, как мне выгодно». «Две основные преграды для моего торжества – это сыны Проспера и волки Фенриса. Первый – единственный легион, чьих познаний достаточно, чтобы остановить меня путем колдовства. Вторый – единственный легион, который достаточно опасен, чтобы представлять существенную военную угрозу. колдуны императора и палачи императора. Мне не хотелось сталкиваться с ними в будущем, поэтому я не пожалел времени и сил, чтобы стравить их между собой. Я недоверчиво уставился на него, гор печально пожал плечами. «Если честно, я надеялся на большее», вздохнул он. Магнуса ввели в глубокое заблуждение. Колдовство подвело его, угрожающе близко к проклятию, и мой отец поступил правильно, усмирив его. Но без хорошо организованной провокации он бы никогда не переступил черту. Я хотел, чтобы сыны и волки вырезали друг друга на Проспера, и таким образом одновременно избавиться от обеих угроз. Вот только Магнус и Рус остались верными себе. Магнус, смиренный мыслитель, принял свое наказание и был уничтожен. Рус, неукротимый и беззаветно преданный, не отступился от своего тяжкого задания. Легион тысячи сынов был уничтожен, но волки остались в игре. Он посмотрел на меня, и в его глазах я заметил блеск. И все же судьба Магнуса и его сынов порадовала меня. Сломленные поражением, они в любом случае перейдут на мою сторону. В конечном итоге я получил хоть какую-то компенсацию за то, что волка Фенрика все еще грозная и опасная сила. Ни один человек не способен на такое, воскликнул я, качая головой. Ни один человек не способен управлять событиями таких масштабов. Нет, даже если я вел эту игру и манипулировал всеми на протяжении многих лет, даже если я выдавал секреты и ширил ложь, грязные слухи о том, что Магнус практикует некромантию, провокационные вопросы насчет бездумной тактики Русса, и плюс, конечно же, создание запутанной сети шпионов наподобие тебя, Каспер, настоящих шпионов и пешек, которым предстояло вселять в легионы паранойю, заставлять их подозревать худшее и готовиться к действиям. Я обратил лучшие качества и привычки легионов в оружие саморазрушения. Нет, продолжал я настаивать на своем, ни один человек не способен на такое. А кто сказал, что я человек, ответил он. Я начал пятиться, пока моя спина не уперлась в холодное стекло. Кто же ты на самом деле, прошептал я. Ты знаешь мое имя, рассмеялся он. Это всего лишь маска, не так ли, сказал я, указывая на его лицо. Кто-то на самом деле. Какую маску ты бы предпочел, спросил гор. Он поднес руку к лицу и сорвал плоть. Она треснула, словно гороховый стручок, будто перезрелый овощ, и из нее брызнула сукровица, похожая на загустевший мед. Черты гора Луперкаля растеклись, и под ними оказалось смеющееся лицо Омона, советника Алого Короля. Эту, ту, с которой ты говорил на Никее, настоящий Омон находился тогда далеко внизу, возле своего примарха. Он бросил ошметки лица гора на пол, маска упала с влажным шлепком сгнившего фрукта. Затем он также сорвал и лицо Омона. По его нагруднику заструилась молочно-белая сукровица, растекаясь вокруг великого ока. Теперь на меня взирало грустное, сочувственное лицо моего старого товарища, Навида Мурзы. Или эту. Мне нужна не маска, а твое настоящее лицо, сказал я. Ты не перенесешь его облика, ответил Навид. Никто не может узреть пагубный свет изначального уничтожителя и остаться в живых. Твой разум сгорит последним, Каспер. О, Каспер, я не лгал, когда говорил, что ты мне понравился. Ты мне очень помог. Я прошу прощения за жизнь, на которую я тебя обрек. Что такое изначальный уничтожитель, Навид? спросил я. Что это? Варп, Каспер, произнес он. Варп. Варп это все, а все это Варп. Твой всеотец считает, что сумеет победить там, где проиграли другие, куда более могущественные расы. Он не сумеет, человечество станет самой великой победой Варпа. Он сделал шаг ко мне. На его шее я заметил отблеск катарского креста, который всегда носил Мурза. Он плавился. Мы избавились от наших богов, Кас. Что-то всегда было готово занять их место. Казалось, его лицо выражало мольбу. Это лицо я знал на протяжении многих лет, и оно совершенно не постарело с тех пор, как Мурза погиб в Осетии. На нем уже не было доспехов магистра войны. Его рост уменьшился до обычных человеческих размеров. И теперь он был одет в мягкий комбинезон кремового цвета из лютицианского библиотеха. И тут я с тошнотворной уверенностью понял, что давным-давно в своем номере на борту сверх орбитальной платформы Лемурия я увидел лицо Мурзы. Именно оно блокировало мои сны. Его я не мог увидеть в своих воспоминаниях. Оно было событием триггером. Давно погибший человек, пришедший в закрытую комнату, чтобы исказить мой разум страхом, перезапустить мои воспоминания, направить мою волю и послать меня на Фенрис. Это была лучшая часть Малетика, о которой знал Длинный Клык. Так все это впустую, прошептал я. Параспера сгорит впустую, Астартес убивали Астартес впустую. На вид ухмыльнулся. Элегантно, не правда ли? Алый Король оставался верным, обманутым, но верным. Так эта трагедия не должна была произойти. Именно, с пылающим взором, восторженно воскликнул он. Но теперь это случилось, Каз. Теперь это случилось. Дверь была открыта. Возник прецедент. Если ты считаешь, что Проспера трагедия, страшная, кошмарная ошибка, то тебе следует увидеть, что будет дальше. Два легиона Астартес, сцепившихся в смертельной схватке. Ха! Каз, это лишь увертюра. Он стоял прямо возле меня. Стянув перчатку, Мурза протянул руку. Я не хотел, чтобы он касался меня. Как долго мы были знакомы, прежде чем ты перестал быть на видом Мурзой? спросил я. Я всегда был собой Каз, ласково ответил он и коснулся моего лица. Я ощутил кожей прикосновение его пальцев. Мои символы обереги не могли сдержать его. Его, скорее это. Я чувствовал его дыхание, трупную вонь из пасти хищника, ядовитый воздух Проспера, доживавшего свой последний день. Всегда собой переспросил я. Нет, думаю, когда-то жил настоящий на вид Мурза, а ты лишь занял его место. Наивно думать подобным образом Каз, сказала оно, проводя рукой по моей щеке. Наивно подходить ко мне так близко, ответил я и произнес то слово, которое много лет назад сказал Мурза в переулке за трупом собора. Энунция, как он назвал его, слово из первозданного словаря магии. На вид вел себя так хвастливо, так высокомерно, он явно не ожидал, что после стольких лет я смогу воспроизвести его звучание. Но я провел немало времени с руническими жрецами Фенриса, раскрывая и проигрывая свои воспоминания. Я прослушал это слово вновь и вновь, пока не запомнил наизусть его зазубренную резкую форму. Я идеально запомнил это слово. Я выплюнул его в лицо существа. Это было самое важное слово, которое я когда-либо произносил в роли скальда. Его лицо взорвалось бураном из плоти и крови. Голова существа с хрустом откинулась назад. Словно по ней хорошенько приложили секирой. Существо с воплем отшатнулось от меня, но звуки казались странно приглушенными из-за обезображенного рта. Я также был ранен. Я чувствовал, насколько поврежденным было мое горло после того, как произнес слово. Во рту собралась кровь, губы треснули, пара зубов ощутимо шаталась. Невзирая на это, я бросился вперед, поднимая пистолет. «Тра! Тра! На помощь!» заорал я, и через прорезь в маске потекла кровь. Я открыл огонь по извивающемуся телу. Существо завизжало, словно свинья на бойне. Рухнуло на кровать и покатилось по ней. Свалилось на пол с другой стороны. Вокруг нас разлеталась щепки мебель. С полок во все стороны летели книги. Засбоевшая инфопластина у кровати начала бездумно повторять. «Сэр Хавсер! Пять часов, ваше время пробуждения!» «Сэр Хавсер!» «Пять часов, ваше время пробуждения!» Я вновь выстрелил в содрогающуюся фигуру. «Скальд! Скальд!» Откуда-то раздались крики на вургене. Распахнулась дверь, и в комнату ворвались богобой и арсир. Какую-то секунду они стояли с ошеломленным видом. Позади них сверкал стеклянный коридор на Проспера. Перед ними же располагалась крошечная темная спальня с видом на терру. На пороге, где они стояли, обе реальности сливались воедино. Их удивление было понятно. «Помогите!» вновь закричал я и указал на бьющуюся в конвульсиях фигуру в углу комнаты. «Убейте это!» Арсир шагнул мимо меня, поднимая тяжелый болт. Он не колебался, а стартес выпустил длинную очередь из массивного оружия. От неимоверного грохота у меня заложило уши. Болт-снаряды решетили человека, разрывая широкие складки комбинезона библиотека и терзая тело под ним. Стену позади существа забрызгало кровью, сукровицей и остатками внутренностей. Но оно не умирало и сумело подняться, истекающей кровью разрушенный человеческий скелет и пересоздать себя. Оно выросло в размерах и на теле возникла новая кожа. Органы вновь срослись. Последние лоскуты комбинезона спали и под ними начали проступать бело-золотые доспехи. Воссозданное лицо магистра войны было искажено неописуемой яростью. Один глаз был взорван. «Отойдите!» предупредил я братьев. «Хьольда!» выдохнул Арсир. «Луперкаль!» «Лорд Луперкаль!» «Отойдите!» закричал я. «Арсир!» Гор словно заклинание прошептал имя волка. Невидимая сила понесла Арсира прямо к исполину. В руке гора замерцал погрузил в грудь Арсира. Астарто закричал, его нить была уже обрезана. Но он попытался выстрелить из тяжелого болтера в упор, чтобы забрать вместе с собой и убийцу. Гор вновь произнес имя Арсира и вновь имя даровало ему власть над братом волком. В этот раз невидимая сила сняла Арсира с лезвия и метнула его, словно куклу, через всю спальню. Закованное в доспехе тело врезалось в панорамное окно и оно лопнуло. Раздался оглушительный хлопок декомпрессии. Обломки сломанной мебели, незакрепленные предметы и капли крови понеслись к пробоине вместе с воздухом и осколками стекла. Безвольное тело Арсира также вылетело в окно по направлению к Терри, становясь все меньше и меньше, а затем воспламенилась, словно падающая звезда. Гор даже не пошатнулся. Он яростно взревел в истончающийся воздух. Мои ноги оторвались от пола. Я попытался встать обратно, но из-за декомпрессии мне это никак не удавалось. Стеклянная лампа задела плечо, в колено ударилась книга. Я ухватился за дверной косяк, и мимо моей головы пролетела деревянная лошадка, после чего исчезла во тьме. Больше держаться я был не в состоянии. Пальцы разжались, и меня понесло назад, словно пробку. Внезапно меня дернуло, и полет прервался. Мой локоть оказался зажат в кулаке богобоя. Вбив секиру в косяк, он сумел вовремя схватить меня. Волк громогласно взревел, пытаясь втянуть меня обратно. Как только за дверь удалось ухватиться и мне, тащить ему стало куда легче. Едва мы миновали порог, богобой тут же захлопнул дверь. Нас окружили зеркальные стены. Мы вновь оказались в храмовой пристройке в стеклянном коридоре. Я ожидал вопросы от богобоя, требования объяснений, но он даже не замедлил шаг. Но, как и все волки, он в первую очередь решал главные задачи, понимая, что мы все еще в опасности. Мы стремительно шли по коридору к главному атриуму, к разрушенному стрельбой. Внезапно дверь рассыпалась стеклянными осколками, когда из них будто лендрейдер вырвался гор. Он сумел переместиться из одного измерения в другое, из моего прошлого в настоящее, из воспоминаний в реальность. Его шаги гремели по гладкому полу. «Каспер!» воскликнул он. Я почувствовал, как на меня давит сила имени, но Каспер Хавсер было лишь одним из множества моих имен, и ни одно из них не было настоящим, данным мне при рождении. Даже я не знал его, поэтому смог выстоять. Он приближался к нам, богобой развернулся, чтобы встретить его. Астартес против ложного примарха, фендрисский волк против лунного волка. «Богобой!» произнес гор. Богобой пошепнулся, а затем нанес свой знаменитый удар, божественный удар. Секира врезалась гору прямо в грудь, вынудив его с криком отступить на пару шагов. Богобой выдернул секиру и нанес еще один удар, ранив магистра войны в бедро. «Фит из Аскаманов!» выкрикнул гор. Ему пришлось глубже проникнуть в мои воспоминания, чтобы найти настоящее имя моего волка-брата. Богобой тут же подняла воздух и отбросила в другой конец зала. Астартес врезался в стеклянную стену в пяти метрах над полом и, оставив в ней глубокую, испещренную трещинами вмятину, рухнул вниз. Гор выпрямился и пошел ко мне. Я стрелял по нему до тех пор, пока не разрядилась батарея, после чего отбросил пистолет и ухватился за секиру. Одним движением руки он повалил меня на пол, сорвал устройство смещающего поля и выдернул секиру из рук. Его титанические пальцы ухватили меня за горло и оторвали от земли. Ты успел мне понравиться, прошипел он голосом на видом Мурзы. Я даже признался тебе в этом, и за доброту ты отплачиваешь мне оскорблением, вместо того, чтобы принять дар безболезненной смерти, когда я предлагал ее. Теперь-то она точно не будет легкой. Меня это не волнует, прохрипел я в ответ. О, еще как будет, пообещал он. Вдруг между нами промелькнула морозная кромка фенрисской секиры и отрубила существу руку. Я упал на пол вместе с конечностью, все еще сжимающей горло. На меня полилась кровь, или тот ихор, что тек у него вместо крови. Отойди, приказал медведь, и нанес еще два удара. Скривившись от ярости и боли, гор выкрикнул имя медведя, но не обрел над ним власти. Астартус же продолжал рубить его секирой, как и тогда, когда изначальный уничтожитель носил маску Омона на Никея. Он не смог починить медведя силой имени. Медведь наносил ложному гору страшные раны. Одна рука луперкаля была отсечена, бело-золотые доспехи пробиты в десятки мест, а на голове зиял глубокий порез. Его черепная коробка была проломлена, и из нее торчали осколки костей. Чайщики была оторвана, из ран текла кровь, скапливаясь под ногами, растущей лужей. Скальп прорычал медведь, беги! Я сумел подняться на ноги. Медведь крепче перехватил оружие и приготовился к продолжению поединка. Ложный гор пошел к нему навстречу, оставляя на стеклянном полу кровавые следы. Беги, повторил медведь. Ложный гор рванулся вперед. В ответ медведь пригнулся и замахнулся для удара, но его так и не последовало. Казалось, боль и злость придали ложному гору новых сил. Одним мощным движением существо отбросило медведя в сторону, после чего развернулось и попыталось добить его. Медведь покатился по полу, уклоняясь от огромного кулака, расколовшего пол в нескольких местах. Не имея возможности подняться, Астартес перекатился на спину и с левой руки вновь рубанул по монстру. На этот раз ложный гор поймал секиру. Существо ухватило ее прямо за рукоять. Из его рта хлынула кровь и маслянистая жидкость, когда оно взглянуло на медведя и произнесло зловещее ни слова энунции. Секиру от навершия до рукояти окутало зеленовато-желтым пламенем, огнями святого Эльма, которые озаряют верхушки деревьев и мачт в темнейшие и зимних ночей. Огонь в яростной слепящей вспышке перекинулся на руку медведя, и Астартес завыл от боли. Ложный гор сделал с волком то же, что и тот с ним. Он был хищником, играющим жертвой, прежде чем убить ее. Не колеблясь, я схватил свою секиру с пола. Одним рывком я оказался между ними и отсек медведю руку у локтя, прежде чем Маляфик успел перекинуться на остальные части тела. Он спас меня, отрубив конечность существа. Я был готов оплатить ему за постоянную защиту, которую он без лишних слов оказывал мне с момента нашей первой встречи на берегу ледяного поля, когда я по ошибке принял его за демона. Теперь я знал, как в действительности выглядит демон. Медведь откатился в сторону, сжав зубы от боли. Я попытался оттащить его к портику. Признаюсь, самое большее, на что я надеялся, оттянуть нашу гибель. К тому времени Аунхельвинтер ощутил буйствующие в храме губительные силы. Зловещий в своей шкуре и длиннополом черном плаще, с белыми волосами, залакированными вызвивающиеся рога, он ступил в кристаллический зал. На ходу творя охранительные жесты, известные всем руническим жрецам, жесты изгнания и защиты. Ложный гор изверг кровь и отшатнулся, но по силе он значительно превосходил жреца. По этой причине Хельвинтер пришел на помощь неодим. Внезапно целая зеркальная стена по правую сторону храмового зала взорвалась и осыпалась мощным стеклянным ливнем. Секундой позже то же самое повторилось и по левую сторону. Сквозь проломы полились свет и дым, с потолка посыпались осколки стекла. Через правую дыру вошла гигантская тяжелая фигура. Это была двуногая машина пяти метров в высоту, приземистая, но массивная, с толстой адамантиевой броней, выкрашенной в цвета волка Фенрика. По обе стороны корпуса завращались орудийные установки. Второй дредноут вошел через брешь, пробитую в левой стене, и повел оружием из стороны в сторону. Машины немного сократили расстояние, прижимая ложного гора к концу зала. От каждого их шага сотрясалась земля. Они одновременно открыли огонь по некоему приказу, переданному мысленным каналам. Яростный гнев штурмовых и сдвоенных лазерных пушек принялся решетить существо. Его тут же разорвало на куски, заляпов, словно плесенью, тени многие зеркала, что все еще оставались целыми. В пламени что-то металось. Вместо уничтоженного гора там обретало форму нечто совершенно новое. На нас дыхнули холодные ураганные ветра. Зал заполнили раи мух. Извязка огненного шара, созданного залпами дредноутов, что-то медленно поднималось. На него было тяжело смотреть, его было тяжело понять. Существо словно отрицало зрительное восприятие, будто сон, не дающий тебе обернуться и увидеть лицо. Оно было высоким и лишенным четких очертаний, тень, отбрасываемая тенями. В нем угадывался намек на человеческие пропорции, которые в то же время были абсолютно извращенным их подобием. Все в нем казалось настолько неправильным, что его вид обманывал ощущения и сбивал с толку разум. Оно состояло из хрящей и протухшего мяса, волдырей и выпирающих наружу внутренностей. Из язвленных языков и гнилых зубов. Оно состояло из множества мигающих глаз, размером с кубок для питья, собранных пучками, словно икра амфибий. У существа были рога, два длинных, выгнутых вверх рога. Вдруг все в комнате стало отбрасывать слишком много теней. Облака мух сгустились еще сильнее. Они пытались забраться нам в глаза, ноздри, рты и открытые раны. «О, Аунхельвинтер!» произнес голос. «Ты не учишься на своих ошибках. Ты привел с собой могучих воинов, дабы изгнать меня. Но я знаю их имена и таким образом обладаю над ними властью. Я назову их обоих Патрекор Великий Клыкастый, Кормик Док. Я понял свое упущение и приложу все усилия, чтобы исправить его», ответил Хельвинтер. И я с удивлением обнаружил, что рунический жрец улыбается. В разгромленный зал со всех сторон ворвались воительницы. Десяток пустых гех два десятка. Их клинки были обнажены. Командир сестер безмолвия и неция крол подняла руку и указала на возвышающуюся перед нами человеческую тень. Существо протяжно взвыло от боли и злобы, когда его сила угасла. Ген пари, который присутствовал у всех сестер безмолвия, заблокировал всякое колдовство и изгнал могущественный малефик. Ветер тут же утих. Роящиеся мухи упали замертво, скапливаясь на земле черным слоем, толщиной с груды битого стекла. Обрежьте его нить, приказал Аунхель Винтер, и дредноуты возобновили огонь. Они не останавливались до тех пор, пока не угасла последняя искра дьявольщины. Пятнадцатая глава Ники Не думаю, что мы убили его, братья. Не думаю, что смертное существо могло нанести сколь-либо значимый урон изначальному уничтожителю. Но мы прогнали его, мы изгнали его. По крайней мере, нам удалось причинить ему вред. Когда мы вышли наружу, битва уже окончилась. Волчий король встретился с Магнусом в титаническом поединке и сломал ему позвоночник. В тот самый миг, когда мы сразили демона в храмовом зале, колдовство разлилось по всему разрушенному миру. Пошел кровавый дождь. Алый король и выживший из тысячи сынов исчезли, сбежав с помощью запретной магии. Лишь благодаря этому им удалось избежать полного истребления. Да будет этот урок запомнен. Кровавый дождь шел и тогда, когда мы перегруппировались. Небо было темнее темного, черное, словно перья ворона, подсвечиваемое огненными бурями, которые охватили стеклянный город. Я и богобой, сумевший подняться на ноги, стояли рядом с медведем, пока им занимались волчьи жрецы. Лицо медведя было непроницаемо. Он не выказывал ни намека на боль или неудобства, пока жрецы обрабатывали его культю пилами и крюками. Со временем у него появится аугметический имплант. И все же я заметил, как он слегка поморщился, когда мимо нас в исходящем парам ливни прошел дредноут. На лице медведя блестели капельки крови. «Я не обращал внимания на руку», проворчал он, «пока ты не заметил». «Что заметил?» спросил я. «Это должна быть высшая почесть», произнес богобой, кивнув в сторону уходящего дредноута. «Но кто захочет утратить столь многое, чтобы оказаться на их месте? Это не тот путь, чтобы жить вечно». Медведь мрачно кивнул. «Я не понимаю лишь одного», спросил «Оно знало имя каждого из нас, но власти над тобой так и не обрело». «Возможно, все дело в том, что оно узнало наши имена от тебя, Скальп», ответил богобой, «а ты так и не удосужился узнать его настоящее имя». «Я уже говорил, что кто бы не научил меня Ювику и Вургену, он проделал хорошую, но не лишенную изъянов работу. Иногда отвлекаясь или в моменты напряжения я забываюсь и произношу слова на низком готике, языке своей прошлой жизни, по причинам которые я не могу объяснить, особенно часто это случается с названиями птиц и животных. С самого начала мой разум счел, будто медведя звали медведь, но это был перевод на низкий готик. С момента нашей первой встречи я и стал его так называть, а медведь, как обычно неразговорчивый, не пытался меня исправить. На языке волка Фенрика его имя было Бьерн. Я понял свое упущение и приложу все усилия, чтобы исправить его. Когда Проспе разгорел, я почувствовал глубокую жалость к волкам. Не из-за их потерь, которые были огромными и достойными сожаления, но за их опустошенность. Злость волков была истрачена, но победа, хотя и полная, все же казалась пустой. Они стояли вокруг меня, безмолвные и сагбенные. Волчьи фигуры среди руин, омываемых кроваво-темным ливнем. Их ярость угасла, ибо врагов больше не стало. Они казались потерянными, словно не знали, что делать дальше. Они не будут участвовать в строительстве и восстановлении, не увидят, что случится после. Волков Фенрика умело лишь одно. Вздымаются искры, память спрессовывается, будто кожа на трупе, сжимаясь на все более выступающих костях, заставляя открыться челюсти в беззвучном крике. В глубоких озерах темной воды мы наблюдаем за отражением звезд. Я вижу волков наследниками, последними стражами древнего государства, которое столь старо и запущено, что превратилось в жалкие руины. Но они до сих пор охраняют его, словно псы, оставленные сторожить дом, которого они не могут постичь. И до тех пор, пока они живы, сказание будет продолжаться, рассказываться и пересказываться скальдами вроде меня, таким воинам, как вы. Будет гореть костер, мы будем чуять дым копаловой смолы. Возможно самих людей я не увижу, но зато буду различать похожие на наскальные рисунки тени, которые на стены пещеры будет отбрасывать плюющийся огонь, и которым капризный костер придаст иллюзию движения. Я буду пытаться прислушиваться к бормотанию людей, чтобы суметь открыть секреты мироздания и узнать все истории от первой до последней. В самой глубокой и холодной части пещеры мрак освещается морозным синим инеем, синим сиянием. Воздух стерилен, словно скала в сухих полярных горах, где не хватает воды, которая может стать льдом. Она очень далеко от ласкового тепла костра в пещере, вдали от бормочущих голосов и аромата дымящихся смол. Именно здесь я просплю большую часть своих дней. Я слишком опасен, чтобы остаться в стае. Я знаю слишком много и слишком многое знает меня. Но я понравился волка Фенрике. И из-за своей странной воршливой сентиментальности они не могут заставить себя быстро и милосердно обрезать мою нить. Поэтому меня уложат спать в хладный лед, в стазисе глубоко под эттом, в обществе одного лишь кормика дода и других воршливых дредноутов. Никому из нас здесь не нравится. Никто из нас не выбирал остаться здесь. Мы скучаем по огню. Мы скучаем по свету. Мы пересмотрели все сны уже сотню, даже тысячу раз. Мы знаем их наизусть. Мы не выбирали тьму. И все же, когда нас тревожат или воскрешают, нам тяжело смотреть на свет. Если вы решили разбудить нас, значит настали тревожные времена. Я стою на поляне в Асахейме, где в последний раз видел хиарота длинного клыка. Живым, но теперь рядом со мной волчий король. Воздух прозрачен, словно стекло. К западу за мощным снегопадом и могучим хвойным лесом возвышаются горы. Они белые, столь же чистые и острые, как клыки. Я прекрасно понимаю, что темные свинцовые небеса, позади них вовсе не грозовые облака. То другие горы, еще более высокие, столь необъятные, что при одном их виде человек чувствует себя насекомым. Там, где утесы, подобно шипам, пронзают небо, сгущаются ужасающие штормы зимнего сезона Фенриса, суровые, словно боги отцы, и непредсказуемые, как лживые демоны. Это последний час последнего дня, после которого я добровольно уйду в стазис. Ты понимаешь, почему? спрашивает волчий король. Его голос походит на утробное урчание леопарда. Да, отвечаю я, понимаю. Агвай высоко отзывался о твоих талантах скальда. Ярл добр ко мне. Он честен, именно поэтому я держу его. Но ты же понимаешь, что нельзя играть сломанной фигурой на доске. Понимаю. Ты помнишь сказания, нам бы не хотелось утратить их. Будущие поколения должны услышать эти истории и извлечь из них уроки. Я сохраню их для вас, лорд, говорю я. Они навсегда останутся в моей памяти. Хорошо, произносит он. Убедись в этом. Я не буду приглядывать за волка Фенрика вечно. Когда я уйду, им следует услышать эти истории. Я смеюсь, думая, что он шутит. Вы никогда не уйдете, лорд, говорю я. Никогда, долгое время, отвечает он. Я живуч, но не бессмертен. Если чего-то раньше никогда не случалось, это не означает, что этого никогда не произойдет. Всегда что-то случается впервые. Именно соглашается он. Беспрецедентное. Как Астартес, сражающийся с Астартес. Как стая, которую призвали покарать другой легион. Это отвечает он. Он смеется, но смех этот печальный. Хьёльда, нет, это не беспрецедентно. Я не знаю, что сказать, я никогда не знаю, когда он шутит. Мы смотрим на лес, с небес падает первый снег. На Фенрисе есть волки? Спрашиваю я. Иди и узнай, говорит он мне. Иди же. Я смотрю на него, он кивает. Я начинаю идти по снегу к линии леса. Затем срываюсь на бег. Я плотнее укутываюсь в шкуру, которую когда-то подарил мне Беркао, словно во вторую кожу. В необъятной тьме вечно зеленого леса замечаю смотрящие на меня глаза. Яркие, золотые с черными точечками зрачков. Они ждут. Десятки тысяч пар глаз смотрят на меня из лесных теней. Я не боюсь. Я больше не боюсь волков. Волчий король следит за мной, пока я не исчезаю среди деревьев. До следующей зимы прощается он. за мою тя об Субтитры создавал DimaTorzok